Грэм Макнил Тысяча сынов Книга из серии Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Книга 11 Великий крестовый поход достиг своего апогея. Воины легиона Тысячи сынов были наиболее искушенными в эзотерических науках. Искусстве управлять психической энергией и ориентироваться в потоках Великого океана. Их родная планета Проспера была средоточием наук и искусств. Но сколь бы ни были воины легиона и их примарх Магнус Красный верны и преданы империуму, это не избавило их от подозрений в темном колдовстве. И в конце концов, на совете в Никее император запретил Магнусу и его воинам, равно как и библиариям других легионов, использование варпа и исследование сил псайкеров. Когда же злополучный примарх провидит предательство Хоруса и в отчаянии пытается предупредить императора, используя запрещенные силы, он ставит под удар свой легион, ради спасения которого, когда-то давно он принял помощь сил Хаоса и время оплатить долги. Странствия древних рыцарей в поисках Святого Граля, стремление алхимиков найти философский камень – все это часть великого деяния, а потому не имеет конца. Любые успехи лишь открывают новые блестящие возможности. Это бесконечное занятие, приносящее безграничную радость, «Ведь вся вселенная и все ее чудеса – что это, как не бесконечная игровая площадка для коронованного и непобедимого сына ненасытных, невинных и вечно ликующих наследников галактики и вечности, имя которым – человечество» – книга Магнуса. «Знание – это единственное благо, и единственное зло есть невежество» – Азек Ариман. «Увенчанные тучами башни, великолепные дворцы, торжественные соборы, сама великая планета, все грандиозное население рассеется, словно призрачное видение, не оставив и следа. Паророчество Омона» «Все прах!» «Какими же паророческими оказались сегодня эти слова?» «Их» или «что-то подобное» – произнес мудрец из древней Теры. «Вероятно, он был таким же одаренным, как и я. Я говорю одаренным, но с каждым проходящим днем все больше склоняюсь к мысли, что мои способности – это мое проклятие, а не дар. Я смотрю с вершины своей башни на безумный ландшафт, где бушуют энергетические бури, и вспоминаю, как, будучи на Тере, прочел эти слова в Ветхом Фолианте. С тех пор прошли столетия, и я прочел все тексты древних веков, имеющиеся в огромных библиотеках Проспера. Но мне кажется, что до сегодняшнего дня и не понимаю их смысла. Я сгущаю его приближение с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. И то, и другое для меня настоящее чудо, особенно сейчас. Конечно, он идет, чтобы меня убить. Я ощущаю его злобу, его уязвленную гордость и его великое раскаяние. Он получил неожиданную, непрошенную и неестественную силу. Со временем все силы истощаются, но только не это. Тот, кто овладел ею однажды, уже никогда не сможет от нее отказаться. Своими способностями он превосходит любого другого человека. Он мог бы убить меня, находясь на другом конце галактики, но не станет этого делать. Уничтожая меня, он хочет смотреть мне в глаза. По крайней мере, он благороден, и это одно из его слабых мест. Он относится к другим так, как хотел бы, чтобы они относились к нему, и это его погубит. Я знаю, что он обо мне думает. Он считает, что я его предал, но это не так. В самом деле, я не предавал его, и никто из нашей группы. Мы лишь старались спасти своих братьев. И вот дошло до того, что отец намерен убить своего любимого сына. Это величайшая трагедия тысячи сынов. Нас назовут предателями. Но ирония ситуации не отмечена даже в утерянных книгах Калимака. Мы храним верность, как хранили ее всегда. Никто нам не поверит. Ни император, ни наши братья, ни даже волки, которые не были волками. Историки скажут, что на нас спустили волков руса. Но они ошибаются. На нас обрушилось нечто более страшное. Я слышу его шаги на ступенях моей башни. Он решит, что я поступил так из-за Армузда. И отчасти будет прав. Но дело не только в этом. Я разрушил свой легион. Легион, который всегда любил и который меня спас. Я уничтожил легион, который он хотел сберечь. И убив меня, он тоже будет прав. Я заслуживаю смерти. А может и не только смерти. Да, но прежде чем погибнуть, я должен рассказать вам о нашей судьбе. Только вот с чего начать. В мирах Великого океана нет ни начала, ни концов. Прошлое, будущее и настоящее смешались между собой. И время не имеет смысла. Следовательно, для начала я должен произвольно выбрать какое-то место. Я начну с горы. С горы, пожирающей людей. Книга первая. В царстве слепых. Глава первая. Гора, пожирающая людей. Капитаны. Наблюдатели. Гора стояла здесь десятки тысяч лет. И ни один из обитателей Акхору не мог даже представить себе силы, вызвавшие к жизни этот грандиозный скальный массив. Тем не менее, хотя эти люди не обладали знаниями ни о геологии, ни о тектонических движениях, ни об энергии смещений или из-за статических подъемов коры, они знали достаточно, чтобы понимать. Такая огромная и величественная гора не могла оказаться естественным образованием. Расположенная посреди холмистых солончаков, которые древние Акхору считали дном высохшего океана, гора поднималась вверх приблизительно на 30 километров и была выше даже марсианского Олимпа, кузницы генерал-фабрикатора. Величественно вздымающаяся вершина царила в ярком коричневом небе, словно мавзолей какого-то древнего правителя, построенный с невообразимым размахом. В ее очертаниях не было правильных линий, и ни один ремесленник из человеческого рода не смог бы сформировать эти суровые склоны. Но самому отъявленному скептику хватило бы лишь взгляда, чтобы убедиться в том, что возникновением гора обязана сверхъестественным силам. Ничего не росло на ее каменных склонах, ни деревьев, ни кустов утесника, ни самой чахлой травы. Окружавшая гору земля дрожала от испепеляющего жара солнца планеты, висевшего над горизонтом, подобно огромному перезревшему плоду. Несмотря на жару, склоны горы были холодными и скользкими на ощупь, как будто только что поднялись из темных глубин океана. Солнечные лучи избегали ее поверхности, сумрачных ущелий, глубоких впадин и темных холодных расщелин, словно под вершиной действовал мощный ледяной гейзер, и его холод странным образом пропитывал всю громаду горы. По краям горы неровными кругами стояло множество одинаковых камней, каждый из которых был втрое выше обычного человека. Эти монументы свидетельствовали о величайших достижениях инженерной мысли в обществе, не знавшем ни механических подъемников, ни уменьшающих массу приспособлений, и не имевшем доступа к титаническим машинам-механикум. Но по сравнению с искусственно созданной горой, они казались примитивными ухищрениями, крошечными пятнышками на фоне мрачной застывшей бесконечности. Какая же сила могла создать на этой планете такую гору? Никто из собравшихся на Акхору людей не мог ответить на этот вопрос, хотя в поисках разгадки величайшие умы напрягали все свои силы. Для народа Акхору гора была осью мира и местом поклонения. Для воинов-ученых из легиона Тысячи Сунов гора и народ стали предметом любопытства, секретом, который надлежало раскрыть, и, возможно, решением загадки, которую их знаменитый предводитель искал уже почти два столетия. Но в одном мнении обеих культур совпадали полностью. Гора — это место для мертвых. — Ты его видишь? — раздался далекий призрачный голос. — Нет. Он уже должен был прийти обратно. Голос зазвучал отчетливее и более настойчиво. Почему он не возвращается? Ариман погрузился в исчисление. Благодаря чувствам, намного превосходящим те, которыми сочла необходимым наделить его природа, он ощущал психическое присутствие троих Астартес, собравшихся под алым куполом его шатра. Их психическая сущность вызывала незаметную вибрацию тел, словно от сдерживаемых раскатов грома, возбужденную и гневную у Фозиса Ткара, печальную и тщательно контролируемую у Хадхора Маата. Рядом с двумя их мощными, пылающими солнцами эфирное поле Собика казалось слабым огоньком свечи. Ариман почувствовал, как его тонкое тело соединилось с физической плотью и открыл глаза, разорвав связь со своим хранителем. Он обратил взгляд на Фозиса Ткара. Солнце уже спускалось, но светило еще ярко, и Ариману пришлось прищуриться от отраженных солончаком лучей и даже прикрыть глаза ладонью. «Ну?» — нетерпеливо спросил Фозис Ткар. «Я не знаю», — сказал Ариман. «А Эдпио не видит ничего, кроме мертвых камней». «И ютипа тоже», — добавил Фозис Ткар. Он присел на корточки, и беспокойные мысли подняли в воздух соляную пыль. Его тревога отзывалась в мозгу Аримана электрическими искрами. «Почему взгляд хранителей не может проникнуть глубже?» «Кто знает, Ариман не смел даже самому себе признаться. Насколько сильно он встревожен. Я думал, ты сумеешь туда заглянуть. В конце концов, ты же корвит». «Здесь это не поможет», — заметил Ариман и плавно поднялся на ноги. Он отряхнул кристаллы соли, осевшие на украшенных надписями пластинах темно-красной брони. Все тело напряглось, и мышцам после полета в эфире потребовалось некоторое время, чтобы восстановить контроль над конечностями. «В любом случае не думаю, что было бы разумно проверять это в здешнем мире. Стены между нами и Великом океаном слишком тонкие. Кроме того, здесь очень много ненаправленных потоков энергии». «Вероятно, ты прав», — согласился Фозис Ткар. «Вдоль старого шрама, пересекавшего его выбритый череп, на шею скатывались капельки пота. Думаешь, мы потому и задержались на этой планете?» «Вполне возможно», — кивнул Ариман. «Здесь присутствует сила, но Акхору благополучно прожили не одно столетие, не испытывая никаких отрицательных последствий и не подвергаясь мутации. Это стоит исследовать». «Конечно», — подтвердил Хадхор Маак, «по всей видимости, не слишком страдавший от палящего зноя». «В этих пропеченных солнцем скалах больше нет ничего интересного, и я не доверяю Акхору. Я уверен, что они что-то скрывают. Как можно прожить в подобном месте так долго, без всяких признаков мутации?» Атаримана не укрылось раздражение, с каким его друг-капитан буквально выплюнул последнее слово. «В отличие от Аримана и Фозиса Ткара, Хадхор Маат обладал бледной и гладкой, как отполированный мрамор кожей, а его золотистые волосы словно были позаимствованы с героических мозаик Атениума. На его красивом лице не было ни одной капли испарины. «Мне все равно, как они этого достигли», — сказал Фозис Ткар. «Это место наводит на меня скуку. Прошло уже шесть месяцев, и нам давно пора отправиться в скопление причал Ковчега. Нас ждет сорок седьмая экспедиция Ларгара, и РУС тоже. И можете мне поверить, не стоит заставлять волков ждать больше, чем это необходимо. Примарх приказал остаться, и мы остаемся», — заметил Ариман. Собек, его преданный практик, шагнул вперед и протянул кубок с прохладной водой. Ариман одним глотком осушил сосуд, но покачал головой, когда Собек приподнял бронзовый кувшин, чтобы снова наполнить кубок. «Нет, отнеси это летописцу Эриди», — приказал он. «Она сейчас где-то в мертвых камнях, и вода ей нужнее, чем мне». Собек кивнул и без единого слова покинул шатер. Боевая броня Аримана охлаждала его тело, сохраняя влажность и отражая значительную часть тепла. Летописцы, спустившиеся на поверхность, не имели подобного снаряжения, и уже ни один из них был вынужден вернуться в медицинский отсек Фатепа из-за тепловых ударов и обезвоживания. «Ты балуешь эту женщину, Азик», — заметил Хадхор Маат. «Не так уж и жарко». «Тебе легко говорить», — вмешался Фозис Ткар, вытирая под солба клочком ветоши. «Но не всем же быть паванидами. Кое-кому приходится бороться с жарой собственными средствами. При надлежащем упорстве, постоянных медитациях и внутренней дисциплине ты мог бы достичь такого же мастерства, каким обладаю я», — заявил Маат. И, несмотря на шутливый тон, Ариман понимал, что его друг говорит серьезно. «Вы, рапторы, слишком воинственны, но не так уж трудно овладеть несколькими необходимыми исчислениями». Фозис Ткар нахмурился, и земли рядом с ним взмыла вверх плотная гроздь соляных кристаллов, направленная в голову Маата. Но она не достигла цели, перехваченная молниеносным движением руки воина. Маат раздавил кристаллы, и соль высыпалась сквозь пальцы. «Я надеюсь, ты способен не только на это?» «Хватит», — сказал Ариман. «Вам обоим следует тщательнее контролировать свои силы. Не стоит устраивать дешевые спектакли, особенно поблизости от простых смертных. Зачем же терпеть их присутствие?» — удивился Маат. «Отошли ее вместе со всеми остальными, вот и все». «Вот и я постоянно твержу ему то же самое», — подхватил Фозис Ткар. «Если уж ей так хочется изучать Великий Крестовый Поход, надо отправить ее в Легион, добившийся бессмертной славы. К ультрамаринам, например, или к несущим словам. У нас ей нечего делать». Эти доводы были хорошо знакомы Ариману, поскольку он не раз выслушивал их от своих товарищей капитанов. Хотя Ткар не обладал достаточным красноречием, этим свойством в большей мере отличался Калофис, капитан Шестого Братства. Какую бы идею ни высказывал Ткар, Калофис мог выразить ее более красочно. «Разве мы не достойны того, чтобы о нас вспоминали», — возразил Ариман. «Из всех трудов Ордена Летописцев, которые я прочел, произведения Калисты Эриды отличаются наибольшей проницательностью. Почему же нам не войти в анналы истории Великого Крестового Похода?» «Ты сам знаешь, почему», — сердито бросил Фозис Ткар. «Не так давно добрая половина Империума еще желала нам смерти. Они боятся нас». «Они боятся того, чего не понимают», — покачал головой Ариман. «Примарх сказал, что страх происходит от невежества, и мы должны рассеять этот страх светом знаний». Фозис Ткар насупился и мысленным взором вырезал спираль на поверхности соляного кристалла. «Чем больше они узнают, тем сильнее будут нас бояться. Попомни мои слова», — мрачно придрек он. Ариман проигнорировал его замечания и вышел из шатра. Ощущения странствия в тонком теле уже почти полностью рассеялись, уступив место физическим свойствам материального мира, опаляющему жару, от которого кожа уже через час после приземления грозовой птицы приобрела красновато-коричневый оттенок неистребимой пленки маслянистой испарины, покрывавшей его крепкое тело и резким запахом, нагретой солнцем соли и пряностей, а еще бушующим эфирным ветрам, свободно носившимся над поверхностью этого мира. Ариман чувствовал, как сила течет сквозь его тело. Психический потенциал был подобен яркому следу кометы и пробуждал желание преобразовать энергию в нечто осязаемое. Более сотни лет тренировок позволили ему свободно пропускать поток сквозь себя, не доводя до опасного повышения эфирного потенциала. Как незаманчиво было уступить его натиску, Ариман слишком хорошо сознавал опасность. Он прикоснулся рукой к серебряному дубовому листу на правом наплечнике, сделал глубокий вдох и при помощи нескольких стров исчисления успокоил свое эфирное поле. Ариман взглянул на возвышающуюся гору, задумался о силах ее воздвигших и о том, чем занят внутри нее примарх. Он и не подозревал, насколько слеп, пока не лишился дара заглядывать за пределы видимого мира. — Где же он? — прошептал Фозис Ткар, вторим мыслям Аримана. Прошло уже четыре часа с тех пор, как Магнус Красный вместе с Екири и его племенем ушел внутрь горы, и с тех пор капитанов не покидало тревожное напряжение. — Ты о нем беспокоишься, не так ли? — спросил Хадхор Маат. — С каких это пор ты овладел мастерством от инейцев? — усмехнулся Ариман. — Мне этого не требуется, и так понятно, что вы оба встревожены, — ответил Маат. — Это очевидно. А ты? — поинтересовался Фозис Ткар. — Магнус сам в состоянии о себе позаботиться, — напомнил Хадхор Маат. Он сказал, чтобы мы его ждали. Примарх Тысячи Сунов действительно приказал им дожидаться его возвращения, но Ариман не мог отделаться от неприятного ощущения, что происходит нечто ужасное. — Ты что-нибудь видел? — не удержался от вопроса Фозис Ткар, заметив выражение его лица. — Ты что-то увидел во время странствий по Великому океану, не так ли? — Говори. Я ничего не видел. В голосе Аримана прозвучала горечь, а развернувшись, он снова пошел в шатер и открыл длинный оружейный ящик, сделанный из дерева акации и украшенный нефритами. В первую очередь Ариман пристегнул к поясу кобуру с пистолетом, настоящим произведением искусства оружейников, как и все, что выходило из мастерских Саламандр-Вулкана. Боковые поверхности оружия были выполнены в виде острых ястребиных крыльев, а рукоятка отделана тисненной кожей. Затем он достал длинный посох Хеку и слоновой кости с искривленным лезвием на конце и с золотыми накладками на рукояти, усиленной голубыми медными полосками. — Что ты задумал? — спросил Хадхор Маат, когда Ариман вышел из шатра в полном боевом снаряжении. — Я возьмусь, Эхмет, и поведу их в гору, — ответил Ариман. — Вы со мной? Лемюэль Гамон привалился спиной к одному из мертвых камней у подножия огромной горы, стараясь не высовываться из тени, и пожалел, что не отличается миниатюрностью. Он вырос в кочевом улье на континентальных просторах Норд-Африки и привык к жаре, но этот мир сильно отличался от его родной планеты. Длинная легкая рубаха из льна, укрывавшая тело Лемюэля, пестрела разноцветными вышитыми изображениями переплетающихся молний, спиралей и различных малопонятных символов. Одежду по его собственному дизайну изготовил слепой портной из мелкой мастерской в Сангхи, а рисунки были взяты с древних свитков, хранившихся в его секретной библиотеке на вилле в Мабае. Темнокожий и гладковыбритый человек не сводил взгляда глубоко посаженных глаз с лагеря тысячи сынов и время от времени делал пометки в пристроенном на бедре блокноте. В Солончаковой долине стояло около сотни алых шатров с поднятыми полотнищами, и каждый из них вмещал один из отрядов легиона. Лемиэль записал представленные там братства – тайные Скоробеи Аримана, четвертое братство Ангхну Анина, шестое братство Калофиса, третье – Хадхора Маата и второе – Фозеса Ткара. Под горой собрались значительные воинские силы Астартес. В окружающей атмосфере ощущалась странная напряженность, но Лемиэль не мог определить, чем это вызвано. Они явно не ожидали нападения врагов, но также явно проявляли беспокойство. Лемиэль перекрыл глаза и позволил своему духу последовать за потоком силы, от которой воздух дрожал не меньше, чем от невыносимого жара. И с закрытыми глазами он ощущал энергию этого мира, представлявшуюся ему разноцветной паутиной, более яркой, чем величайшие полотна сирены Де Анжела и Келла на роже. Позади мертвых камней, черной непроницаемой стеной, плотной, как адамантий, стояла гора. Но на плоской солончаковой равнине картина разительно менялась и сверкала яркими красками. Лагерь Тысячи Сунов представлялся адской мешаниной цветов, словно застывший атомный взрыв. Но даже в этом сиянии выделялись особенно яркие огни, и три таких выдающихся разума собрались в шатре, который, как было известно Лемиэлю, принадлежал капитану Ариману. В мыслях этих троих что-то назревало, и Лемиэль от всей души пожалел, что недостаточно силен, чтобы приблизиться к ним. В центре лагеря обычно пылал огонь, сравнимый разве что с сиянием суперновой звезды на фоне мерцающих свечей, но сегодня его не было видно. Возможно, в этом и состояла причина тревоги Тысячи Сунов. Их прославленный предводитель отсутствовал. Разочарованный Лемиэль отвлекся от лагеря Астартес и позволил мысленному взору переместиться на убогие жилища Акхору. Вырытые в высушенной земле норы выглядели настолько же безжизненными и темными, насколько лагерь Тысячи Сунов искрился красками и жизнью. Обитатели Акхору были такими же неинтересными, как Солончаковая долина, без малейшей искры духовной жизни. Лемиэль открыл глаза, и, чтобы уменьшить сердцебиение, прочел мантру Сангомы. Затем он сделал глоток из обернутой полотном фляги. Вода была теплой и мутной. Но, тем не менее, удивительно вкусной. Рядом с ним в свертке лежали еще три полные фляги. Но эта вода предназначалась для второй половины дня. После захода солнца надо будет снова их наполнить, поскольку с наступлением темноты безжалостная жара лишь слегка ослабевает. И как можно жить в такой жаре? Уже не в первый раз удивился он вслух. А они и не живут, — раздался позади него голос, вызвавший у Лемиэля улыбку. Основное население сосредоточено в плодородных поймах рек на севере или на западном побережье. — Это ты так говоришь, дорогая Камила, — возразил он. На добровольное переселение из цветущих областей в это унылое место кажется мне абсолютно нелогичным. Его собеседница появилась в поле зрения. И Лемиэль прищутился от яркого солнца, глядя на молодую женщину, одетую в облегающую блузку, легкие укороченные брюки и запыленные сандалии. На шее у нее висело комбинированное устройство и звук самописца и пиктора, а из полотняной сумки на плече торчали блокноты и альбомы с зарисовками. Камила Шивани в темных защитных очках с ее смуглой от солнца кожей и длинными черными волосами, свисавшими из-под свободно повязанного шелкового тюрбана, являла собой превосходное зрелище. Лемиэлю очень нравились ее покрытое загаром лицо и решительные манеры. Она улыбнулась, глядя на него сверху вниз, и он ответил своей самой привлекательной улыбкой, на какую был способен. Все это было напрасно. Такие, как он, не привлекали Камилу, но проявить вежливость никогда не мешало. «Лемиэль, когда дело касается людей, даже самых дальних и затерянных колоний, невозможно логическим путем объяснить их поведение, и тебе это должно быть хорошо известно», заметила Камила, стряхивая пыль с тонких перчаток, в которых обычно работала. «Это точно. Иначе зачем бы мы здесь торчали, когда нет ничего достойного упоминания в летописях», сказал он. «Ничего достойного? Чепуха! Здесь можно многое узнать», заявила Камила. «Для археоисторика возможно. Я целую неделю прожила Сокхору и исследовала руины, на которых расположены их поселения. Это удивительно. Ты обязательно должен пойти со мной в следующий раз». «Я? И что я могу там узнать?» – пожал плечами Лемиэль. «Я изучаю развитие общества после приведения к Согласию, а не мертвые развалины». «Да, на прошлое оказывает влияние на будущее. Тебе должно быть известно, что невозможно сменить одну цивилизацию на другую, не учитывая историю предыдущей культуры». «Верно. Но Акхору, как мне кажется, не обладают значительной историей», – грустно заметил Лемиэль. «Я не думаю, что после прихода Империума от их культуры вообще что-то останется. Возможно, ты и прав, но тем более важно успеть изучить их общество». Лемиэль поднялся на ноги, и даже это незначительное усилие вызвало обильное выделение пота. «Этот климат не подходит для толстяка», – пробормотал он. «Ты не толстый», – сказала Камила. «Ты просто щедро одарен природой. Это великодушно с твоей стороны, но я не питаю на свой счет никаких иллюзий». Лемиэль стряхнул с рубахи приставшие кристаллы соли, а затем окинул взглядом круг мертвых камней. «А где твои компаньоны?» Ангхуанин час назад вернулся на Фотеп, чтобы заглянуть в списки Розетты. «А госпожа Эрида», – поинтересовался он. Камила усмехнулась. «Кали копирует рисунки на мертвых камнях восточного склона горы. Она скоро должна вернуться». Калиста Эрида, Камила и Ангхуанин провели немало времени в бесплодных попытках расшифровать изящные, плавные руны, покрывавшие мертвые камни. До сих пор они не достигли больших успехов. Но если кто-то и мог постичь значение загадочных надписей, то только эта троица. «Вы уже приблизились к разгадке надписей на мертвых камнях?» – спросил Лемиэль, махнув рукой в сторону древних менгиров. «Мы над этим работаем». Камила сбросила с плеча сумку и сняла с шеи пиктор. Кали уверена, что это одна из форм протоэльдарского наречия, более древнего, чем сами эльдары, из чего следует, что понять его точный смысл почти невозможно. Но Ангху Анин утверждает, что на Проспера имеются рукописи, способные пролить свет на эту головоломку. «На Проспера?» – внезапно заинтересовался Лемиэль. «Да, в Атениуме, в какой-то огромной библиотеке в домашнем мире тысячи сынов». «А что еще он говорил о библиотеке?» – спросил Лемиэль. Камила пожала плечами, сняла защитные очки и потерла уставшие глаза. «Вроде бы ничего. А в чем дело?» «Ни в чем», – сказал он и улыбнулся подошедшей калисти, радуясь возможности сменить тему. Эта красивая женщина с оливковой кожей, одетая в просторную джалабу, при желании могла бы завоевать сердца всех летописцев-мужчин, приписанных к 28-й экспедиции, хотя их было не так уж и много. В регионе тысячи сынов было принято тщательно отбирать тех, кто удостаивался чести сопровождать воинов в боевых походах и описывать их подвиги. Так или иначе, Калиста отвергала все ухаживание и большую часть времени проводила в обществе Лемиэля и Камилы. Он же и не мечтал о связи ни с одной из этих женщин, довольствуясь дружбой с двумя исследовательницами неизвестного. «С возвращением тебя, дорогая!» – произнес он, и, пройдя мимо Камилы, взял Калисту за руку. Кожа ее была сухой и горячей. На пальцах остались темные пятна от копировальной бумаги, свернутые листы, которые торчали из наплечной сумки. Калиста Эрида изучала историю, и полем ее деятельности были способы получения и передачи информации древними народами. На борту Фотепа в библиотеке она как-то раз показала Лемиэлю гололитические пикты старинного текста, известного под названием «Шидзы» – исторические записи о древних императорах исчезнувшей культуры Терры. Калиста объяснила, что точность изложения в этом произведении вызывает сомнение, поскольку просматривается старание автора опорочить императора, предшествовавшего тому, которому он служил. Таким образом, утверждала она, любой исторический текст можно истолковывать только после того, как будут известны пристрастия и предубеждения составителя. — Лемиэль, Камила! — обратилась к ним Калиста. — Нет ли у вас воды? Я забыла взять запасную флягу. Лемиэль хихикнул. — Только ты способна в таком мире забыть о дополнительной порции воды. Калиста кивнула и провела рукой по золотисто-рыжим волосам и по красневшему от загара лицу. Ее зеленоватые глаза заблестели от веселого смущения, и Лемиэль понял, почему эта женщина привлекала к себе внимание всех мужчин. Она казалась настолько уязвимой, что каждому мужчине хотелось ее либо защитить, либо изнасиловать. Как ни странно, сама она об этом как будто и не догадывалась. Лемиэль присел рядом со своей сумкой, чтобы достать фляжку, но Камила вдруг дернула его за рукав. Смотри-ка, похоже, нам что-то несут. Он обернулся и прикрыл ладонью глаза от яркого солнца. К ним направлялся один из астартес с бронзовым, продолговатым кувшином в руках. На гладко выбритом черепе воина выделялся пучок оставленных черных волос. Лицо, покрытое золотистым загаром, было до странности плоским, а темные глаза смотрели из-под лобья, как у кобры. При виде холодного мерцания силы, окутывавшего астартес, Лемиэля, несмотря на жару, пробрала дрожь. «Собек», — произнес он, — «ты его знаешь?» — спросила Камила. «Понаслышке. Он один из ветеранов легиона, состоит в отряде тайных скоробеев, и еще он является практиком капитана Аримана», — пояснил Лемиэль. Заметив недоуменный взгляд Калисты, он добавил, — «по-моему, это что-то вроде показателя степени квалификации, например, особо одаренный ученик». Ага. Воин остановился и навис над ними несокрушимой керамитовой глыбой. Его боевая броня была затейливо украшена, и в символах, начертанных на красных пластинах, Лемиэль заметил точно такие же, что были вышиты на его рубахе. На правом плече Собека красовался золотой скоробей, а на левом наплечнике была выгравирована звезда с извивающимися лучами, эмблема тысячи сынов. В центре звезды виднелась черная голова ворона. Она была меньше, чем скоробей, но, судя по расположению, имела большое значение. Это был символ корвидов — одного из братств тысячи сынов. Хотя за все время работы в двадцать восьмой экспедиции, Лемиэль так и не смог почти ничего узнать о его доктрине. «Лорд Ариман посылает кувшин с водой», — произнес Собек. Его звучный, раскатистый голос, казалось, доносился из самой глубины грудной клетки. Лемиэль решил, что это обусловлено значительными метаморфозами, которым подвергался организм человека при превращении в Астартес. «Весьма великодушно с его стороны», — сказала Камила и протянула руки, чтобы взять сосуд. «Лорд Ариман приказал передать воду летописцу Эриде», — заметил Собек. Камила нахмурилась. «Ладно, вот и она». Калисто с благодарной улыбкой приняла кувшин. «Передай, пожалуйста, лорду Ариману мою благодарность», — сказала она, опустив тяжелую ношу на землю. «Я польщена его вниманием». «Я передам твои слова, когда он вернется», — прообещал Собек. «Вернется?» — переспросил Лемиэль. «А куда он ушел?» Астартес едва удостоил его вниманием и, развернувшись, зашагал обратно к лагерю. Он не ответил на вопрос, но Лемиэль успел заметить его взгляд, брошенный в направлении горы. «Не слишком дружелюбный тип, не правда ли?» — заметила Камила. «Неудивительно, что нам здесь не слишком весело. Я тебя понимаю, никто из них не рад нашему присутствию, правда?» «Некоторые относятся к нам довольно хорошо», — возразила Калисто. Она попыталась перелить воду в свою флягу, но умудрилась пролить на землю большую часть жидкости. «Анг Хуанин не раз нам помогал, разве не так?» «А капитан Ариман всегда приветлив со всеми летописцами. Я немало узнал от него о Великом Крестовом Походе. «Дай-ка я тебе помогу», — предложил Лемиэль, опускаясь на колени и поддерживая кувшин. Как и все предметы, изготовленные Астартес или для Астартес, сосуд был слишком громоздким и тяжелым для рук смертных. Тем более, что в нем осталось еще довольно много воды. «Я бы с удовольствием почитал накопившиеся у тебя материалы», — сказал Лемиэль. Конечно, с улыбкой отозвалась Калисто, и душа Лемиэля наполнилась ликованием. «А как по-вашему, куда отправился Ариман?» — спросила Камила. «Мне кажется, я это знаю», — заговорщически усмехнулся Лемиэль. «Хотите посмотреть?» Все Хмед, Тайные Скоробеи, Ветераны Магнуса — все эти имена свидетельствовали о воинской гордости и величайшем уважении. Все члены этого отряда достигли ранга философа, последней ступени, на которую может подняться воин до того, как быть допущенным к испытанию Доминус Лименис. И они были лучшими и ярчайшими представителями Легиона. Эти воины, преодолев свои антипатии и склонности, отрешившись от смертности и сознания собственного эго, сражались с невозмутимым спокойствием. Хан называл их автоматонами, Рус обвинял в недостаточной агрессивности, а Феррус Манус сравнивал их с роботами. А Риман, наслушавшись разговоров своего повелителя о примархе железных кулаков, подозревал, что последнее сравнение можно считать комплиментом. Одетые в громоздкую, багряную броню терминаторов, воины Сехмет, хрустя солью, выбрались из Солончаковой долины и поднялись к нижним отрогам горы. А Риман ощутил наверху присутствие своего хранителя и отметил его растерянность, вызванную приближением психической бездны, которая начиналась сразу за мертвыми камнями. Рядом с ним уверенные быстро шагали Фозисткар и Хадхор Маат. Мерцающие силуэты хранителей носились в небе, словно стая рыб, испуганная приближающимися хищниками. Как и Айт Пио, хранители его собратьев-капитанов испытывали страх перед зияющей пустотой горы. Для тех, кто еще не обрел эфирного зрения, хранители оставались невидимыми. Но для Астарт из тысячи сунов, наделенных особыми силами, они выглядели исключительно красиво. Айт Пио, служивший Ариману уже на протяжении целого столетия, представлял собой прекрасное зрелище вращающихся световых колец и глаз. Ютипа был огромным бесформенным сгустком энергии, таким же агрессивным, как Фозисткар. А Паеок виделся в облике орла, составленного из миллиона солнц, такого же самолюбивого и горделивого, как Хадхор Маат. Поначалу Ариман считал их ангелами, но это старинное слово было отвергнуто исследователями эфира, как слишком эмоциональное, слишком связанное с понятием божественности. Хранители были частицами изначального Творца, облеченными в форму и выполняющими определенные функции теми, кто обладал достаточными для этого силами. Он ненадолго установил мысленную связь с Аэдпио. Если Магнус действительно попал в беду, им придется разбираться без помощи хранителей. В его видениях не было ничего определенного, но интуиция подсказала Ариману, что надо готовиться к худшему. А Магнус, будучи магистром всех культов Проспера, учил, что извлекая содержание из течения Великого океана, следует доверять интуиции не меньше, чем откровенным видениям. Ариман подозревал беду. Афозис Ткар и Хадхор Маат ждали ее с нетерпением. 28-я экспедиция прибыла на Акхору три месяца назад. Официальным названием этой планеты в реестре военного совета было 28-16. Но в 15-м легионе этим обозначением никто не пользовался. Успешно приведя к согласию мир 28-15, 63 корабля экспедиции вынурнули из Великого океана, ожидая обнаружить систему унылых и безжизненных миров. Имелись сведения о том, что когда-то здесь существовала жизнь, но со временем она исчезла. Причины подобного катаклизма, поразившего целую систему, были никому неизвестны. Но когда флотилия приблизилась к центру, стало очевидно, что пятая планета каким-то образом пережила страшную катастрофу. Как Магнус узнал о существовании изолированной колонии людей, затерянной в удаленном уголке галактики, оставалось только гадать, поскольку не было отмечено никаких электромагнитных излучений, позволявших предполагать наличие жизни. При Хахте настоятельно советовал Магнусу продолжать путь, поскольку Великий Крестовый Поход был в самом разгаре, и Тысяча Сунов еще предстояло заслужить свою долю славы. Почти два столетия прошло с тех пор, как под громкое пение фанфар был начат Великий Поход. И за эти два столетия поисков и сражений множество миров присоединилось к зарождающемуся империуму человечества. Но Легион Тысяча Сунов участвовал в боях меньше ста лет. В ранние годы похода, предшествовавшие появлению Магнуса, а старт из Тысяча Сунов проявили особую генную нестабильность, что выражалось в спонтанном отторжении тканей, резком увеличении психического потенциала и других отклонениях от нормы. На них тотчас навесили ярлыки мутантов и неудачников. И какое-то время казалось, что Легион обречен на бесславную гибель на задворках истории Великого Крестового Похода. Но все изменилось, когда флотилия императора в забытом уголке галактики на планете Проспера отыскала Магнуса Красного. «Как я стал твоим сыном, так и они будут моими сыновьями», — заявил Магнус императору. И эти слова навсегда изменили судьбу Тысячи Сунов. После воссоединения с Легионом, несущим его генетическое наследие, Магнус призвал на помощь все силы своего возвышенного интеллекта для устранения вреда, нанесенного его необычными генами, и добился успеха. Магнус спас Легион, но для этого потребовалось значительное время. А Великий Крестовый Поход продолжался, так что его воины с нетерпением рвались в бой, чтобы сравняться в славе со своими собратьями. Экспедиционные флотилии Легионов по всей галактике разлетались от колыбели человечества и восстанавливали разрушенные связи. Примархи, словно соперничающие братья, боролись за право быть рядом со своим отцом, Но лишь один оказался достоин сражаться бок о бок со спасителем человечества — Хорус Луперкаль, примархи Легиона Лунных Волков и любимый сын Императора. Император, возглавив Лунных Волков и ультрамаринов Желемана, готовился обрушить свой ужасный гнев на зеленокожих Уланора. Эта война обещала стать самой суровой и жестокой. Кому же, как нелюбимому сыну, стоять рядом с отцом, когда требуется выбить дух из врагов-варваров? Война на Уланоре могла положить конец всем воинам, но тысячи сынов предстояло сражаться в другом месте. Несущее слово примарха Ларгара и космические волки примарха Лемана Руса в двойном скоплении звезд под названием «Причал Ковчега» вели войну против агрессивной планетарной империи, правители которой отвергли предложение Императора стать частью большого государства. Король Волков неоднократно призывал пятнадцатый легион принять участие в этих сражениях, но Магнус игнорировал все его обращения. На Акхору он обнаружил нечто более интересное. Он нашел гору. Глава вторая. Барабаны горы. Храм Сербатидов. Место мертвецов. С начала подъема прошло не больше двадцати минут, а Лемиэль уже успел пожалеть о своем предложении проследить за отрядом Астартес. Эту тропу, скрытую среди скал, он отыскал во время одной из частых одиноких прогулок по нижним склонам грандиозной горы. Ступени, искусно упрятанные в глубокой расщелине, всего в сотни метров от мертвых камней, петляли между скал и круто уходили вверх, образуя более прямой подъем, чем тот, которым воспользовались Астартес. Да, этот путь был намного короче, но ничуть не легче. Рубаха Лемиэля покрылась пятнами пота, и мужчина подозревал, что от него не слишком приятно пахнет. А стук сердца отдавался в ушах грохотом триумфальных барабанов, приветствующих самого императора. «Долго нам еще идти?» – спросила Камила. Она с радостью воспользовалась возможностью хоть немного углубиться в гору. А вот Калисто отнеслась к этой затее с меньшим энтузиазмом. Она восхищалась Астартес и немного побаивалась их. Но в первый момент мысль о слежке за тысячи сынов вызвала у Калисты приятное возбуждение. Теперь же, хотя Лемиэль и не мог прочесть ее ауру, по лицу женщины было ясно, что она сожалеет о своем согласии пойти с ними. Лемиэль остановился, глядя в отливающее металлическим блеском небо. Он попытался восстановить дыхание и утихомирить неистово бьющееся сердце. «Еще минут десять», – сказал он. «А ты уверен, что выдержишь столько?» – насмешливо спросила Калисто. «Все в порядке», – заверил ее Лемиэль и отхлебнул из фляжки. «Я уже поднимался сюда. Мне кажется, осталось совсем немного». «Только не вздумай на меня падать», – предупредила его Камила. «Мне совсем не улыбается тащить тебя вниз. Тогда можешь скатить меня по склону», – через силу пошутил Лемиэль. «Нет, серьезно», – настаивала Камила. «Ты уверен, что сможешь подняться?» «Я в порядке», – повторил он, демонстрируя уверенность, которой не чувствовал. «Поверь, трудности того стоят». Внизу, среди мертвых камней, затея показалась всем троим увлекательным приключением. Но сейчас все чувства Лемиэля словно онемели. Ему будто заткнули уши и завязали глаза. Снизу гора казалась черной стеной небытия. Но по мере подъема Лемиэля охватывало ощущение, что эта пустота постепенно заглатывает их. Он передал фляжку женщинам, радуясь, что Камила и Калиста тоже остановились на отдых. День клонился к вечеру. На жара ничуть не спадала. Хорошо еще, что здесь было нетрудно отыскать тень. Короткая передышка не нарушила их планов, поскольку на подъем по второму пути Астартес потребуется не меньше часа. Лемиэль снял с шеи платок и промокнул лицо. Ткань тотчас напиталась влагой, и летописец поморщился. Камила, запрокинув голову, посмотрела на уходящие вверх ступени. «Куда все же ведет эта тропа?» – спросила она. «Там наверху есть плата», – пояснил Лемиэль. «Что-то вроде смотровой площадки». «Смотровой площадки?» – переспросила Калиста. «Но для чего?» – «Она нависает на широкой долине, которую я назвал храмом Сербатидов». «Сербатидов?» – удивилась Камила. «Кто это?» «О них говорится в древней легенде моей родины», – ответил Лемиэль. «Сербатидами называли расу гигантов из эфиопского царства Мирео». «На почему ты назвал это место храмом?» – спросила Калиста, напуганная самим этим словом. «Вы все поймете, когда сами его увидите». «Ты употребляешь слова, которые могут довести тебя до беды», – предупредила Камила. «Ни в коей мере, моя дорогая», – возразил Лемиэль. «Прежде всего, Астартес, Тысяча Сунов и сами отступники. Я думаю, они оценят мою иронию». «Отступники? О чем это ты?» – сердито спросила Камила. «Ни о чем». Лемиэль сообразил, что сболтнул лишнего. Утратив возможность читать ауры, он вдруг ощутил свою беспомощность. Просто неудачно пошутил. В подтверждение своих слов он широко улыбнулся к Алисте. И она тоже в ответ улыбнулась. «Пошли», – сказал Лемиэль. «Надо еще немного подняться. Я хочу показать вам нечто интересное». Дорога до Плата заняла у них еще полчаса. И к тому времени Лемиэль поклялся больше никогда не подниматься в горы, какими бы соблазнительными не были открывающиеся виды. Стук сердца с каждым шагом становился все громче. Так что Лемиэль пообещал себе сбросить вес, пока лишние килограммы его не убили. Небо потемнело и стало желтовато-коричневым. Но настоящей темноты здесь никогда не было. И Лемиэль мог не беспокоиться о предстоящем спуске. «Это восхитительно!» – воскликнула Калиста, оглядываясь на тропу. «Ты был прав, Лемиэль!» «Да», – согласилась Камила, доставая Пиктор. «Совсем неплохо!» Лемиэль покачал головой. «Я не имел в виду солончаки. Посмотрите туда!» – сказал он и указал на ряды тонких скал, стоявших на краю Плата, словно сталагмиты. Если бы у кого-то и возникли сомнения по поводу искусственного происхождения горы, вид этих сталагмитов, явно бывших остатками изогнутой балюстрады, мгновенно их развеял бы. «Туда!» – повторил он, еще задыхаясь после трудного подъема. «Взгляните туда!» Камила и Калиста подошли ближе к сталагмитам, и даже их позы выдавали восхищение увиденным. Лемиэль улыбнулся, радуясь, что не разочаровал спутниц, когда обещал им удивительное зрелище. Затем он выпрямился и потянулся. Дыхание уже вошло в норму. Только вот стук в ушах не утихал ни на секунду. «Ты не ошибся, называв это место храмом», – сказала Камила, снова переводя взгляд на долину. «Прекрасное зрелище, не правда ли?» – воскликнул Лемиэль, которому вернулась прежняя самоуверенность. «Да, но я не это имела в виду». Вот как? Лемиэль вдруг понял, что стук раздается вовсе не в его голове. Стук доносился из долины. Настойчивый, нескончаемый бой барабанов, одновременно угрожающий и гипнотизирующий. Рок от множества барабанов поражал чудовищной дисгармонией, раздражал Лемиэля и вызывал в спине тревожную дрожь. Едва передвигая уставшие ноги, заинтригованный Лемиэль присоединился к женщинам, стоявшим на краю плата. Положив руку на плечо Камилы, он глянул вниз. От удивления у него широко распахнулись глаза и даже приоткрылся рот. «Трон Терры!» — воскликнул Лемиэль. Ариман услышал бой барабанов и в какофонии звуков, отражавшихся эхом от склона горы, различил запрещенные с древних времен ноты. Этот звук не предвещал ничего хорошего. В долине явно происходило нечто неестественное. Воины Сехмет ускорили шаг, невзирая на огромный вес доспехов. «Это дурное предзнаменовение!» — произнес Фозис Ткар, прислушиваясь к усиливающемуся бою барабанов. «Проклятие! Мне не нравится это место! Я здесь словно слепой! Мы все здесь ослепли!» — подтвердил Хадхор Маат и посмотрел на верховье долины. Психическая слепота раздражала Аримана не меньше, чем Ткара. Как один из свободных адептов, он достиг значительных вершин мастерства, мог странствовать в эфире, общался с хранителями, усвоил процедуры вызывания духов и колдовства. Все Астартес, отряды Сехмет, были могущественными воинами и обладали силами, о которых простым смертным оставалось только мечтать. Каждый из них в одиночку мог покорять миры. Но в этом месте, лишенные своего могущества, они были простыми Астартес. Эта мысль вызвала улыбку на лице Аримана. Как высокомерно это звучит! Он по-прежнему продолжал внимательно следить за открывающейся впереди долиной. А в голове уже возникали тезисы научного трактата для его гримуара, рассуждения на тему о том, как опасна зависимость и излишняя самоуверенность. «Из этой ситуации можно извлечь урок», — сказал он. «Нам пойдет на пользу встреча с опасностью, когда мы лишены своих сил. А то мы расслабились и скоро забудем, как сражались когда-то». «Опять поучаешь», — проворчал Фозис Ткар. «Опять», — согласился Ариман. «И опять учусь. Каждый новый опыт — это возможность что-то узнать. И какой же урок я могу извлечь из этой ситуации?» — недовольно спросил Хадхор Маат. «Из всех троих Хадхора Маата больше остальных пугала вероятность оказаться беспомощным. И эта прогулка к горе стала для него самым суровым испытанием храбрости. Мы зависим от имеющихся у нас способностей», — пояснил Ариман, прислушиваясь к ощущению вибрации, передававшейся через подошвы бронированных ботинок. «И нам снова придется научиться драться так, как дерутся Астартес». «Зачем?» — воскликнул Хадхор Маат. «Мы одарены силой. В каждом из нас имеется частица могущества изначального Творца. Так почему мы не должны этим пользоваться?» Ариман покачал головой. Хадхор Маат, как и он сам, прошел через испытания «Доминус Лименис». Но его мастерство соответствовало уровню старшего адепта. Хадхор достиг уверенности в своих силах. Но ему еще только предстояло добиться единства личности и отказаться от своего эго, чтобы перейти на высший уровень исчислений. На это были способны лишь немногие из паванидов. И Ариман подозревал, что Хадхор Маат не относится к их числу. «Ты с таким же успехом мог бы послать нас сражаться голыми руками», — продолжал Хадхор Маат. «Возможно, настанет момент, когда так и придется сделать», — сказал Ариман. Тропа стала еще круче, а бой барабанов громче. Словно отвесные стены ущелья усиливали звуки. Взгляд Аримана, как это часто бывало в последнее время, притягивала громада горы. Вершину он не видел. Ее заслонял уходящий бесконечно вверх склон, над которым нависало безоблачное небо, ставшее из желтого, уже коричневато-оранжевым. Здесь естественное происхождение этой величественной вершины казалось еще менее вероятным. Слишком правильными были ее пропорции. Слишком приятны глазу ее формы. А добиться таких изящных линий и изгибов не смогли бы никакие природные силы. Ариману уже приходилось видеть столь совершенные произведения искусства. На Проспера. Пирамиды Витрувия и храмы Братства Тиски строились с учетом принципа золотого сечения и числовых последовательностей из книги Абака. При сооружении города света Магнус Красный усовершенствовал эти принципы. И от красоты и великолепия столицы у всех, кто ее видел, захватывало дух. Куда бы ни посмотрел Ариман, везде он видел свидетельства геометрического совершенства. Словно создатель горы тщательно изучил божественные пропорции древних, а потом сотворил этот участок суши по их проекту. Завитки спиралей образовывали на земле безукоризненные изгибы. Каменные столбы располагались через точные выверенные промежутки. А каждый поворот склонов и стен ущелий шел под строго определенным углом. Ариман мог только гадать, что за причина послужила основанием для создания столь величественного геоморфологического сооружения. Устье долины направляло звук барабанов в их сторону. Громкость то увеличивалась, то уменьшалась. Как поначалу показалось Ариману, совершенно произвольно. Но затем его усиленные чувства подсказали, что это не так. «Оружие к бою!» — приказал он. По его команде одновременно поднялось пять десятков стволов, штурмболтеры, огнеметы и недавно принятые на вооружение автоматические многоствольные пушки, способные выпускать по тысяче зарядов в минуту. Официально их называли штурмовыми пушками, но столь неблагозвучное имя не соответствовало мощи предыдущей инкарнации оружия. И нумерологические исследования перевели к тому, что в легионе тысячи сынов осталось ее прежнее обозначение — жнец. Адепты механикум не обладали незнаниями, недостаточной интуицией, чтобы понять значение имен и ужас, внушаемый удачно выбранным названием. Согласно нумерологии, числом пушки была девятка, и поскольку легион тысячи сынов образовывал писеджет из девяти братств, название пушки отлично прижилось. Ариман вызвал в памяти мантры, позволяющие прибегнуть к низшим исчислениям, чтобы замедлить процессы в усиленном организме, лучше усваивать информацию и не поддаваться страху, находясь в окружении врагов. В обычных условиях, после чтения мантр, его восприятие значительно обострялось, и окружающий мир становился более прозрачным. Но рядом с горой все пространство представлялось абсолютно безжизненным и непроницаемым. Впереди забрежил рассеянный свет факелов. Затем появились огни костров. Вибрация, передающаяся по земле, казалась Ариману сердцебиением самой горы. Неужели и он кажется кому-то ничтожной букашкой, ползущей по огромному телу, которую так легко смахнуть? «Загайя!» — скомандовал Ариман. И воины Сехмет образовали позади него ступенчатый треугольник. В других легионах это построение было известно как «наконечник копья». И хотя Ариману нравилось это грубоватое и ясное обозначение, он предпочитал древнее название, которому его научил император на острове крепости Дименсландет. К нему подошел Фозис Ткар, и Ариман отметил жажду жестокости, обуревающуюся брата капитана. В дальней части его мозга возник вопрос, почему он всегда называл Фозиса Ткара своим приятелем, но не другом. «Какие будут приказания?» — послышался взволнованный и напряженный голос Хадхора Маата. «Никакого насилия без моей команды», — ответил Ариман, включая общий для всего Сехмет Воксканал. «Это разведывательная миссия, а не военная. Но будьте готовы к тому, что она станет военной», — возбужденно добавил Фозис Ткар. «Сехмет умерит темперамент», — приказал Ариман, и при помощи исчислений изменил алхимию своего организма. «Соедините раздражительность с флегматичностью, и на первый план выведите оптимизм». Ариман услышал, как негромко забармотал Хадхор Маат. Обычно Паванит мог управлять состоянием духа сознательно, но, лишившись доступа к эфиру, Хадхор, как и все остальные, был вынужден прибегнуть к дисциплине, концентрации и самообладанию. Долина расширилась, и на гребне склона Ариман увидел цепочку фигур, напомнивших ему легендарных воинов Леонида, сражавшихся и погибших у фермопил. При виде возможных противников он не испытал ни ненависти, ни страха. От этих эмоций его избавляли низшие исчисления. Воины Акхору в одеяниях цвета заката, в кожаных доспехах и с длинными фолариками в руках, представляли собой точное воплощение варварских племен древней Терры. Но их внимание было приковано не к отряду, вторгшемуся в долину, а к чему-то в нижней ее части, чего Ариман не мог видеть за склоном. Пальцы Аримана крепко сжали обтянутую кожей рукоять болтера. Воины наверху обернулись на звук тяжелой поступи Астартес, и он увидел, что их лица закрыты масками из полированного стекла. Безжизненные и невыразительные маски напомнили ему посмертное покрытие из листового золота, накладываемое на лица меккенских царей, чтобы скрыть их гниющую плоть. На последнее заседание Рихахти Магнус пригласил для переговоров Етири, вождя племен Акхору, обитавших в окрестности горы. Горделивый вождь пришел в простой шатер Магнуса, в одеянии шифранового цвета и церемониальной зеркальной маски, принятой среди его народа. Етири был вооружен фаларикой и посохом Хекой, не слишком отличавшимся от тех, которыми пользовались капитаны Тысячи Сунов. Несмотря на столетия изоляции, отделявшей Акхору от Империума, Етири говорил четко и плавно и настойчиво просил Астартес воздержаться от посещения долины. Он сказал, что это священное для его народа место. Священное, именно так он и сказал. Подобное выражение могло вызвать гнев у многих легионов Астартес. Но Тысяча Сунов понимали первоначальный смысл этого термина, ничем не оскорбительное, доброкачественное, значительное, и не придавали внимания значению, относящемуся к религии. Для них это было место, лишенное несовершенства. Просьба Етири кое у кого вызвала подозрения, но Магнус дал слово, что Тысяча Сунов с уважением отнесутся к просьбе вождя. И до сего момента так оно и было. Сехмет поднялись на гребень долины, и Акхору раступились, блеснув лезвиями фаларик. Подобное оружие не могло испугать Аримана. Однако он не хотел начинать войну, в которой не было необходимости. Он продолжал идти навстречу воинам Акхору размеренным шагом, и вдруг изумленно уставился на представших перед его глазами стражей долины. Храм Братства Перидов на Проспера представлял собой огромную пирамиду из посеребренного стекла с вечно горящим огнем на вершине, выполненной в форме крестоцвета. А вместо золотых идолов, которые обычно стояли в храмах других братств, в пирамиде возвышалась боевая машина Легио Титаникус. Соискатели звания пираманта, по освещенному курильницами коридору из красного мрамора, проходили прямо к могучему владыке войны. Этот громадный титан, носящий гордое имя Канис Вертекс, когда-то сражался под знаменами Легио Асторум, и на его броне красовался черный диск, окруженный языками синего пламени. Принц с гигантской машины был убит, и модератусы тоже погибли в середине Великого Крестового Похода, когда Титан был повержен во время жестокой карательной кампании против варварских племен Зеленокожих на Каменке Тройке. Согласно приказу императора, Легион Тысячи Сынов вместе с Легио Асторум И в войском жизни евгенианцев пан Пасифика должен был выдворить эту расу жестоких ксеносов с трех планет Каменки-Ультизарны, на которые представлял права механику Марса. Ариман хорошо помнил жестокость той войны, ужасные кровопролитные и изнурительные бои, повлекшие за собой потери тысяч и тысяч воинов. После двух лет непрерывных сражений имперская армия все же одержала победу, и боевые знамена украсились множеством наград. Но победа далась им высокой ценой. Легион Тысячи Сынов лишился 873 воинов, и тогда Магнусу пришлось уменьшить численность, сократив количество братств до 50 жета. Еще большим огорчением для Аримана стала гибель Апофиса, капитана Пятого Братства и его лучшего друга. Воспользоваться этим словом Ариман решился только сейчас, когда Апофис был мертв. Канис Вертекс потерпел поражение на смертоносных полях Кориовалума в самом конце войны, когда столкнулся с огромной машиной зеленокожих, грубо сколоченной по образу и подобию их агрессивного божества. Поражение казалось неизбежным, но перед вражеским колосом в сиянии мощи эфира встал Магнус, подобный древнему богу войны. Два гиганта, один механический, второй из плоти и крови, унаследованные от императора, сошлись в горящих руинах, и, казалось, плачевный результат битвы не вызывал сомнений. Но Магнус воздел руки. Его оттороченный перьями плащ захлопал в порывах невидимой бури, и вся ярость эфира обрушилась на вражескую боевую машину ударом сверхъестественного огня, разорвавшего материю реальности и потрясшего весь мир до самого основания. Все, кто в тот день видел величественного примарха, унесут его образ с собой в могилу, и воспоминание о битве против отвратительной, раздувшейся машины навсегда останется в их душах неизгладимым шрамом. Перед вернувшимся с поля смертельного боя примархам все десять тысяч воинов почтительно склонили головы. Но весь контингент Легио Астором к тому времени был уничтожен, и Калофис, капитан Шестого Братства, решил увековечить память об их жертве, вернув Канис Вертекс на Проспера и поставив его молчаливым стражем в храме Перидов. Поклонники огня славились умением производить неизгладимое впечатление, но ничто не могло сравниться с гигантской боевой машиной, на броне которой играли оранжевые отблески неугасающего пламени. Ариман давно был знаком с невероятно масштабными произведениями культа Механикум, но и ему не приходилось видеть ничего, что могло бы подготовить к встрече со стражами долины. Все колосы, стоящие в конце долины, выглядели одинаково, и превосходили ростом даже Канис Вертекс. Как и гора, откуда они появились, машины производили загадочное и незабываемое впечатление. Эти высоченные и грозные двуногие сооружения походили формой на очень худого человека. Материал их корпусов, цвета слоновой кости, напоминал мрамор или керамику, и могло показаться, что все они вырублены из цельного блока. Их головы были выполнены в виде продолговатых воинских шлемов, усыпанных сверкающими драгоценными камнями. И из-за плеч, словно ангельские крылья, поднимались два плавно изогнутых гребня. Огромные стражи явно были готовы к войне. Одна рука каждой машины заканчивалась массивным кулаком, а вместо второй виднелась вытянутая на манер копья оружие, с тонкого дула которого свисали выгоревшие полотнища знамен. «Милостивая мать бездна!» воскликнул Фозис Ткар. Ариман почувствовал, как при виде этих могущественных символов войны рушится его с трудом обретенное спокойствие. Рядом с такими грандиозными сооружениями все, кто находился в долине, казались ничтожными пигмеями. Но он не мог не отметить определенной красоты гигантских машин. Так же, как и гармоничности самой долины, которую они охраняли. Кто бы ни был создателем горы, он обеспечил ее достойными стражами. «Что это?» спросил Хадхор Маад. «Не знаю», — признался Ариман. «Титаны ксеносов?» «Они отдаленно напоминают машины Эльдар», — заметил Фозис Ткар. Ариман согласился. Два десятилетия тому назад на окраине аномалии Пардус тысячи сынов обнаружили флотилию кораблей Эльдар. Встреча закончилась мирно, и обе флотилии последовали своим путем. Но Ариман не мог забыть изящество судов Эльдар и той легкости, с которой они скользили среди звезд. «Это должно быть боевые машины», — предположил Хадхор Маад. «Колофис умрет от зависти, когда узнает, что мы их видели». Его слова были недалеки от истины. Как и большинство перидов, Колофис наслаждался жестокостью любого конфликта. И если требовалось стереть с лица земли противника яростным огнем, можно было, не сомневаясь, обращаться именно к нему. «Уверен, так и будет», — согласился Ариман, с трудом отрывая взгляд от колосов. Кроме машин, в долине собралось множество людей из племени Акхору. И все они либо держали в руках зажженные факелы, либо в кровь разбивали ладони о барабаны. Фозисткар еще держал болт-пистолет в опущенной руке. И Ариман видел, как ему не терпится пустить оружие в ход. Хадхор Маад уже взял на изготовку Хеку. Воины, переступившие ступень Доминус Лименис и достигшие ранга Адепта могли при помощи посоха извлечь из эфира поток сокрушительной энергии. Но в этом месте Хека оставалась лишь символом высокого звания. «Придерживайтесь исчислений», — прошептал Ариман. «Никаких убийств без моего приказа». Около тысячи людей в плащах с капюшонами и зеркальных масках, собравшиеся в долине, окружили базальтовый алтарь, возведенный у зияющего входа в пещеру. По обе стороны от него стояли огромные стражи. Ариман сразу же понял, что пещера не была искусственно пробитым входом в гору. Вероятно, она образовалась в результате землетрясения. И темнота в пещере казалась гущей, чем темнота самого космоса. «Что здесь происходит?» — сердито спросил Фозест Кар. «Я не знаю», — ответил Ариман. Он медленно прошел между рядами раступившихся Акхору. И в их блестящих масках увидел отражение темно-красной брони Сехмет. Пение стало затихать. Бой барабанов постепенно прекратился. И в долине воцарилась полная тишина. «Куда они смотрят?» — прошепел Хадхор Маат. «Почему не двигаются?» «Они ждут наших действий», — пояснил Ариман. Маски не позволяли разглядеть выражения лиц Акхору. Но он не ожидал от собравшихся здесь людей враждебных поступков. Люди в зеркальных масках просто смотрели, как он ведет Сехмет к базальтовому алтарю. Гладкая поверхность жертвенника поблескивала в последних отблесках заходящего солнца, подобно глади темного пруда. На алтаре было сложено множество приношений. Браслеты, серьги, куклы из пучков водорослей, ожерелья, дары сотен людей. А от алтаря к темной расщелине в скале кинулись цепочки следов. Тот, кто их оставил, проделывал путь туда и обратно не один раз. Ариман опустился на колени, разглядывая следы. Афозис Ткар и Хадхор Маат задержались у алтаря. Что бы это могло означать, удивился Фозис Ткар. Пожертвование, попытался угадать Хадхор Маат. Он поднял с алтаря оживелье из меди и оникса и с недовольным видом его осмотрел. Кому? Снова спросил Фозис Ткар. В описании планеты не упоминается о подобной практике среди Акхору. Вероятно, но как иначе это можно объяснить. — Ятири говорит, что гора принадлежит мертвым, — сказал Ариман, обводя контур следа, оставленного кем-то более массивным, чем любой смертный или даже Астартес. — Может, это какой-то обряд поминовения, — предположил Фозис Ткар. — Возможно, — согласился Хадхор Маат, — но где же мертвецы? — Они внутри горы, — сказал Ариман и попятился от пещеры, снова заслышав бой барабанов. Он присоединился к своим воинам и воткнул рукоять Хеки в пыльную землю. Маски всех Акхору тотчас повернулись в сторону края долины. Снова послышалось протяжное пение, и люди стали короткими шишками двигаться вперед, ударяя рукоятками фаларик о землю в такт бою барабанов. — Мандала! — приказал Ариман, и Сихмет тотчас образовали кольцо вокруг алтаря. Раздались щелчки автозагрузчиков снарядов и треск активированных силовых кулаков. — Разрешаешь открыть огонь? — спросил Хадхор Маат, прицелившись в маску ближайшего Акхору. — Нет! — ответил Ариман. Он повернулся к зияющей тьме пещеры, откуда налетевший вихрь вынес облако пепла. Нас это не касается. Ветер источал мрачное отчаяние и прах миллионов, превратившихся в пыль тел, забытых в беспросветной глубине мира. А потом из пещеры, окутанной вихрями пепла, появился багряно-золотой величественный силуэт. Глава третья. — Магнус. Светилище. Ты должен его научить. Он никак не мог сосредоточиться. В голове Лемюэля мелькали только отдельные образы. Сияющая кожа, словно вены под ней, были наполнены пламенем. Могучие крылья из перьев и золотых пластин. Медно-красная грива, растрепанная и присыпанная пеплом, взметнулась над головой. И лицо — непрерывное мелькание света и плоти. Словно под кожей и мышцами скрывались не кости, а нечто более динамичное и энергичное. От такой картины у Лемюэля болезненно сжимались все внутренности. Но он уже не мог оторвать взгляд от этого высокого существа. Стоп! А действительно ли это создание так уж высоко? Ему казалось, что видение ежесекундно меняется, без каких бы то ни было видимых причин. В какое-то мгновение оно казалось гигантским. А затем, без всякого перехода, обычным человеком. А потом божеством или существом с миллионами глаз, сотканным из света. «Что это?» — едва слышно воскликнул Лемюэль. «Что они сделали?» Он не мог отвести глаз, хотя и сознавал, что горящий в сердце этого существа огонь представляет огромную опасность. Возможно, самую большую опасность этого мира. Несмотря на то, что этот огонь грозил обратить в пепел все, что окажется поблизости, Лемюэлю непреодолимо хотелось к нему прикоснуться. Поронзительный крик Калисты развеял очарование. Лемюэля затошнило, он упал на колени, и все содержимое желудка в одно мгновение выплеснулось на камни. Прерывистое дыхание слетало с губ облачками молочно-белого пара, а извергнутая масса мерцала, как будто обладала энергией, позволяющей вернуть прежнюю форму. Сам воздух вокруг бурлил потоками энергии, и мускулы Лемюэля наполнились силой, которую не могли остановить даже мертвые камни. Но прошло всего одно мгновение, и лужица на камнях стала обычной рвотной массой, а пар от дыхания рассеялся без следа. Лемюэль по-прежнему не сводил глаз с того существа, что появилось внизу, но его возбужденные чувства теперь уже воспринимали только материальную реальность мира. По лицу потекли слезы, и Лемюэль вытер их в рукавом рубахе. Калисто непрерывно всхлипывала и тряслась, словно в апоплексическом припадке. С крюченными, окровавленными пальцами она судорожно царапала землю. С губ срывалось, неразборчивое обормотание. «Должен выйти наружу», — расслышал Лемюэль. «Нельзя оставлять внутри. Огонь должен выйти. Или он меня сожжет». Она подняла голову, безмолвно умоляя о помощи. Но Лемюэль не успел даже шелохнуться, как у Калисты закатились глаза, и она упала лицом вниз. Он попытался броситься на помощь, но конечности отказывались подчиняться. Рядом с Калистой стояла Камила. Сильно побледневшая, она еще держалась на ногах, хотя ее и сотрясала мелкая дрожь. От благоговейного восторга она даже приоткрыла рот. «Он прекрасен! Как он прекрасен!» — протянула она. Нерешительно подняла Пиктер и сделала несколько снимков. Лемюэль сплюнул едкую желчь и тряхнул головой. «Нет», — сказал он, — «это чудовище!» Камила обернулась, и его сильно удивило выражение гнева на ее лице. «Как ты можешь так говорить? Взгляни на него!» Лемюэль крепко зажмурился, а потом чуть-чуть приподнял веки, чтобы еще раз взглянуть на невероятное создание. В его сердце все так же пылал огонь. Но если прежде он был опасно соблазнительным, теперь пламя успокоилось и гипнотизировало. А затем видение прояснилось, словно сфокусированный Пиктер. И Лемюэль смог рассмотреть истинный облик широкоплечего гиганта в величественных боевых доспехах из золота, бронзы и кожи. На боку в ножнах висел изогнутый меч с обсидиановой рукоятью и золотым лезвием, а с другой стороны — тяжелый пистолет внушительных размеров. Несмотря на то, что воин находился от него в нескольких сотнях метров, Лемюэль ясно и отчетливо видел его, словно образ из воспоминаний или созданный воображением. Он улыбнулся, оценив красоту, о которой говорила Камила. «Он и правда прекрасен», — сказал Лемюэль. «И как я раньше этого не разглядел». За плечами воина развивался плащ из перьев, к которому были прикреплены кадила и припечатанные воском пергаменты. Из нагрудника торчали черные изогнутые эбонитовые рога, и точно такая же пара поднималась за его плечами. Из-под пояса свисало светлое полотнище таборда, украшенное пылающим солнечным диском. А сбоку на золотых цепях была пристегнута тяжелая книга, переплетенная в толстую красную кожу. Золотая застежка на книге была закрыта свинцовой печатью. Этот фолиант приковал к себе взгляд Лемюэля, распознавшего в его содержимом безграничные знания и тайны Вселенной. Чтобы погрузиться в их глубины, Лемюэль был готов пожертвовать любыми сокровищами и даже своей душой. Кто-то тронул его за плечо, и Лемюэль позволил Камиле поднять его на ноги. При исполненной изумлении и радости девушка обняла его, доставив тем самым невыразимое удовольствие. «Я никогда не надеялась увидеть его так близко», — призналась Камила. Лемюэль не ответил, заметив, что из пещеры вышли еще двое. Первым показался предводитель Акхору в блестящей маске и оранжевом одеянии. А за ним шел худой мужчина, в запачканной пеплом одежде летописца. Но они оба ничего не значили. Величественное создание, полное света. Вот что было важно. Воин, словно услышав его мысли, поднял взгляд. Под золотым шлемом, увенчанным алым плюмажом, открывалось невыразимо прекрасное лицо, осененное мудростью старейшины или великого ученого. Камила права. Он красив. Безукоризненно красив. Не размыкая объятий, Камила и Лемюэль опустились на колени. И только тогда Лемюэль заметил, что совершенное создание портил один недостаток. Золотой глаз, сверкающий многоцветными искрами, моргнул. И летописец увидел, что воин смотрит на мир только одним этим глазом. Там, где должен был располагаться второй глаз, сияла гладкая и ровная кожа. Словно второй глазницы никогда и не было. «Магнус красный!» — прошептал Лемюэль. «Алый король!» Солнце Акхору, наконец, спустилось за горизонт. А в небе еще оставался его рассеянный свет. Ночь в этих местах была короткой, но хотя бы представляла милосердную передышку от изнаряющей дневной жары. По пути к шатру Примарха Ариман снял золотой шлем Дешрит и нес его на сгибе локтя. Связь с тайными силами Вселенной восстановилась сразу, как только он во главе с Эхмет миновал ряд мертвых камней. Свет Аэт-Пио снова засиял перед его глазами, и присутствие Хранителя освежало не хуже глотка прохладной и чистой воды. Радость Аримана при виде выходящего из пещеры Магнуса быстро потускнела, когда он заметил во взгляде Примарха разочарование. Увидев воинов, окруживших каменный алтарь, Магнус молча покачал головой. Даже здесь, где не действовали его усиленные органы чувств, Ариман остро ощущал могущество своего повелителя, мощь, превосходящую загадочное противодействие горы. Магнус прошел мимо, больше ни единым жестом не показав, что замечает их присутствие. Рядом с Примархом шагал представитель Акхору в блестящей маске, которого Ариман знал как вождя Якири, а следом торопливо семенил Махавасту Калемак, личный летописец Магнуса. На ходу он беспрестанно бормотал что-то в узкий прибор, и устройство, подвешенное к поясу, мгновенно фиксировало его слова. «Ты допустил ошибку», — произнес Хатхор Маат. «Нам не стоило сюда приходить». Ариман сердито обернулся. «Но ты с готовностью принял мое предложение. Это было лучше, чем сидеть и ничего не делать. Но я предупреждал, что Примарх приказал дожидаться его возвращения», — пожал плечами Хатхор Маат. При виде такого бесцеремонного самодовольства Паванида, Ариман едва не утратил самоконтроль, испытав сильнейшее желание ударить Маата. И от сознания его правоты становилось еще хуже. Он понимал, что должен был доверять словам Магнуса, однако уступил сомнениям. В лучшем случае ему придется публично принести извинения Етири. В худшем ему грозит исключение из Рихахти, внутреннего совета Тысячи Сунов, членов которого Магнус выбирал лично, доверяя им решать текущие проблемы Легиона. Состав совета постоянно менялся. Включение в Рихахти зависело от многих факторов, причем не последнюю роль играло положение Астартес в Легионе. Все братства Тысячи Сунов соперничали друг с другом в стремлении занять место в окружении Примарха, поскольку исходящие от Магнуса силы увеличивали и их могущество. Но течения эфира непрестанно менялись, и вместе с ними менялись и мистические возможности культов. Невидимые потоки, неблагоприятные для одного из направлений, наращивали могущество другого, и предзнаменования Великого океана читались в его непредсказуемых приливах и отливах, и очень детально истолковывались геомантами Легиона. В настоящее время наибольшим влиянием пользовались Периды, тогда как братство Корвидов, которому принадлежал Ариман, уже около 50 лет занимало низшее положение. Корвиды были ведущим братством в Легионе на протяжении нескольких веков, но в последние десятилетия их способность читать переменчивые линии будущего уменьшились до такой степени, что провидцы с трудом предсказывали даже самые близкие события. Течения Великого океана стали более бурными и мощными, и геоманты предупреждали о зреющем в тайных глубинах грандиозном шторме. На его причинах ничего сказать не могли. Слабые потоки поглощались разбушевавшимися приливными течениями, которые питали наиболее агрессивные направления, воспламеняя кровь тех, чье мастерство основывалось на нижних уровнях знаний. Все это объясняло заносчивую самоуверенность задиристых смутьянов вроде Калофиса и Ауромагмы, которые ходили с видом победителей, тогда как провидцам и колдунам, указывавшим дорогу тысячи сынов с момента основания легиона, пришлось отойти в сторону. Но Ариман ничего не мог с этим поделать, и только изо дня в день пытался восстановить связь с далекими образами будущего. Вскоре он прогнал все тревожные мысли и обратился к исчислениям, чтобы сосредоточиться. Перед ним уже возвышался шатер Магнуса. Огромная трехгранная пирамида из поляризованного стекла и золота, мерцавшая при вечернем свете наполовину погребенным в земле бриллиантом. Непроницаемая для взглядов снаружи и прозрачная изнутри, это сооружение превосходно соответствовало образу командира тысячи сынов. По углам стояло по терминатору из отряда тайных скоробеев с посохами-сехемами, которые заканчивались широкими лезвиями и штурмболтерами, прижатыми к нефритово-янтарным фигурам скоробеев на нагрудной броне. Вход в шатер преграждал брат Амсу, державший в руке развивавшийся на ветру стяг цвета слоновой кости и алой крови. Горделивая радость Аримана при виде знамени легиона отравляла горькое сознание того, что своим походом к горе во главе Сехмет он навлек на себя неудовольствие примарха. Ариман остановился перед Амсу, позволив ему прочитать его ауру, определявшую личность более точно, чем любое генное сканирование или молекулярный анализ. «Брат Ариман», — провозгласил Амсу, «добро пожаловать на Рихахте, лорд Магнус ожидает тебя». Внутреннее убранство своей простотой могло удивить любого посетителя. Учитывая окружающий легион тысячи сунов слухи и подозрения, простые смертные, удостоенные аудиенции Магнуса Красного, как правило, ожидали увидеть в его покоях эзотерические символы, колдовские устройства и прочие оккультные атрибуты. Вместо этого их встречали гладкие стеклянные стены и светлый пол, выложенный мраморной плиткой из глубинных шахт Проспера. Тщательно подобранные плитки из черного мрамора с золотыми прожилками образовывали расходящуюся из центра многовитковую спираль. Капитаны Братс стояли на линии спирали согласно своему положению в Рихахте, и Ариман тоже спокойно прошел по темным плитам, мимо собравшихся воинов к своему месту. В самом центре шатра лежал изображавший солнце золотой диск, вбиравший в себя чередующиеся темные и светлые линии. На золотом солнце стоял Магнус Красный. Примарх Легиона Тысячи Сунов был великим воином и не менее великим ученым, но производил впечатление человека, слегка смущенного своим положением среди равных. А Ариман знал, что это лишь необходимая маска, ибо кто мог встать лицом к лицу с существом, чей интеллект и багаж знаний превосходили самые смелые ожидания. Магнус обладал кожей цвета расплавленной меги. Его доспехи были изготовлены из чеканного золота и дубленой кожи. А кольчуга представляла собой настоящее произведение искусства из черненных колец адамантия. Роскошный алый плюмаж не спадал на рога, украшавший его броню. А тяжелый плащ из перьев своей яркостью мог поспорить с нарядом любых пернатых хищников. Из-под плаща виднелся край объемистого фолианта, переплетенного в ту же прочную кожу, что обтягивала рукоять пистолета Аримана. Эта кожа была снята с тела Психноина, злобного хищника Спроспера, который в древние времена едва не стер с поверхности планеты целую цивилизацию. Единственный глаз Магнуса переливался всеми оттенками, никогда не принимая одного определенного цвета. А на время собрания он остановился на изумрудной зелени с фиолетовыми искрами. Настроение примарха было невозможно угадать по выражению его лица. Но Ариман утешил себя тем, что его позиция на витках спирали не изменилась. Справа от него стоял Фозис Ткар, а напротив на витке спирали расположился Калофис. Позади и немного слева встал Хадхор Маат, а на следующем витке, правее, было место Утизаара. Статус воинов определялся не только близостью к центру спирали, но и миллиардом иных факторов, положением стоящего сзади воина, того, кто занимал место рядом и напротив. Имело значение и то, кто оставался на виду, а кто в тени. И крутизна дуги, проходящей от позиции воина до золотого диска. Все играло определенную роль в этом хороводе превосходства. Положение каждого члена рихахки затрагивало также его соседей. И разобраться в этой паутине иерархии было под силу только самому Магнусу. Ариман не мог прочитать ауры своих собратьев-капитанов и острое чувство отсутствия Аэтпио, но даже не пытался призывать его на время собрания, поскольку Хранитель не мог действовать в присутствии могущественного примарха. У самого Магнуса Хранителя не было. Да и чему мог научить фрагмент изначального Творца того, кто заглянул в глубины сущего и освоил все тонкости. Как только Ариман занял отведенное ему место, Магнус кивнул, и из тени в одном из углов пирамиды появился брат Амон и закрыл золотые двери шатра. До этого момента Ариман не видел Амона и не ощущал его присутствия, но то же самое относилось и ко всем остальным. Советник Магнуса и капитан Девятого Братства Амон лично занимался подготовкой скрытных, а у кселярии разведчиков тысячи сынов. «Святилище ожидает символа Тутмоса», — объявил Амон. Его красная броня, казалось, сливалась с тенями, собравшимися в углах пирамиды. Магнус кивнул и снял с пояса свой хопеш, затем шевельнул большим пальцем, и рукоять с легким свистом раздвинулась, превратив серповидный меч в оружие с длинным лезвием и высоким древком. Магнус стукнул древком по диску и стал чертить замысловатые символы. А Риман непроизвольно сжал зубы, мир вокруг него потускнел, и теперь пространство внутри пирамиды было надежно скрыто от посторонних взглядов. Неприятно сознавать, что они отрезаны от эфира, но зато их разговоры невозможно было подслушать ни с помощью технологий, ни психическими методами. Как-то раз Магнус похвалился, что невидимая завеса, покрывающая пирамиду во время Рихахти при помощи символа Тутмоса, непроницаема даже для самого императора. «Все ли собрались?» — спросил Риман, продолжая ритуал, поскольку являлся главным библиарием легиона. На Проспера члены Рихахти предпочитали бы общаться через эфир, но здесь тысячи сынов приходилось обходиться скудным набором слов человеческой речи. «Я Азик Ариман, Карвид», — продолжал он, — «если хотите быть услышанными, назовите свое истинное имя. Кто пришел для участия в Рихахти?» «Я пришел Фозист Кар, магистр храма Рапторов. Я пришел Калофис, магистр храма Перидов. Я пришел Хадхор Маат, магистр храма Паванидов. Я пришел Утизаар, магистр храма Атынейцев». Как только все капитаны назвали свои имена, Ариман кивнул. Слегка замешкался только Утизаар. Младший адепт лишь недавно поднялся до положения магистра храма, и каждый раз, глядя на него, Ариман не мог не горевать о гибели Апофиса. «Мы все собрались», — объявил он. «И нет никого лишнего», — добавил Омон. Магнус снова кивнул и, прежде чем заговорить, остановил взгляд своего единственного глаза на каждом из капитанов. «Я разочарован вашим поступком, сыны мои», — начал он. Его глубокий баритон придавал глубокий смысл каждому слову. Это были первые слова примарха, услышанные Ариманом по возвращении с горы. И хотя они звучали укором, он внимал им с радостью. «Этот мир может нас многому научить. А вы рискуете нашими возможностями, вторгаясь в священное для Ак-Хору место. Я приказал дожидаться моего возвращения. Почему вы не повиновались?» Ариман ощутил на себе взгляды всех остальных капитанов и напряженно выпрямился. «Это я отдал приказ, мой лорд», — произнес он. «Решение о походе в долину принято мной. Это мне известно». Магнус едва заметно усмехнулся. «Если кто-то и способен меня ослушаться, так только ты, Азик, верно?» Ариман кивнул, не зная, воспринимать эти слова как выговор или как похвалу. «Что ж, вы вступили на склон горы», — продолжил Магнус. «И что из этого следует?» «Мой лорд?» «Что ты ощутил?» «Ничего, мой лорд», — ответил Ариман. «Я ничего не почувствовал». «Вот именно». Магнус сошел с золотого диска и стал удаляться от центра, следуя светлой спирали. «Никто из вас ничего не почувствовал. Теперь вам известно, как чувствуют себя смертные в их тусклом и ограниченном мире, лишенные драгоценного дара, принадлежащего им по праву рождения, как эволюционирующей расе. «По праву рождения?» — воскликнул Хадхор Маат. «Как это?» Магнус повернулся в сторону магистра храма Паванидов, и его глаз вспыхнул пульсирующим голубым огнем. «Это право исследовать блестящую и манящую галактику и все ее чудеса. Право видеть ее удивительную мощь», — сказал Магнус. «Что это за жизнь? Всегда оставаться в тени, когда сверкающие чудеса мира видятся лишь едва различимыми фантомами». Магнус остановился рядом с Ариманом и положил руку ему на плечо. То была рука гиганта, но лицо, которое перед собой увидел главный библиарий, лишь ненамного превосходило его собственное. Черты Магнуса были словно отлиты из металла, и единственный глаз вновь вернул зеленый цвет. Ариман ощущал неизмеримую и непостижимую силу своего примарха, сознавая, что стоит рядом с живым солнцем, в котором слились воедино силы созидания и разрушения. В теле Магнуса было не так уж много плоти и крови. В основном оно состояло из энергии и воли, скрепленной императором при помощи древней науки. Ариман изучал сущность Великого океана с помощью самых выдающихся провидцев легиона. Но наполнявшая примарха сила осталась такой же чуждой для него, как космический корабль для первобытных дикарей. Акхору живут в мире, оливаемом эфирными ветрами, но остаются невосприимчивыми к его воздействию, продолжал Магнус, возвращаясь к золотому диску в центре пирамиды. Хопеш в его руке начал двигаться, описывая знаки, в которых Ариман узнал заклинание призыва. Если бы это случилось не в инертном пространстве пирамиды, на зов Магнуса явилось бы целое войско хранителей. Они каждый год приходят к горе, акхору приносят тела умерших к месту их последнего упокоения, в долину, и оставляют рядом с пещерой. И каждый раз, когда они возвращаются через год, оказывается, что тела исчезли, съеденные горой. Мы все убедились, насколько тонок в этом мире барьер, отделяющий реальный мир от эфира. Сущность Великого океана просачивается в этот мир, но на Акхору она не действует. Как такое возможно? Я не знаю. Но когда я решу эту задачу, мы еще на один шаг приблизимся к тому, чтобы наши братья увидели свет в сердце Вселенной. В этой горе заключена какая-то сила. Величайшая сила, но ее что-то сдерживает. И для Акхору это всего лишь энергия, поглощающая мертвецов. Я надеюсь, что Ятири простит вам вторжение в священную долину, поскольку без помощи его народа нам не раскрыть тайн этого мира. Энтузиазм примарха, увлеченного загадкой, оказался заразительным. И Ариман еще сильнее ощутил на своих плечах всю тяжесть совершенного проступка. «Я сделаю для этого все, что от меня потребуется, мой лорд», пообещал Ариман. «Сехмет выступили по моему приказу, и я постараюсь объяснить это Ятири». «Это не потребуется», — произнес Магнус. «Снова заняв свое место в центре пирамиды. Для вас всех имеется другое задание». «Приказывайте, мой лорд», — воскликнул Фозис Ткар, и все остальные подтвердили свою готовность. Магнус улыбнулся. «Вы, как всегда, меня радуете, сыны мои». Акхору не одиноки в своем убеждении, что этот мир особенный. Летописцы, отобранные для данной экспедиции, тоже это чувствуют, хотя и совершенно неосознанно. Вы должны быть приветливы с ними, должны подружиться и узнать их ближе. Мы слишком долго держали их на расстоянии. Пора показать, что наше отношение к ним смягчилось. В любом случае, император намерен сделать присутствие летописцев обязательным для каждой экспедиции. Поэтому постарайтесь проявить дружелюбие и сдержанное восхищение, чтобы завоевать их доверие, не дожидаясь указа. Изучайте влияние этого мира на них и записывайте результаты в гримуаре. Исследуя этот мир, мы должны исследовать и его воздействие на смертных и на нас самих. Вам понятно это задание? — Да, мой лорд! — откликнулся Хадхор Маат. И вслед за ним те же слова повторили остальные капитаны, пока не остался один ариман. Он ощутил на себе взгляд примарха и коротко поклонился. — Я все понял, мой лорд. — В таком случае рехахте закончен, — произнес Магнус и стукнул рукоятью посоха по солнечному диску. Из центра вырвался золотистый луч и окутал своим сиянием собравшихся воинов. Действие символа Тутмоса завершилось, и ариман ощутил, как его тело вновь омывает струи эфира. Омон раздвинул двери пирамиды. Ариман, поклонившись примарху, направился к выходу вслед за своими собратьями. — Азик! — окликнул его Магнус. — Задержись, пожалуйста. Ариман замер на мгновение, затем развернулся и прошел к центру пирамиды, готовясь принять наказание. Примарх, уже вернув оружию первоначальные пропорции, убрал хопеш в ножны. Слегка прищурив зеленый глаз, он оценивающе посмотрел на главного библиария. — Тебя что-то тревожит, друг мой. — Что именно? — История о людях в пещере, — сказал Ариман. — Та самая, что ты рассказал мне, когда я был еще неофитом, мой лорд. — Я помню ее, — кивнул Магнус. — Но что именно тебя беспокоит? — Если я правильно понимаю, суть истории в том, насколько бесполезно делиться нашими знаниями с тем, кто мыслит слишком узко. Как мы сумеем просветить наших друзей, если их зрение ограничено? — А мы и не будем этого делать, — сказал Магнус, увлекая Аримана по спирали к открытым дверям пирамиды. — По крайней мере, пока. — Это мне непонятно. — Мы не приносим свет человечеству. Мы ведем людей к свету, — пояснил Магнус. — Мы учим, как поднять сознание людей на высший уровень, чтобы они сами могли отыскать этот свет. Ариман ощутил страсть, овладевшую примархом, и сам захотел испытать такой же энтузиазм. Пытаться объяснять суть эфира смертным — то же самое, что растолковывает слепцу значение понятия желтого цвета. Они не хотят его видеть, они боятся его. — Понемногу, Азек. Будем двигаться мелкими шажками, — терпеливо объяснил Магнус. — Магнус, человечество уже начинает сознавать возможность психических сил. Но прежде чем бегать, надо научиться ходить с нашей помощью. — Твоя вера в человечество велика, — сказал Ариман, уже дойдя до самой двери. — Однажды они хотели нас уничтожить и могут повторить попытку. Магнус покачал головой. — Ты должен немного больше доверять им, мой сын. Поверь мне. — Я верю тебе, мой лорд, — воскликнул Ариман, — моя жизнь принадлежит тебе. И я ценю это, сын мой. Можешь не сомневаться, — сказал Магнус. Но я определил свой путь, и мне нужна твоя помощь, Азек. Остальные смотрят на тебя, и они пойдут туда, куда ты их поведешь. — Как прикажешь, мой лорд, — заверил его Ариман и почтительно поклонился. А теперь, когда ты начнешь приглядываться к летописцам, я хочу, чтобы особое внимание ты обратил на Люмиэля Гамона. — На Гамона? На толкователя эфира? — Да, на него. Он обладает некоторой силой, приобретенной, как мне кажется, после чтения трудов Сангома из Норд-Африки, — сказал Магнус. Он убежден, что нам ничего не известно, и предпринимает первые нерешительные попытки применить ее. Я хочу, чтобы ты его наставлял. Выясни, насколько он одарен, и определи, как он может воспользоваться силой безопасности для него и для нас. Если мы сумеем помочь ему, то сумеем помочь и остальным. Это будет нелегко. Он не посвящен в искусство исчислений. Вот поэтому ты и должен его обучить, — завершил беседу Магнус. Глава четвертая Приговор Танцующие во мраке Приглашение Вся планета была охвачена огнем, и пожары полыхали до самого горизонта. Небеса, взбудораженные избыточным давлением, разразились неестественно сильными разрядами молний. Водопады осколков стекла со свистом рассекали воздух, по улицам текло расплавленное золото, и прекрасные когда-то проспекты, украшенные статуями, превращались в выены под грохот снарядов и вопли убийц. В развалинах великолепного города, этого островка рая на земле, ужасновали грабители. Повсюду вокруг нее горели высокие сооружения из стекла, серебра и золота. А в воздухе, пародией на конфетти, летали миллиарды обрывков обгоревших бумаг. Во рту появился противный привкус крови. И хотя она никогда раньше не видела этого города, она оплакивала его уничтожение. Такая безукоризненная геометрия, такой возвышенный стиль. У кого могла подняться рука на это великолепное прибежище? Высокие серебряные башни рушились от жара пламени. Разбитые стекла блестящими водопадами осыпались из высоких окон, из пирамидальных верхушек. Отблески огней сверкали в каждом осколке. И во всех стеклах отражался огромный золотой глаз, истекающий кровавыми слезами. Ей хотелось прекратить это безумие, остановить кровопролитие, пока не стало слишком поздно, чтобы уберечь город от полного уничтожения. Но было уже слишком поздно. Его судьба была предопределена задолго до того, как упала первая бомба, и первые захватчики вторглись в его золотые дворцы, мощенные мраморные храмы и великолепные парки. Город был обречен, и ничто не могло изменить его участь. Мысль еще не до конца оформилась в ее мозгу, а она уже поняла, что это не так. Город можно было спасти. После этой мысли тучи внезапно рассеялись, и открылось восхитительно голубое небо. Солнечные лучи позолотили вершины гор, а гарь и запах сгоревшей плоти и металла сменились ароматами полевых цветов. Серебряные башни снова взметнулись к небесам. Замерцали бесчисленными стеклами высокие пирамиды, сулившие удивительно красочное будущее. Она в одиночестве бродила по улицам города, не задумываясь о направлении, без помех наслаждаясь поразительной красотой. Мягкий ветерок приносил острые и пряные ароматы, что предполагало наличие человеческой жизни. Но как бы она ни вглядывалась, нигде не было заметно никаких следов обитателей города. Это ее ничуть не смутило, и она продолжала прогулку, на каждом шагу обнаруживая все новые чудеса. Целый проспект мраморных библиотек и музеев был уставлен золотыми статуями, существ с соколиными головами. На другой улице источали сладковатый аромат ряды финиковых пальм. Серебряные львы, высотой в сотни метров, разинули пасти в безмолвном реве у входа в пирамиду, столь огромную, что она казалась настоящей горой, а не архитектурным сооружением. Могучие резные колонны с капителями в виде свитков обрамляли торжественные магистрали, по которым могли торжественным маршем пройти целые армии. В великолепных парках ее поражало смешение природных форм с творениями человеческих рук, настолько тесное, что было невозможно отличить одно от другого. Повсюду, куда бы она ни посмотрела, линии удивляли своим совершенством и гармонией, которая могла быть достигнута лишь безукоризненным сочетанием таланта и знания. Да, это было совершенство, о котором человечество могло только мечтать. Это было воплощение счастья, хотя она знала, что оно не может быть реальным, поскольку творение рук человеческих не может быть совершенным. Во всем есть хоть малейший изъян, и, как любой рай, это место не может существовать долго. И вот издалека донесся скорбный крик, настолько слабый, что его едва можно было услышать. К этому крику, принесенному из остывшей темноты безысходного будущего, присоединился еще один, и звуки, отраженные стенами пирамид, раскатились по пустынным улицам мрачным проклятием. Они отозвались высохшей, почти атрофировавшейся части ее мозга, воспоминаниями о тех первобытных временах, когда человек был просто добычей, прямоходящим гуманоидом, более самоуверенным, чем все остальные млекопитающие. Звук напоминал о похожих на сабли-клыках и когтях охотников, которые были старше человека. То был звук приговора. Калистая Рида резко села в своей походной кровати. Сердце отчаянно колотилось, кожа покрылась обильно испаренной, а в голове затихали призрачные вопли. Сон о неизвестном городе рассеивался, словно туман, уносивший видения сверкающих башен, серебристых пирамид и величественных проспектов. Она тяжело вздохнула и поднесла ладонь к голове, где уже нарастала пульсирующая боль. Мучительные толчки становились все сильнее. И тогда Калиста, прижав ладони к вискам, спустила ноги на пол. Нет, простонала она, опять, только не сейчас. Поднявшись с кровати, она неуверенно шагнула к стоящему в изножье ящику. Если удастся добраться до флакона с настойкой кавы раньше, чем в голове взорвется огонь, она сможет избежать мучительной ночи. Резкий спазм пронзил мозг, и она рухнула на колени. Сдавленно вскрикнула и привалилась к кровати. Калиста зажмурилась от боли, но и перед закрытыми глазами вспыхивали ослепительно белые огни. Желудок сжался в тугой комок, и она постаралась сосредоточиться на его содержимом, поскольку стены палатки уже закружились перед глазами. Внутри нее разгоралось кровавое пламя кошмаров. Она с трудом дышала от спазмов и непроизвольно комкала тонкую простыню с крюченными пальцами. Стиснув зубы, Калиста все же пыталась доползти до ящика с вещами, но боль взорвалась в мозгу мощной бомбой, и пламя этого взрыва пронеслось по нейронам и синапсам, опаляя кости черепа изнутри. Калиста, наконец, откинула крышку ящика и стала поспешно выбрасывать на пол одежду и немногочисленные личные вещи. Флакон с кавой был спрятан в вырезанном углублении в книге «Гимн единству» — ужасном обращике низкопробного подхалимства, на который никто не позарился бы. «Пожалуйста!» — стонала она, доставая потрепанную книгу. Откинув обложку, она достала зеленый пузырек, полный мутноватой эмульсии. Калиста резко выпрямилась. Перед глазами начали появляться мерцающие искры, предупреждающие о приближении огненного вихря. На дрожащих ногах женщина доковыляла до письменного стола, где среди прочего стоял кувшин с водой, но руки свело внезапной судорогой, и флакон выскользнул из пальцев. «О, Трон, нет!» — вскрикнула Калиста. Пузырек ударился о пыльный пол, но, к счастью, не разбился. Она нагнулась за лекарством, и в этот момент на нее обрушилась новая волна тошноты и боли. Принимать каву было уже поздно. Оставался только один способ выпустить из себя огонь. Калиста рухнула в кресло у письменного стола. Дрожащей рукой схватила остро отточенный карандаш и выдернула из папки исписанный лист бумаги. Вся страница была заполнена торопливыми заметками о вчерашней невероятной экспедиции к горе. Калиста резко перевернула лист. Внутренний огонь уже почти ослепил ее. Глаза закатились, и опаляющий жар наполнил каждую молекулу ее существа. В немом вопле приоткрылся рот, и рука заскользила по бумаге судорожными рывками. Мозг Калисты Эриды выплескивал в потоке слов, но она их не видела и не понимала. Ее разбудила жара. Калиста медленно открыла глаза. Солнце Акхору уже заполнило ее палатку ослепительным желтым светом и гнетущей жарой. Женщина облизнула потрескавшиеся губы, во рту пересохла, словно она не пила уже несколько дней. Она уснула прямо за столом, и обломок карандаша все еще был зажат в пальцах, а перед глазами веером лежали исписанные листы бумаги. Калиста со стоном подняла голову со стола. Яркое солнце ослепило глаза. Из просонок она не сразу поняла, где находится. Память постепенно восстановилась, и женщина смутно припомнила город своей мечты и его ужасный конец. В голове оставалась тупая боль, как будто психический кровоподтек, от которого оцепенело все тело. Протянув руку, Калиста налила воды из кувшина. На вкус она оказалась солоноватой, зато помогла очистить рот от скопившейся, загустевшей слюны. Капли воды пролились на стол, и Калиста увидела, что все страницы заполнены торопливыми каракулями. Все тело ныло от неудобной позы, но женщина поднялась и попятилась от стола. Она присела на кровать, не отрывая взгляда от бумаги и карандашей, словно они были не инструментами ее работы, а опасными хищниками. Калиста протерла глаза, провела рукой по волосам и заправила их за уши, но никак не могла решить, что делать дальше. За ночь было исписано множество листов, но Калиста не понимала, хочется ли ей хотя бы взглянуть на результат последнего приступа. В большинстве случаев это были неразборчивые каракули или бессмыслица. Калиста не имела ни малейшего представления, что все это означало. И в тех случаях, когда не успевала изгнать огонь наркотической настойкой, она просто рвала страницы на мелкие клочки, но только не сейчас. Калиста заметила, что угловатый почерк совсем не похож на ее собственный, и утренняя жара тотчас сменилась неожиданным холодком. На измятых листах снова и снова повторялась одна и та же фраза, написанная тысячи раз. Осторожными движениями тонкой кисти Камила сметала пыль веков с погребенного в земле предмета. Его плавно изогнутая поверхность осталась совершенно гладкой, словно предмет и не пролежал в земле тысячи лет. Камила осторожно отгребла землю. Состояние находки не переставало ее удивлять. На материале бледно-кремового цвета не было никаких следов разрушения, ни единого пятнышка. Можно подумать, что его закопали только вчера. Еще несколько бережных взмахов, и появилась округлая выпуклость, напоминавшая встроенный вокс-передатчик. Камиле никогда еще не приходилось видеть подобную конструкцию. Предмет казался изготовленным из цельного куска материала. Она продолжала осторожно отгребать землю и радовалась, что обнаружила артефакт явно нечеловеческого происхождения. Затем Камила задумалась, вспоминая огромные фигуры в долине. Материал, из которого состояла ее находка, был очень похож на корпуса гигантов. Насколько она могла судить, перед ней была часть такого же невероятно огромного сооружения. Дурное предчувствие вызвало неожиданную дрожь. Но Камила, как обычно, работала в перчатках и всегда соблюдала осторожность, не касаясь находок голыми руками. Она выпрямилась и вытерла рукой под солба. Даже в тени, куда не проникали прямые солнечные лучи, было нестерпимо жарко. Вскоре открылась большая часть предмета, и Камила, подняв пиктор, сделала несколько снимков с разных расстояний и позиций. Эту камеру, старую модель Серов-9, подарил ей дедушка. Он приобрел аппарат у торговца оптикой на византийском рынке. А тот забрал его у убитого им же старателя в горах Торос, на окраине Анатолийского плата. В свою очередь, купившего камеру еще до объединения у надсмотрщика из уральских заводов, где она и была изготовлена сервитором-сборщиком, который прежде был человеком по имени Гектор Афаец. Камила огляделась по сторонам и, задержав дыхание, прислушивалась к доносившимся звукам. Ее команда сервиторов-копателей ритмично постукивала лопатами и кирками. Со стороны поселения Акхору доносился негромкий шум повседневной жизни. До временами поскрипывали соляные кристаллы, переносимые ветром. Убедившись, что рядом никого нет, Камила стянула перчатку с одной руки, открыв ладонь цвета слоновой кости, составлявшую резкий контраст с загорелым запястьем. И кожа на ладони была гладкой и нежной, чего никак нельзя было ожидать от человека, который целыми днями копается в земле. Она медленно опустила руку на не до конца отрытый предмет и вздохнула от удовольствия. Вскоре приятное оцепенение распространилось по всей руке и достигло груди. Камила, прикрыв глаза, отдалась во власть новых ощущений. Она нащупала нить истории, связывающую все вещи с теми, кто к ним прикасался. Мир вокруг потемнел, но предмет как будто светился внутренним сиянием. Это был боевой шлем, великолепный артефакт изящной формы, судя по несколько непривычным пропорциям, изготовленный чужаками. Он был стар, очень стар, настолько стар, что она с трудом могла представить себе такую отдаленность во времени. Прикосновение оживило воспоминания давно умершего владельца шлема. И из темноты появился силуэт. Из поддрогнувших век Камила видела женщину, танцовщицу. Судя по плавности ее движений, она скользила в сумраке от одного грациозного прыжка к другому, словно капля жидкости, а потом резко выбрасывала вперед руки. И Камила узнала в этих движениях смертельные боевые выпады. Эта женщина была не просто танцовщицей, она была воином. Затем ей явилось имя. Возможно, оно принадлежало этой женщине. Элинария. Плавные движения женского тела, извивавшегося в темноте, словно струйка дыма на ветру, совсем заворожили Камилу. Танцовщица оставляла за собой отражение, словно за ней по пятам двигалась ее призрачная сестра. Чем дольше смотрела Камила, тем больше появлялось остаточных образов, и вскоре перед ней уже кружились тысячи женщин, исполнявших один и тот же танец, но разделенных незначительными временными промежутками. Танцовщицы продолжали скользить в воздухе, а сердце Камилы переполняла мучительная печаль. Каждый пируэт и каждый переворот выражал скорбь и сожаление, отравлявшие их сердца. Мощный поток пробужденных эмоций хлынул в нее из откопанного артефакта, и Камила вскрикнула от непередаваемого наслаждения, которое могло сравниться лишь с безграничными мучениями. В руках танцовщицы появились два сверкающих меча, и Камила не сомневалась, что эти призрачные лезвия не только прекрасны, но и опасны. Женщина-тень с криком невероятной ярости взвелась в воздух. Клинки в ее руках раскалились до красна и устремились в сторону Камилы. Она отдернула руку от артефакта и тотчас скрикнула от боли разрыва. От испытанных эмоций, переданных артефактом, Камила побледнела и дрожала всем телом. Дыхание вырывалось из груди короткими частыми толчками. А на свою находку она смотрела теперь не только с восторгом, но и с ужасом. Камила заметила, что кожа у нее покрылась мурашками, а дыхание срывается с губ белыми облачками пара. Нелепость подобного явления в разгар жаркого дня вызвала у нее смех, но он прозвучал тревожно и неубедительно. «И что же это?» — раздался рядом мужской голос, от которого она испуганно подпрыгнула. «Великий трон! Лемюэль! Не смей так ко мне подкрадываться!» «Подкрадываться?» — воскликнул он, заглянув в раскоп. «Дорогая моя! Поверь, человек моей комплекции на такое просто не способен!» Камила заставила себя улыбнуться, хотя не смогла избавиться от воспоминаний о ярости и печали танцовщицы. «Извини, ты меня напугал!» «Я не хотел!» «Все в порядке!» — сказала Камила, постепенно успокаиваясь. «В конце концов, мне тоже нужен перерыв! Не поможешь мне выбраться?» Лемюэль нагнулся, протянул руку, и женщина ухватилась за его мясистое предплечье, а он обвил пальцами ее тонкое запястье. «Готово?» «Готово!» — ответила она. Лемюэль потянул, а Камила, перебирая ногами, поднялась по стенке и выбралась на поверхность. «Впечатляет, правда?» — спросила Камила, отползая от края раскопа и поднимаясь на ноги. «Как будто станцевала!» — сказал Лемюэль, заставив Камилу вздрогнуть. «Итак, что же это такое?» — спросил он, указав на полускрытую землей находку. Камила опустила взгляд на боевой шлем и услышала эхо яростного вопля женщины. «Не имею понятия», — пожала она плечами. На окраине поселения Акхору по распоряжению Камилы сервиторы выкопали яму размерами 100 на 65 метров. И при первой же выемке грунта обнаружилось многообещающее количество находок, происхождение которых нельзя было приписать ни Акхору, ни Империуму. Но сейчас половина сервиторов, нестроенными рядами, стояла под обширным тентом, установленным на краю раскопа. Мысль о том, что сервиторам необходимо устраивать перерывы в работе, не посещала Камилу до того самого момента, пока адепт Спуллер не поставил ее в известность, что из-за угрозы теплового удара вынужден отстранить от работы шесть землекопов. Сервиторы не чувствовали ни усталости, ни голода, ни жажды, а потому продолжали работать до полного истощения. Тем не менее, в первый же день они достигли результатов, о которых Камила могла только мечтать. Раскопки были организованы к востоку от поселения Акхору, носящего название Акалтепик и расположенного в 300 километрах севернее горы. В отличие от унылых солончаков, местность здесь отличалась роскошной растительностью. Название деревни в переводе с местного наречия означало «водяной дом». И Камила пришла к заключению, что этот термин относится к каное, на которых обитатели подземной деревни ловили рыбу в расположенном рядом озере. Акхору строили свои жилища под землей, что позволяло укрыться от палящих лучей солнца и сохранять более или менее постоянную температуру, создавая на удивление комфортные условия для жизни. Камила не раз посещала жителей Акалтепика, находя их спокойными и вежливыми, а языковой барьер преодолевался при помощи минимального набора жестов, выражающих уважение и доброжелательность. Сервиторы Камилы раскопали давно заброшенные поселения Акхору. Лучшее объяснение этому обстоятельству, полученное при помощи лексикографа, звучало как плохие сны. Адепт Спуллер не придавал значения такому толкованию, считая его примитивным суеверием или ошибкой перевода, но Камила после того, как прикоснулась к найденному шлему, не могла с этим согласиться. Ей нравилось пребывание в этом мире, и Камила наслаждалась неспешным и расслабленным темпом жизни, а также тем, что здесь на нее не давило наследие прошлого. Она сознавала, что Акхору живется нелегко, но для нее самой экспедиция стала желанной передышкой от беспокойной суеты летописто 28-й экспедиции. Мужчины племени, не снимая масок, отмахивались от жужжащих насекомых, лежа в тени высоких деревьев, увешанных яркими пурпурными плодами. А женщины трудились на берегу озера, изготавливая длинные копья для охоты на рыбу. Даже дети здесь никогда не снимали масок, и это поначалу вызвало у Камилы замешательство, но постепенно она привыкла к этому, как и ко многим другим реалиям местной жизни. Дикорастущие травы и поля созревшего под солнцем урожая колыхались от дуновений легкого бриза, и Камила ощутила покой, какого не знала уже много лет. Этот мир обладал своей историей, но она была погребена очень глубоко, намного глубже, чем в любом другом мире, где приходилось бывать летописцу. Ей нравилось наслаждаться тем, что было перед глазами, а не испытывать постоянное давление истории. Рядом с длинным полотнищем брезента, на котором были разложены сегодняшние находки, опустился на колени Лемюэль. Его внимание привлек обломок, похожий на часть полированного керамического диска. «Очередная выставка сокровищ», — сухо произнес Лемюэль. «Теперь я понимаю, почему меня сюда тянет». Камила улыбнулась. «Да, это действительно сокровище, и его происхождение не имеет отношения к человечеству, я в этом уверена». Вот как удивился Лемюэль, постукивая костяшками пальцев по плоскому краю диска. «Это очень интересно. Кто же тогда создал все это?» «Я не знаю, но кто бы они ни были, эти существа вымерли десятки тысяч лет назад. Что ты говоришь? А выглядит так, словно этот предмет был изготовлен только вчера». «Да, материал, из которого он сделан, похоже, не подвержен старению». «А как же ты узнал о его возрасте?» — спросил Лемюэль, глядя ей прямо в глаза. «Он знает, но откуда». Камила помялась. «По глубине залегания находок и, вероятно, благодаря накопленному опыту. Я провела много времени, копаясь в руинах Терры, и неплохо научилась определять возраст находок». «Пожалуй», — протянул Лемюэль. Он повертел в руках обломок диска и внимательно присмотрелся к месту разлома. «Как ты думаешь, из чего он сделан?» «Он гладкий, словно фарфор, однако внутренняя структура напоминает органические соединения вроде кристалла». «Дай-ка я взгляну», — попросила Камила. Лемюэль протянул ей осколок диска, и в этот момент его пальцы скользнули по руке Камилы выше края перчатки. Она почувствовала, как между ними проскочила невидимая искра, а перед глазами возникла белостенная вилла, окруженная фруктовым садом у подножия горы с плоской широкой вершиной. С террасы на крыше махала рукой женщина с эбонитовой черной кожей и очень грустным лицом. «Ты в порядке?» — спросил Лемюэль, и видение мгновенно рассеялось. Камила тряхнула головой, прогоняя тягостное впечатление. «Все прекрасно, это просто жара», — сказала она. «Не похоже, чтобы этот предмет подвергался обработке, верно?» «Да», — согласился Лемюэль. Он поднялся на ноги и отряхнул пыль с рубахи. «Посмотри на эти пронизывающие структуру линии. Это линии роста. Предмет не был отштампован на станке или отлит в форме. Этот материал, чем бы он ни оказался, рос, и в процессе роста формировался. Это напомнило мне работу одного человека, которого я знал в Сангхи, еще на Терри. Его звали Бабачи. Это был очень тихий и незаметный человек, но из всего, что росло, он мог сотворить настоящее чудо. А в тех местах, откуда я родом, это большая редкость. Он называл себя арбоскульптором и мог придать самую причудливую форму любым кустам и деревьям». Лемюэль улыбнулся, погружаясь в воспоминания. При помощи секатера, деревянных досок, проволоки и веревок Бабачи превращал выбранный саженец в стул, скульптуру или арку, во все, чтобы не пришло ему в голову. Мой парк из алычи, мирта и тополей со временем превратился в подобие благотворительной столовой Нортана Дьюма из Фанкаоса. Камила взглянула на Лемюэля, решив, что он шутит, но тот говорил вполне серьезно. «Звучит экстравагантно», — заметила она. «Да так оно и было», — засмеялся Лемюэль. «Моя жена здорово рассердилась, когда узнала, сколько это стоит, но мне все равно понравилось». Камила заметила тень, пробежавшую по лицу Лемюэля при упоминании о жене, и решила, что это, вероятно, и была та темнокожая женщина из ее видения. Но интуиция, не имевшая никакого отношения к ее дару, удержала от расспросов. «Я думаю, что это тот же самый материал, из которого состояли гиганты», — сказала она. «Как ты их назвал?» «Сербатиды». «Да, сербатиды», — кивнул он. «Гиганты среди людей, как и наш благородный повелитель». Камила улыбнулась, вспомнив о первой встрече с Магнусом Красным, когда он вышел из пещеры в горе. «Какие видения предстали бы перед ней, если бы она дотронулась до Алого Короля?» Эта мысль одновременно ужаснула и взволновала ее. «Он великолепен, не правда ли?» «Да, внушительная личность», — согласился Лемюэль. «Мне кажется, ты права насчет диска. Он выглядит точно так же, но трудно себе представить, чтобы выросло такое огромное создание, как те гиганты». «Согласна. Как ты считаешь, Акхору разрешат мне изучить гигантов?» «Не знаю. Может быть, надо спросить их». «Наверное, я так и сделаю», — решила Камила. «Я уверена, они представляют собой нечто большее, чем кажется с первого взгляда». Камила оглянулась на поселение Акхору и увидела, что к раскопкам движется персональный спидер, раскрашенный в красный и кремовый цвета легиона Тысячи Сынов. Широкий дискообразный аппарат скользил над самой землей, оставляя после себя шлейф ионизированной пыли. На спидере, словно на античной колеснице, стоял одинокий Астартес. «Твой приятель?» — спросил Лемиэль. «Верно», — ответила Камила, когда огромный диск опустился на землю рядом с ней и Лемиэлем. Управлявший спидером воин снял шлем. Об этом заботились лишь немногие Астартес, частенько забывая, что простым смертным трудно отличить их одного от другого, когда головы закрыты броней. Волосы этого воина частично посидели, так что в его длинных косах светлые пряди перемешивались с рыжими, а лицо было испечрено глубокими морщинами, словно научный склад ума каким-то образом повлиял на нестареющий организм Астартес. При первой встрече Камила отметила бледный цвет его кожи, но сейчас, как и у его собратьев, лицо воина покрылось темно-коричневым загаром. После путешествия по поверхности планеты, его доспехи покрылись слоем пыли, и миниатюрный ворон в центре символической звезды был почти незаметен. «Добрый день, госпожа Шивани!» — произнес Астартес слегка охрипшим и грубоватым голосом. «Как идут раскопки?» «Очень хорошо, лорд Анин», — ответила Камила. «У нас много новых находок и столько же необоснованных теорий об их происхождении. Кроме того, я обнаружила кое-какие заметки, которые могут помочь в расшифровке надписей на мертвых камнях. Мне не терпится их изучить», — с искренним энтузиазмом сказал воин. Ограниченный контингент летописцев, прикрепленных к 28-й экспедиции, мог бы пожаловаться на невнимательное отношение легионеров Магнуса. Но Ангху Анин был редким исключением. Он добровольно сопровождал Камилу к дальним и ближним местам раскопок вокруг горы и, казалось, разделял ее страсть к истории и урокам, которые можно было из нее извлечь. Взгляд Анина переместился на Лемиэля, и Камила поспешила представить своего приятеля. «Это мой друг, Лемиэль Гамон. Он помогает мне, подбрасывая самые невероятные теории. Лемиэль — это Ангху Анин, страж великой библиотеки», — добавил Лемиэль, протягивая руку. «Для меня большая честь познакомиться с тобой. Я много о тебе слышал». Анин медленно поднял руку, и ладонь Лемиэля полностью скрылась под латной рукавицей Астартес. Камила вдруг почувствовала покалывание на коже. Между Лемиэлем и Анином возникло колоссальное напряжение. Казалось, воздух вот-вот начнет потрескивать от избыточного электричества. «В самом деле», — произнес Анин, — «я тоже о тебе слышал». «Правда?» — Лемиэль искренне удивился. «Я не думал, что воины тысячи сунов обращают внимание на нас, бедных летописцев». «Только на тех, кто представляет для нас интерес», — заявил Анин. «Я польщен», — улыбнулся Лемиэль. «Тогда, возможно, ты читал мои произведения». «Нет», — ответил Анин с таким видом, словно это было бы абсолютно бесполезным занятием. «Не читал». «О-о-о-о!» — разочарованно вздохнул Лемиэль. «Я мог бы предложить кое-какие свои вещи, чтобы ты прочел их на досуге. Я не претендую на непогрешимое предвидение, но некоторые места, особенно относящиеся к развитию общества после приведения к согласию мира 28-15, могли бы показаться интересными». «Возможно», — сказал Анин, — «но я прибыл не ради поисков нового чтения. Я привез тебе приглашение». «Приглашение? От кого?» — спросил Лемиэль. «От лорда Аримана», — улыбнулся Ангху Анин. Глава пятая Послушник История сотворения мира Воспоминания о Терри Шатер служил Ариману островком спокойствия. Это просторное и хорошо проветриваемое помещение предоставляло надежное убежище Аджары Акхору. Рядом с походной кроватью стоял книжный шкаф из орехового дерева, и книги на его полках были старыми друзьями Аримана, изрядно потрепанные и много раз прочитанные, хотя он знал их наизусть до последнего слова. Ветхая копия литературных жанров Аккадии соседствовала с переводным манускриптом Войнича и кодексом Серафии. Собрание философов рядом с пятью из семи таинственных книг Хсана и ключами Соломона, вместе с другими разрозненными томами, которые не привлекали нежелательного внимания. Но если бы кто-то отыскал и открыл потайные отделения шкафа, он мог бы обнаружить произведение более провокационного содержания. С сандаловых стропил свисали кадила, а в центре шитра зеленым огнем горела жаровня. Ариман вдохнул пьянящий аромат благовоний, поддаваясь их успокаивающему воздействию, чтобы перейти к нижним уровням исчислений. Устремив взгляд на огонь, он направил мысленный взгляд вдоль течений эфира. Будущее расплывалось, его затягивала густая пелена, сквозь которую невозможно было разглядеть ничего определенного. Еще пару десятков лет назад сквозь туман Империя просвечивали изломанные линии времени, и Ариман мог определить грядущие события так же ясно, как обычный человек, решивший шагнуть в пропасть, мог представить себе последствия этого шага. Сейчас потоки Великого океана оставались для него непостижимыми. Как была непостижима для мореплавателей древности обратная сторона земного шара. Ариман ощутил, как разрушается концентрация внимания, и раздражение от неспособности увидеть будущее, грозит уничтожить его самообладание. Сосредоточенность, этот ключ, открывающий многие двери, была основой основ для каждого из тысячи сынов, и способом постижения великих тайн. Досадуя на самого себя, Ариман тряхнул головой, открыл глаза и поднялся на ноги. Для предстоящей встречи он отказался от доспехов, и остался в темно-красном одеянии с широким кожаным поясом, с которого свисала связка бронзовых ключей. У входа в шатер в боевых доспехах стоял собик, и Ариман без труда ощутил его недовольство. — Говори, — приказал он, — твоя аура тянется ко мне. Говори, и покончим с этим. — Могу я быть откровенным, мой лорд? — Я только что сказал тебе именно это, — резко ответил Ариман, но быстро заставил себя успокоиться. — Ты мой практик, и если мы не будем чистосердечны друг с другом, ты никогда не достигнешь ранга философа. — Мне больно видеть, что ты наказан, — сказал собик. — Задача — обучать смертного великим таинствам, недостойна такого, как ты. — Наказан? — переспросил Ариман. — Так вот, как ты это воспринимаешь. — А как же еще это можно понять? — Примарх доверил мне ответственное задание, и это только первая его фаза, — пояснил Ариман. — Лемюэль Гамон смертный, и он обладает небольшой силой и еще меньшими знаниями. Собик пренебрежительно фыркнул. — Для двадцать восьмой экспедиции в этом нет ничего необычного. — Верно, — усмехнулся Ариман, — но он подобен ребенку, который делает первые шаги, не ведая, что идет слепую по краю бездны, и я помогу ему преодолеть эту слепоту. — Но почему? — Потому что знания могут представлять опасность, если не соблюдать правила. И наш повелитель желает, чтобы я просветил этого смертного, — сказал Ариман. — Или ты сомневаешься в воле Алого Короля? За десятилетия войны многие сыны императора заслужили почетные прозвища, как, например, Хорус Луперкаль, примарх легиона лунных волков и любимый сын императора. Воины Фулгрима звали своего предводителя фениксийцем, а первым легионом командовал лев. Из всех братьев только Магнуса презрительно называли то колдуном, то чародеем. Но как-то раз Ариман узнал, что летописцы прозвали Магнуса Алым Королем, и не стал возражать. Собик низко поклонился. — Ни в коей мере, мой лорд. Лорд Магнус — основатель нашего легиона, и я ни за что не позволю себе усомниться в его словах. Ариман кивнул. За полотнищем шатра он уже уловил присутствие Лемеля Гамона. Среди блистающих огней своих товарищей по легиону он увидел его ауру, расплывчатую и ненаправленную. Его ореол напоминал осветительные шары, довольно яркие и причиняющие неудобства глазам. — Снаружи уже ждет Гамон, — сказал Ариман. — Пригласи его в шатер, Собик. Собик кивнул, и, выйдя из шатра, через мгновение вернулся вместе с человеком плотного телосложения, одетым в темно-красный балахон с широкими рукавами и гербом одного из конклавов Норд-Африки, вышитым на левой стороне груди. Насколько он помнил, этот герб был символом Сангхи. Ариман отметил, что темный оттенок кожи Лемиэля был вызван вовсе не пребыванием под солнцем Акхору, а запах пота пробивается даже через масло мегалиона. — Добро пожаловать! — произнес Ариман, стараясь придать своему голосу наиболее естественное и плавное звучание. Он указал на коврик рядом с жаровней. — Садись, пожалуйста! Лемиэль, крепко прижимая груди, потертый блокнот, опустился на коврик. Особик вышел, оставив их наедине. Ариман уселся рядом с гостем. — Меня зовут Азик Ариман, и я главный библиарий Тысячи Сынов. Лемиэль энергично кивнул. — Мне известно, кто ты, мой лорд! — сказал он. — И я польщен твоим приглашением. — Тебе известно, почему я тебя вызвал? — Признаю, это для меня тайна. Я пригласил тебя потому, что ты обладаешь силой, Лемиэль Гамон, — сообщил Ариман. Ты можешь разглядеть потоки эфира, текущие в этот мир из Великого океана. Возможно, эти термины тебе не знакомы, но ты понял, о чем я говорю. Лемиэль, застегнутый врасплох, страшно смутился. — Мне кажется, ты ошибаешься, мой лорд! — взволнованно произнес он. Ариман едва не рассмеялся, заметив в его ауре цвета паники. — Я всего лишь скромный летописец, мой лорд! — умоляющим тоном добавил Лемиэль, подняв свой блокнот. — Нет, — возразил Ариман. Он наклонился вперед и добавил в свою ауру немного огня. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты источник магии. Ты колдун. Это был довольно простой прием, рассчитанный на то, чтобы запугать слабый ум. Эффект не заставил себя ждать. От Лемиэля покатилась волна страха и вины. Ариман, желая отгородиться от потоков ужаса, поднялся на другой уровень исчислений. — Пожалуйста, я никому не причинял вреда, — взмолился Лемиэль. — Я не колдун. Я просто читаю старинные книги. Я не знаю никаких заклинаний, ничего подобного. — Расслабься, Лемиэль, — усмехнулся Ариман. — Я тебя просто дразнил. Я не такой глупец, чтобы охотиться на колдунов, и позвал тебя вовсе не для того, чтобы обвинять. Я намерен освободить тебя. — Освободить? Едва отдышавшись, переспросил Лемиэль. — Отчего? — От твоей слепоты и ограниченности, — ответил Ариман. — У тебя есть сила, но ты не знаешь, как с ней обращаться. Я могу показать тебе, как пользоваться тем, что ты уже имеешь, и как с помощью твоей силы увидеть то, чего ты и представить себе не можешь. Ариман заметил подозрительность в ауре Лемиэле и прикосновением своей силы постарался ее уменьшить, как успокаивают животных ласковыми жестами и словами. У этого человека не было никаких барьеров, его психика была совершенно незащищенной от течений Великого океана. За одно мгновение контакта Ариман узнал все секреты Лемиэля. В его сердце он обнаружил источник печали, сходный с собственным чувством утраты, и смягчился. Сила не могла исцелить его от этого горя, и со временем Лемиэль Гамон сам в этом убедится. Но это неприятное открытие может подождать, пока не стоит лишать его надежды. — Ты очень уязвим, и даже сам этого не сознаешь, — негромко сказал Ариман. — Мой лорд, скажи, что тебе известно о Великом океане? — Мне не знаком этот термин. — О варпе, — подсказал Ариман. — Об империи. — А, это не слишком много, — признался Лемиэль. Он набрал в грудь воздуха, и словно студент, опасающийся ошибиться, продолжил. Это какое-то высшее измерение, царство эмоций, в котором космические корабли могут перемещаться быстрее, чем обычно. И благодаря ему происходит общение астропатов. Вот, пожалуй, и все. Все это верно, но Великий океан предоставляет гораздо больше возможностей, Лемиэль. Это обитель изначального Творца и источник энергии, которая движет все и вся. Это отражение нашей Вселенной, и мы сами — суть его отражения. Все, что существует в одном мире, затрагивает и мир иной. И, как всякий земной океан, он не лишен хищников. Твой разум, хотя и весьма неотточенный, ярким маяком притягивает к себе тех, кто рыщет в глубинах Великого океана. Если бы я позволил тебе бесконтрольно применить свою силу, ты уже погиб бы. Лемиэль судорожно сглотнул и положил на пол свой блокнот. «Я представления не имел», — пробормотал он. «То есть я думал... Нет, я не знаю, что я думал. Я просто понял, что могу обращаться к участкам мозга, недоступным большинству смертных. Я видел свечения вокруг людей, их ауры, и научился их читать, понимая, что испытывают эти люди. Это верно? Совершенно верно. Это свечение, как ты его назвал, является эфирным отражением человеческих эмоций, их здоровья и силы. Аура — это тень любой живущей личности, отражение ее психики, ее отпечаток в течениях Великого океана». Лемиэль покачал головой и криво усмехнулся. «Это нелегко понять, мой лорд», — сказал он. «Я понимаю», — кивнул Ариман, — «и я не жду, что ты все осознаешь прямо сейчас. Ты станешь моим послушником, и с завтрашнего дня мы приступим к занятиям». «У меня есть выбор?» «Нет, если тебе дорога жизнь». «Значит, завтра», — сказал Лемиэль. «Как удачно, что я попал в двадцать восьмую экспедицию, правда?» «Если я что-то и узнал наверняка за все долгие годы обучения, так это то, что в шахматной партии со Вселенной нет такого фактора, как удача. Твое присутствие здесь не случайно. Наше сотрудничество было предопределено. Я это видел», — сказал Ариман. «Ты видел будущее?» — воскликнул Лемиэль. «Ты знал, что я сюда попаду, и знал, что все это произойдет?» «Много лет назад я видел тебя на улицах Проспера в одеянии Неофита. Но Проспера аура Лемиэля вспыхнула от возбуждения. А Неофит — это одна из ступеней вашей иерархии, не так ли?» «Так», — подтвердил Ариман. «Правда, одна из самых низших ступеней». «И ты это видел?» «Это должно произойти невероятно!» Ариман улыбнулся. Такая демонстрация силы всегда производила на смертных потрясающее впечатление. Хотя зачастую оно сопровождалось испугом. «Несколько лет назад я мог странствовать по Великому океану, и моему взгляду открывались миры будущего», — пояснил Ариман. «Это не слишком сложный прием. Ему могут обучиться даже смертные. Но прочесть потоки информации и отделить истину в хаосе видений под силу только самым опытным и одаренным провидцам. А я смогу этому научиться?» «Нет», — ответил Ариман. «Это невозможно без десятилетий обучения у корвидов. Чтение многомерных структур Великого океана и кристаллизация истины требуют двух мыслительных приемов. Во-первых, быстрого, точного и эффективного перемещения мысли от одного образа к другому. Так, чтобы все мысли объединились в одну. Во-вторых, полной остановки процесса, когда одна из идей обращается в ничто. Я способен на это, поскольку обладаю эйдетической памятью, созданной величайшими технологиями забытых веков. У тебя этого нет. А что же я смогу сделать? «Для начала ты должен научиться защищать свое сознание от опасности», — сказал Ариман, поднимаясь на ноги. «Когда ты этого достигнешь, тогда мы и посмотрим, на что ты способен». Могучие и величественные титаны чужаков возвышались над Калофисом, но не слишком впечатляли его. Да, они были выше, чем Канис Вертекс, но безжалостной жестокости, как в облике владыки войны, охранявшим вход в храм Братства Перидов, в них не было. Калофис отступил назад и, запрокинув голову, осмотрел их продолговатые верхние секции. Фозис Ткар рассказал Калофису об этих гигантах, и ему захотелось лично взглянуть на них и оценить угрозу. Он отвернулся от гигантских сооружений к своим воинам. Двенадцать астартов с шестого Братства стояли вокруг темного алтаря, от которого веяло мрачными ритуалами и жертвоприношениями. Во время рихарки Калофис слышал, как примарх называл гору местом поминовения умерших и приказывал проявлять уважение к чувствам Акхору. Но это ничуть не уменьшило испытываемого Калофисом недоверия к местному населению. Их вождь с закрытым маской лицом стоял неподалеку, в компании десятка своих соплеменников, и все они тоже были в зеркальных масках. Их присутствие составляло обязательное условие посещения долины Астартес. Это попахивало какими-то тайными уловками. С чего бы Акхору возражать против посещения долины воинами легиона? Что же вы пытаетесь скрыть? Прошептал Калофис, обращаясь к самому себе. Заметив взгляд Акхору, он махнул рукой в сторону гигантских сооружений. Вам известно, что это такое? Это стражи горы, ответил вождь. Может, когда-то они и были ими, но теперь это весьма дорогостоящие статуи. Это стражи, повторил вождь в маске. Это титаны, неспешно заговорил Калофис. Гигантские боевые машины. В прошлые века они могли сравнять с землей целые города и уничтожить армию врагов, но сейчас они мертвы. Наши легенды гласят, что они снова будут ходить, когда доестай разобьют оковы своей вечной тюрьмы. Не знаю, что все это означает, но они больше никогда не будут ходить, заявил Калофис. Это всего лишь машины, мертвые машины. Он показал рукой на верхнюю часть одного из гигантов. Если бы это был имперский титан, то вон там сидел бы Принцепс. Но поскольку сооружение построено чужаками, кто знает, что там внутри. Может гигантский мозг в запаянном сосуде, или целый отряд роботов, все что угодно. Кто такой Принцепс? Спросил вождь. Это Бог? Калофис оглушительно расхохотался. Да, можно назвать и так. Термин не совсем верный, но он точно передает общий смысл. Для смертных любой Астартес — Бог, а Титан, ну, Титан — это Бог войны. Когда в бой вступают машины-механикум, их остерегаются даже легионы. Эти гиганты никогда не двигались, — поведал вождь Акхору. По крайней мере, никто этого не помнит. Мы надеемся, что они и впредь останутся неподвижными. — Ты ведь я Кири, верно? — спросил Калофис, слегка наклонившись. — Да, брат Калофис, это мое имя. — Я тебе не брат, — прошипел Калофис. Даже отрезанный от сил эфира, лишенный возможностей прибегнуть к помощи хранителя, Калофис чувствовал сильное возбуждение, но не от потоков Великого океана, обычно придававших ему силы, а от простого сознания своего превосходства. — Все мы братья, — спокойно сказал Етири, словно не замечая его враждебности. — Разве не этому учит нас великий лидер? Он говорит, что все мы произошли от одной расы и были разобщены колоссальной катастрофой, а теперь снова воссоединились под зорким взглядом небесного императора. — Да, все это верно, — признал Калофис, — но не все хотят воссоединиться. Кто-то оказывает нам сопротивление. — Мы не сражались против вас, — напомнил Етири. — Мы встретили вас с радостью. — Это вы так говорите, — недоверчиво пробурчал Калофис. Прислонившись к алтарю, он разглядывал смертных сквозь зеленоватые линзы боевого шлема. Несмотря на то, что этот мир был объявлен приведенным к согласию, Калофис оставался в полной боевой готовности. На табло его шлема фаларики Акхору были белыми, сами воины красными, но индикатор угрозы держался почти на нулевой отметке. — Такова наша общая история, — сказал Етири. — С того момента, когда ваш предводитель вступил на наши земли, мы стали ее частью. — Это все сказки летописцев, — огрызнулся Калофис. — А я не доверяю людям, которые постоянно носят маски, особенно зеркальные маски. Я хочу знать, что за ними скрывается. — Ты тоже носишь маску, — заметил Етири, подходя вслед за Калофисом ко входу в пещеру. — Это шлем. Он производит то же самое впечатление, скрывая твое лицо. — Зачем вы их носите? — спросил Калофис, приближаясь к гигантским стражам горы. — А ты зачем носишь шлем? — не оборачиваясь, парировал Етири. — Ради безопасности. Это бронированный шлем, и он не раз защищал меня от смертельной угрозы. — Я тоже ношу маску ради защиты, — сказал Етири, останавливаясь у подножия, стоящего у левого края гиганта. — Отчего тебе защищаться? Ваши племена не воюют друг с другом, и в этом мире нет даже крупных хищников. — В чем смысл такой защиты? — спросил Калофис. — Етири развернулся и опустил руку на гладкую поверхность огромной ноги. На таком близком расстоянии от грандиозного масштаба сооружений захватывало дух. Калофису припомнились почерневшие руины, каменки ультизарны и противостояние Магнуса и Колоса Зеленокожих. Да, такую битву трудно забыть. Близкое соседство боевой машины чужаков помогло ему в полной мере оценить могущество примарха. В наших легендах говорится о тех временах, когда этим миром владела раса древних существ, называющих себя Элохим, — начал рассказ Етири, присев на корточке рядом с гигантской ногой. Они были настолько прекрасны, что влюбились в собственную красоту. Етири перевел взгляд на темный провал пещеры. Элохим обнаружили мощный источник силы, воспользовались им и стали странствовать среди звезд, словно боги. Они, по своему желанию, изменяли облик миров и создавали собственную империю. Они потворствовали всем своим прихотям, ни в чем себя не ограничивали и жили вечно, исполняя только свои желания. Похоже, они неплохо устроились, — заметил Калофис, бросая настороженный взгляд в темноту. — Некоторое время так оно и было, — согласился Етири, — но подобное высокомерие никогда не остается безнаказанным. Элохим злоупотребляли своей силой. Они отравили источник своей развращенностью, и сила обратилась против них. В течение одной кровавой ночи вся их раса была уничтожена. Их миры пали, и океан поглотил земли. Но это было не самое худшее. «Вот как! И так уже достаточно плохо!» — съязвил Калофис, которому уже наскучил рассказ Етири. Легенды о возникновении и уничтожении миров присутствовали в большинстве культур. И, как правило, это были нравоучительные наставления для подрастающих поколений. И эта история мало чем отличалась от сотен других, прочитанных капитаном в библиотеке Проспера. Большая часть Элохим погибла. Но среди тех немногих, кому удалось уцелеть, были такие, которых сила, некогда им служившая, изуродовала. Вот они и превратились в Дайестай, расу существ настолько же свирепых, насколько прежде они были красивыми. Элохим сразились с Дайестай и в конце концов загнали их в темницу под миром. У них не хватило сил полностью уничтожить врагов. Но остатками своего могущества они возвели гору, закрыв таким образом темницу. А затем поставили у входа гигантских стражей. Дайестай так и остались под землей, но их жажда убийства неутолима. И потому каждый год мы приносим сюда своих мертвецов, чтобы Дайестай продолжали дремать. — Интересная сказка, — признал Калофис, — но она не объясняет вашего обычая ходить в масках. Мы унаследовали мир Элохим, и их падение служит нам предостережением против высокомерия и самовлюбленности. Маски — это лишь способ избежать их судьбы. Калофис на мгновение задумался. — Вы снимаете их хотя бы иногда? — спросил он. Только во время купания, а во время совокупления Ятири покачал головой. — Об этом не принято говорить, но ты не Акхору, и я отвечу. — Нет, не снимаем, поскольку радости плоти были одним из тяжелейших грехов Элохим. — Вот почему вас так мало в этом мире, — сказал Калофис. Больше всего ему сейчас хотелось вернуться в лагерь и восстановить контакт с Сиодой. Теперь, когда братство Перидов достигло зенита своей мощи, его хранитель превратился в крылатое существо из мерцающего пламени. Объединение с Сиодой позволяло Калофису и его шестому братству сжигать дотла целые армии, не сделав ни единого выстрела из многочисленных орудий. При этой мысли его гнев разгорелся еще сильнее. Было бы неплохо выплеснуть определенную часть ярости, вместо того, чтобы постоянно подавлять ее. Этот мир ничего не значил для тысячи сунов, и Калофиса раздражала необходимость болтаться здесь, когда в других мирах идут сражения. Король волков требовал их участия в битве, а они зря тратят время на забытой всеми планете, где нет ничего ценного. Подняв руку, Калофис прикоснулся к гладкой поверхности ноги титана. Этот материал почти наверняка очень хрупок, и ему не терпелось его разбить. Калофис сжал кулаки и встал в боевую стойку. — Что ты делаешь? — вскричал Етири, мгновенно вскочив на ноги. Калофис не стал отвечать. В его руках нарастала сила, способная пробить сталь и смять броню машины. Он мысленно наметил точки, куда будут нанесены удары. — Брат Калофис, прошу тебя! — молил Етири и старался встать между Астартес и гигантской ногой. — Пожалуйста, прекрати! Калофис уже сосредоточился на своих сжатых кулаках, но ударов не последовало. Его сознание добралось до восьмой сферы исчислений, но он заставил себя спуститься на ступень ниже, чтобы уменьшить агрессию и перейти к более созерцательному состоянию. — Ты только напрасно тратишь силы! — крикнул Етири. — Стражи неуязвимы! Калофис опустил руки и на шаг отступил от несостоявшейся цели своего гнева. — Ты так считаешь? — спросил он. — А это что такое? От самой земли, словно трещины в камне, по ноге поднимались тонкие черные линии, похожие на вены, наполненные отравленной кровью. — Дай естай! — прошипел Етири. В своей сверкающей пирамиде Магнус опустился коленями на золотой диск, закрыл единственный глаз и высвободил световое тело из оков плоти. Для такого разделения его капитанам и воинам требовались исчисления. Но Магнус овладел искусством странств и эфирий, еще даже не подозревая, что этот процесс может кому-то оказаться не по силам. Исчисления являлись философским и концептуальным инструментом, который позволял посвященным в таинство преодолеть множество трудностей, сопровождающих подчинение галактик своей воле. Но Магнус обладал особым даром достигать невероятных вершин, даже не подозревая о сложности восхождения. В мире, подобном Акхору, этот процесс проходил еще легче, благодаря невидимым потокам эфира, омывавшим поверхность планеты. Великий океан словно окружал со всех сторон драгоценную и очень тонкую раковину. Свою концепцию Магнус выразил при помощи третьего уровня исчислений. Если бы не гора, этот мир был бы идеальной сферой, безукоризненной по своей структуре. Но дефект, созданный возведением горы, угрожал нарушить баланс. При посещении пещеры в компании Етири он наблюдал за всеми тонкостями ритуала, поминовения мертвых Акхору. Но бессмысленные песнопения и телодвижения участников обряда только позабавили его своей наивностью. Акхору искренне верили, что умиротворяют целую расу демонов, дремлющих в глубинах подземелья. И примарх сознавал, что разубеждать их еще рано. Стоя в сумраке пещеры, Магнус ощущал под ногами давление Великого океана. И его потоки уже начинали просачиваться сквозь барьеры, ставшие за прошедшие тысячелетия слишком тонкими. Под горой не было никаких демонов. Но оттуда исходило обещание чего-то столь грандиозного, что у Магнуса перехватило дыхание. Рано было еще говорить об этом определенно. Но если он не ошибся, это открытие принесет человеческой расе невероятную выгоду. Под священной горой Магнус рассмотрел врата, вход в невероятно огромную и разветвленную сеть дорог, пересекающих Великий океан. Как будто плоть Вселенной пронизали бесчисленные невидимые вены. Если человечество овладеет этой сетью, оно сможет свободно странствовать среди звезд и в одно мгновение перемещаться с одного края галактики на противоположный. Но, безусловно, существовала определенная опасность. Магнус не мог просто открыть эти врата. В этом случае Великий океан неминуемо хлынул бы в мир, вызвав ужасную катастрофу. Для того, чтобы безопасно открыть ворота, потребуется осторожное изучение, долгие исследования и многочисленные эксперименты. Пока Экири бормотал бессмысленные ритуальные песнопения, Магнус вытянул на поверхность тонкую струйку силы и попробовал ее на вкус. Да, это была необузданная и полная жизненной энергии сила. Его плоть жаждала нового прикосновения. И свершений, которые он мог воплотить в жизнь с ее помощью. Магнус взмыл вверх, оставив свое физическое тело стоящим на коленях посреди пирамиды. Освободившись от ограничений плоти, его тело стало по-настоящему живым и открылось ощущением, недоступным и непонятным тем, кто влачил существование в жестких границах материального мира. «Я выпущу вас из пещеры», — произнес Магнус. Но его голос не вышел за пределы пирамиды. Он легко проник сквозь крышу своего шатра и устремился в ночное небо Акхору, радуясь возможности остаться в одиночестве без своих подданных и телохранителей. Над ним величественно и грозно возвышалась гора. Магнус поднялся еще на несколько тысяч метров, но вершина горы все еще маячила наверху. Он ринулся ввысь сверкающей ракетой, оставлявшей в темном небе извилистый огненный след. Но никто не мог проследить за головокружительным полетом, поскольку Магнус пожелал остаться в одиночестве и скрылся даже от своих капитанов. Он приблизился к горе, насколько это было возможно. От искусственно созданных скал и вершин распространялась черная стена нуль энергии, поставленная с одной лишь целью — сдерживать напор бурлящей и непредсказуемой энергии, скрытой внутри горы. Магнус облетел вокруг горы, с радостью подставляя свое тело, превратившееся в сгусток света потоком эфирных ветров. Мистики древности называли астральное тело Линго-Шарира и считали его двойником материального тела, которого, как они верили, можно вызвать, приложив колоссальные усилия и волю, но зато остаться жить вечно. Их представление, хотя и не соответствовало истине, служило благим целям. Он продолжал лететь вперед и вверх. Атмосфера становилась все более разреженной, но его тонкому телу не требовались ни кислород, ни тепло, ни свет. Значения имели лишь воля и энергия, а тем и другим Магнус обладал в избытке. Солнце наверху висело тускло светящимся диском. Магнус, раскинув руки, купаясь в теплых потоках энергии, пронизывающих каждый уголок этого мира, мчался все выше и выше. Планета внизу осталась далеким воспоминанием, а лагерь тысячи сунов мерцал в непроницаемой темноте крохотной искоркой. И вот перед ним развернулись бескрайние ширь галактики, расплывчатый поток Млечного Пути, далекие сверкающие звезды и разделявшие их невероятные бездны. На протяжении всей истории человечества мужчины и женщины смотрели на звезды и мечтали о том дне, когда они смогут к ним приблизиться. Но исполнению их мечты препятствовали огромные расстояния, которые разум людей отказывался воспринимать. И вот теперь возможность овладеть звездами раз и навсегда подчинить себе галактику была у него в руках. Он станет архитектором преобразования галактики. В космосе над ним неподвижно висели корабли тысячи сынов. Фатеп, потомок Проспера и Анхтауи. Вместе с кораблями-кузницами-механиком, судами-администратума и огромными крейсерами, везущими солдат гвардии шпилей Проспера, они составляли его отряд 28-й экспедиции. Здесь, в недосягаемой вышине, купаясь в потоках света и энергии, Магнус был свободен от ограничений земной жизни, хотя многие из них он принял на себя добровольно. Его зрение уже не знало преград, а тело не связывали законы и условности, установленные им самим и его создателем. В отличие от братьев, Магнус помнил момент своего создания и каждое мгновение взросления, а также сознавал узы, связывающие его с отцом. Еще в то время, когда его жизнь зарождалась в раскаленном добела горниле гениальности, он говорил с отцом, вникал в его мечты, созерцал колоссальный размах замыслов и осознавал свое место в них. Как мать разговаривает с нерожденным младенцем, которого носит в утробе, так и император разговаривал с Магнусом задолго до его рождения. Но неродившееся дитя ничего не знает об окружающем мире, тогда как Магнус уже знал все. Десятилетия спустя он вспоминал, как вернулся в мир своего рождения вместе с отцом, как они прошли по забытым путям и исследовали древние тайны. Император щедро делился с ним секретами вселенной и своей мудростью, не подозревая, что ученик очень скоро превзойдет учителя. Они бродили по раскаленным красным пескам Меганезии и путешествовали по невидимым тропам, которые первые люди, населявшие эти земли, называли линиями песен. В других мирах эти пути назывались Лей или Лунг Мэй, вены дракона, и обозначали линии, по которым течет кровь богов, таинственные потоки энергии. Отец рассказывал ему, что шаманы древней Терры могли прикасаться к этим течениям и черпать силу, недоступную остальным смертным. Многие из них сами стремились стать богами, основать империю и поработить все остальное население. Император говорил, что эти люди, пользуясь энергией, природу которой не понимали, навлекали на себя и свои народы страшные несчастья. Заметив интерес Магнуса, отец тогда же предупредил его, что нельзя долго странствовать в эфире и подниматься слишком высоко ради эгоистичных целей. Магнус внимательно слушал, но в глубине души мечтал овладеть этими силами, оказавшимися неподвластными простым смертным. Он был существом света и настолько отдалился от человеческой природы, что уже не мог считать людей своими прародителями. Да, он был намного выше их, но старался не забывать об эволюции и жертвах, принесенных ради его возвышения. Он считал своим долгом и почетной обязанностью ускорить восхождение тех, кто последует за ним, и показать им свет, как сделал это его отец. В те времена облик Терры быстро изменялся. Планета перерождалась в соответствии с повелениями нового правителя. И этот перелом в судьбе человечества ознаменовался возведением сверкающих городов и великих чудес. И самым большим из чудес стал дворец его отца, монумент размерами с целый континент, увековечивший достижения эры единства. Этот архитектурный материк, построенный на величайших вершинах Терры, стал бесспорным символом Терры в ее новой роли путеводной звезды для всего человечества, сияющим маяком для галактики, так долго остававшейся во тьме мрачной эпохи. Магнус изучал древние тексты, собранные его отцом в Либрариус Терра, проглатывая книги со страстью, граничащей содержимостью. Вместе с братьями он наблюдал за небесами из Великой обсерватории, оборудованной на самой высокой вершине, и с особой радостью парил вместе с отцом в волнах эфира. Он с любопытством наблюдал, как Фулгрим и Феррус Манус оспаривают друг у друга первенство в кузнице Тарават под горой Народной. Он обсуждал природу Вселенной с Ларгаром в зале Ленга и встречал остальных братьев по мере их возвращения в мир, где зародилась их жизнь. С некоторыми из них он ощущал родственную связь. Раньше он и не подозревал, что на это способен. С другими не чувствовал ничего, а иногда угадывал даже враждебность, но не отвечал на нее. Будущее их рассудит. Когда пришло время отправляться в межзвездное путешествие, он испытывал одновременно и печаль, и радость. Ему предстояла разлука с любимым отцом, но и медлить больше было нельзя, поскольку генетические отклонения, поразившие его воинов, становились все более и более опасными. Магнус должен был увезти свой легион на Проспера, и он сделал это. А там трудился изо всех сил, чтобы спасти своих сынов. При мысли о легионе Магнус оторвался от созерцания звезд и вспомнил предостережение отца не летать в эфире слишком долго и слишком высоко. Он изменил направление полета и сверкающей кометой понесся к поверхности Акхору. Навстрече ему взметнулась темная земля, посреди которой одиноким костром светился лагерь тысячи сынов. Мысли его воинов виделись ему языками пламени. Иные спокойно колыхались, а иные метались, раздуваемые амбициями. Один из огней горел особенно жарко, и Магнус замедлил падение. Ариман. Он всегда светит ярче всех. Главный библиарий вместе с Собиком стоял у своего шатра и беседовал с тремя смертными, мысли которых едва тлели. В одно мгновение Магнус прочел их ауры и узнал о них больше, чем было известно им самим. Мужчину зовут Люмиэль Гамон, и он стал новым послушником Аримана. Более высокая из женщин это Камила Шивани, психометрист, а та, что миниатюрнее, Калисто Эрида, асимический писатель. Калисто Эрида держала в руке пачку бумаги, хотя, судя по ее ауре, была этим очень расстроена. Шивани стояла за спиной Гамона, а тот довольно оживленно разговаривал с Ариманом. Ариман, не отрываясь, смотрел на исписанную страницу. Магнус подлетел ближе, чтобы прочесть написанное. Одна и та же фраза повторялась снова и снова. Волки идут. Глава шестая Скарсен Требования войны Судьбостроитель Этот день ничем не отличался от всякого другого. Солнце жгло солончаки Акхору. Дрожащий от жары воздух был таким же сухим, как и всегда. Горячий ветер, дувший из горы, проносился по километровому церемониальному плацу и щелкал знаменами с изображением Скарабеев и голов ястребов. Пять братств легиона, без малого шесть тысяч Астартес, торжественно замерли в красно-белых боевых бронекостюмах. У тайных Скарабеев на груди блестели нефритовые изображения священного жука, а на шлемах Атефах сверкали золотые гребни. Гешреки остальных воинов легиона были гладко отполированы и украшены золотом и аметистами. Это был такой же день, как и все остальные, за исключением одного. Приближались волки. От капитанов Атепа поступило донесение о вынурнувшей из Великого океана небольшой флотилии, которая с пугающей скоростью неслась как хору. Стремительные корабли, словно клинок сквозь воду, миновали окраинные участки системы и мчались к якорной стоянке 28-й экспедиции. Сканирование при помощи ауспиков показало, что это корабли космических волков, но в легионе тысячи сынов уже и так знали, кто их гости. Магнус не проявил ни малейшего удивления, когда Ариман передал ему записанные калистой слова, а совершенно спокойно приказал капитанам подготовить к рассвету парад легиона. Почувствовать приближение флотилии кораблей через варп должны были многие из тысячи сунов, но никто, кроме Магнуса, почему-то не имел ни малейшего понятия о приходе космических волков. Ариман хотел обсудить это с Магнусом, но примар отмахнулся от его сомнений и заметил, что их способности считывать информацию в потоках эфира, где перемещаются звездные корабли, хотя и не имеют себя равных, все же не являются непогрешимыми. Его ответ не рассеял беспокойство Аримана. Посмотреть на воссоединение братьев по оружию собрались многие слуги легиона, но им пришлось наблюдать за процедурой встречи издалека. Даже летописцев, включая личного писца Магнуса, Махавасту Калимака, не подпустили близко к плацу. Ариман ощущал присутствие Лемуэля, Камилы и Калисты в группе зрителей и не мог не отметить их мрачного настроения. Он опасался, что не до конца понял послание Калисты Эриды, однако все его ночные попытки уловить в Великом океане отголоски будущего вновь закончились неудачей. Элитописцы, лишенные возможности присутствовать при торжественной церемонии, не скрывали своего разочарования. Но встреча Астарта с двух легионов была их внутренним делом. Каким бы радостным ни был этот день, строгие позы и преувеличенно четкие движения тысячи сынов свидетельствовали об огромном напряжении. Это был не просто почетный караул, построенный ради встречи представителей братского легиона. Это была и демонстрация силы, и предостережение, и декларация намерений. Примарх стоял под обширным тентом из белого шелка, который держали 60 загорелых евнухов легиона. За его спиной выстроился отряд из 81 терминатора тайных скоробеев. Магнус был в полных боевых доспехах, но отказался от многочисленных затейливых украшений, придерживаясь аскетизма, что больше соответствовало характеру волков. С его позолоченных наплечников свисала темная кольчужная мантия. Плюмаж шлема колыхался в воздухе величественным гребнем, но книга, обычно висевшая на поясе, сегодня осталась в шатре примарха под замком, который мог открыть только он сам. Ариман взглянул вверх. Огромный белый раскаленный диск готов был обрушиться на планету всем своим весом. Сер остальные десантные капсулы невозможно увидеть, пока они не опустятся к самой поверхности, но он все равно продолжал следить за небом. Над головами Астартес мерцали переменчивые силуэты хранителей, едва различимые из-за солнечных бликов на доспехах, а Эпио то пропадал из виду, то появлялся снова. Его осмотрительность вполне соответствовала его настороженности. Ютипа и Паеок держались ближе к своим хозяевам, а Сиода красная как кровь пульсировала в такт биению сердца Калофиса. Хранитель Утизаара Эфра стала почти невидимой, превратившись в небольшой сгусток света, все больше сжимавшийся, как только приближался кто-либо из ее собратьев. Они так спешили сюда прилететь, а теперь не могут поторопиться, когда мы уже построились для встречи, проворчал Фозисткар. «Это характерно для космических волков, правда, Утизаар?» откликнулся Хадхор Маат. Ариман заметил, что его приятель изменил свой облик, отказавшись от скульптурной изысканности древних статуй в пользу грубоватой воинственности. Утизаар кивнул, даже не оглянувшись на Маата. «Воины руса непредсказуемы, за исключением тех случаев, когда дело касается боевых действий», «Это ведь ты некоторое время служил с ними». «Весьма недолго», подчеркнул Утизаар. «Они не слишком приветливы с посторонними». «Ха!» гаркнул Фозисткар. «Совсем как мы. Они мне почти нравятся. Волки! Это же варвары!» К всеобщему удивлению воскликнул Калофис. Он даже ощетинился, словно доминирующий самец в стае хищников. Капитан Шестого Братства славился своей агрессивностью, но в данном случае его возмущение было понятно Ариману. При всей своей склонности к насилию Калофис никогда не проявлял ее без достаточно веской причины. «Мы с ними родственные души, Калофис», сказал Хадхор Маат. «Вы должны бы прекрасно поладить». «Можешь болтать сколько угодно, Паванит, но не думай, что я не заметил изменений в твоем внешнем виде». «Я просто учитываю обстоятельства», насмешливо отозвался Хадхор Маат, а его хранитель раздраженно вспыхнул. «А почему ты называешь их варварами?» спросил Фозест Кар. «Не обижайся, но и ты не отличаешься излишним мягкосердечием». «Я тебя понял, просто я изучал проведенные ими кампании. Это инструменты для ведения войны, не более. В их методах нет ни утонченности, ни мастерства, одно лишь бесконтрольное стремление к уничтожению. Когда император спускает с поводка эту стаю, остальным надо стараться не попадаться у них на пути, потому что волки не остановятся, пока все вокруг не обратится в прах. Вот воины Пертураба отлично контролируют свою агрессивность. Нам всем есть чему у них поучиться. Они наносят неотразимые удары в тщательно выбранных направлениях. «Но этот раз я не могу не согласиться с колофисом», произнес Ариман. «Наверное, я заболел». Все рассмеялись, хотя, как заметил Ариман, Утизаар недовольно поморщился. Частью обучения капитанов Тысячи сынов была стажировка в других легионах с тем, чтобы узнать их методы ведения войны и лучше понять ситуацию в галактике. Колофис служил вместе с Железными воинами и восторженно отзывался о них, ставя на второе место после Тысячи сынов. Фозист Кар сражался в рядах лунных волков и никогда не уставал похвастаться перед друзьями тесной дружбой с приближенными к примарху капитанами Хастуром Сеянусом и Изекилем Абаддоном. Стажировка Хадхора Маата проходила в легионе Детей Императора в те далекие времена, когда они еще воевали вместе с лунными волками. По словам Хадхора, его безукоризненный внешний вид настолько понравился фениксийцу, что примарх постоянно держал его поблизости, а самой ценной наградой Маата стала клятва Фулгрима, которую он выгравировал на нагрудной броне перед возвращением на Проспера. Стажировка Утизаара оказалась самой короткой и длилась меньше Тиранского года. А Риман так и не узнал, прекратилась ли она по инициативе самого Утизаара или это волки решили покончить с процессом обмена. А Тинейцы всегда сторонились многолюдных собраний и тех, чьи мысли были слишком громкими, слишком грубыми и пронзительными. А Риман провел пять лет среди несущих слова и многое узнал и о самом легионе и о его военной доктрине. Но те времена оставили не лучшие воспоминания в его жизни, поскольку в этом легионе служили ревностные последователи Ларгара, чья преданность повелителю человечества доходила до фанатизма. Все Астартес, безусловно, были верны своему лорду и его делу, однако несущие слова жили и сражались с такой страстью, словно их ввел божественный огонь. Ауры несущих слова представляли собой пылающие колонны убежденности, которую Ариман считал необоснованной, поскольку в ней отсутствовали фундаментальные знания. Кое-кто называл это чувство верой, но Ариман считал его безнадежным невежеством. Из-за этой страсти, в которой не осталось места для тех, кто ее не разделял, у него почти не появилось друзей в 17-м легионе, кроме воина по имени Эрип. Легиону Ларгара достался злополучный номер, поскольку, если верить древнему гаданию на костях, цифра 17 приносила несчастье. Ее написание на готике содержало анаграмму, означающую «Я жил», из чего можно было сделать вывод «Я умер». Безмолвное восклицание Айт-Пио заставило Аримана прервать размышления и вернуться к действительности. Взглянув вверх, он увидел, что два массивных самолета несутся к поверхности с такой скоростью, как будто у них отказали двигатели. Они своем рассекали воздух и на передних кромках крыльев заплясали язычки пламени. Они спешат, заметил Фозис Ткар. Это хорошо или плохо? поинтересовался Ариман. Плохо ответил ему Утизаар, лицо которого, несмотря на загар, заметно побледнело. Когда стая волков бежит тебе навстречу, нельзя ждать ничего хорошего. Ты можешь прочесть их мысли, удивился Хадхор Маат, на таком расстоянии? Я мог читать их мысли, когда они были еще на орбите, заявил Утизаар, стараясь сохранять уверенный тон. Наблюдая за снижением десантных судов, Ариман проследил векторы их движения и понял, что корабли не попадают на посадочную площадку. Что-то случилось, сказал он. Они промахнулись. Десантные корабли мчались вниз пылающими метеорами. Еще мгновение, и они рухнут на солончаки, не оставив ничего, кроме огромного кратера. Видение на один миг мелькнуло в мозгу Аримана, и он не был уверен. То ли это плод разыгравшегося воображения, то ли отрывочный проблеск будущего. Двигатели десантных кораблей включились в тот самый момент, когда Ариман решил, что уже слишком поздно замедлять падение. Но вот раздался рев маневровых двигателей, сравнимый с воем тысячи волков. Корабли на мгновение зависли в воздухе, а затем ударили о землю лишь чуть-чуть правее навеса, под которым стоял Магнус. Во все стороны разлетелись облака выхлопных газов, потоки горячего воздуха и тучи раскаленных соляных кристаллов. Мускулистые евнухи с трудом удержали раздувавшееся полотнище тента. Тучи дыма и пыли еще не успели рассеяться, как выдвинулись аппарели обоих кораблей и из-за плотной пелены появились фигуры в серо-стальной броне, поволчьи поджары и мускулистые, словно опасные хищники, предвкушающие близкую битву. Впереди них выступал воин в серой кожаной маске вместо шлема, всем своим существом излучавший неприкрытую агрессию. Амлодис Карсенс Карсенс Лорд Пятой Роты Космических Волков. Ариман не знал, чего следует ожидать от Космических Волков. Утизаар не слишком много рассказывал о них после своей стажировки. Они не были близкими друзьями, чтобы расспрашивать о деталях, но Ариман подозревал, что красочные легенды и громкая слава, сопутствующие сынам Русса, были откровенным преувеличением рассказчиков. Теперь он понял, что ошибался. Перед Астартес, роняя из пасти капли слюны, бежали серые с белым волки. Под их шкурами перекатывались мощные мышцы, взгляды желтых, сверкающих глаз, сразу же устремились на Магнуса. Из открытых ртов, словно кинжалы слоновой кости, показались чудовищные клыки. Волки, рычая, грызаясь, разбежались полукругом и стали поводить из стороны в сторону лохматыми головами, как будто решали, кого атаковать в первую очередь. За хищниками следовали высокие воины в терминаторской броне цвета стали, а во главе шагал Амлоди Скарсен Скарсенсен. Он шел сквозь дым, слегка опустив плечи и наклонившись вперед, как будто преодолевал сопротивление сильнейшей бури. Изрядно побитая броня цветом напоминала грозовую тучу. Спину покрывала черная волчья шкура, закрепленная на шее костяной застежкой, а на правом плече красовался череп зверя, окруженный рядами клыков. Вместо шлема на голове Скарсена была облегающая лакированная и украшенная камнями кожаная маска в виде какого-то ужасного существа, наполовину волка, наполовину демона. Из-под маски холодно блестели глаза, такие же серые, как и его броня, а за спиной торчал боевой топор с черным обсидиановым лезвием. Сопровождавшие его воины имели не менее устрашающий вид, и их броня была украшена амулетами и фетишами из разных частей волчьих шкур. Эти неумолимые гиганты, одетые в керамид, так решительно шагали следом за своим лидером, что Ариману показалось, будто они не намерены останавливаться. Столь откровенно вызывающее поведение разозлило Аримана до такой степени, что он был вынужден обратиться к исчислениям. Но концентрации внимания помешал крик Аэт-Пио, тотчас укрывшегося в безопасности Великого Океана. Ариман оглянулся на ощетинившихся волков. На миг их силуэты затуманились перед его взором, а затем его встретили взгляды разумных существ, от которых по спине побежал холодок. В следующее мгновение он понял, что убежали все хранители. Гнев мгновенно сменился растерянностью, и все взгляды обратились к Магнусу. Успокаивающее присутствие примарха проявилось в тот же момент, и в голове капитанов прозвучали непроизнесенные вслух слова «Держитесь, сыны мои, это всего лишь демонстрация силы, ничего более». Гигантские волки остановились, расположившись веером вокруг тысячи сынов и перепуганных евнухов, опустили головы и оскалились. Ариман с большим трудом сдерживался, чтобы не развернуть Хеку и не послать в них импульс уничтожающей энергии. «Магнус Красный», заговорил Скарсин раскатистым и резким голосом настоящего убийцы, «Мое имя Амлодис Скарсин Скарсинсон, лорд пятой роты космических волков, и я прибыл, чтобы от имени Лемона Русса, великого волка Фенриса, призвать тебя к оружию. Тебе надлежит собрать свое войско и со всей поспешностью направляться в скопление причал Ковчега. Таков приказ короля волков. Столь бесцеремонного послания, продиктованного могущественному примарху, никто даже ожидать не мог. Ариман вдруг осознал, что его рука коснулась рукояти пистолета, хотя и не помнил, чтобы совершал какие-то движения. В аурах его собратьев капитанов возникли бурлящие оранжевые всплески. От прилива эфирной энергии у него даже задрожали руки, а тихий шелест потока вырос дарева сокрушительных бурунов, требующих освобождения. Хотя в данный момент возможности корвидов и были ограничены, Ариман вполне мог привлечь энергию Великого океана, чтобы пустить в ход смертоносные силы. Он продолжал накапливать энергию в своей плоти, и эфир вокруг покрылся рябью. Вот это и есть настоящая жизнь, припасть к источнику изначального в ход с той же ловкостью, с какой фехтовальщик пускает в ход свой клинок. Энергетические потоки вихрями закручивались вокруг Скарсина и его воинов, но свободно проходя сквозь Астартес тысячи сынов. Они обтекали космических волков. Аура самого Скарсина была тусклой и мутной, словно восход солнца в зимней мгле. Может ли Скарсин обладать защитой? Это было маловероятно, хотя множество амулетов, украшавших его доспехи, вполне могли сыграть роль щита. Обереги играли ничтожно малую роль в защите объекта, но веровых силы наделяло особым могуществом. Подумав об этом, Ариман в то же самое время обратил внимание на терминаторов, точнее на одного из них, бородатого в кожаном шлеме. Впечатление было такое, словно в темноте мелькнула еще более густая тень, или в грохоте бури послышался шепот. Он ощутил родственную силу, но уже через мгновение все пропало. Не смей говорить в таком тоне, сердито бросил Фозест Кар, и момент откровения миновал. Капитан второго братства шагнул вперед и стукнула землю древком своей хеки. Если посмеешь и дальше так дерзить, клянусь великим океаном, я тебя уничтожу. Надо отдать должное, Скарсин не дрогнул, что было бы неудивительно, учитывая накопленную Фозесом Ткаром энергию, от которой яростно забурлила его аура. Скарсин не сводил взгляда с Магнуса. Тебе понятно переданное мною послание? Спросил он. Понятно, холодно ответил Магнус. Сними маску. Космический волк качнулся, как от удара по лицу. Ариман ощутил мгновенное нарастание энергетического потока, а потом едва не вскрикнул. Весь запас энергии, накопленный в его теле, в одно мгновение исчез, поглощенный разумом, намного превосходящим его собственный. Аскарсин медленно, против своей воли, поднял дрожащие от напряжения руки, расстегнул застежки маски и снял ее. Открывшееся гладко выбритое лицо было суровым и покрыто морщинами, как обветренная штормовая скала. На нем над бровью имелся ряд волчьих клыков, образующие нечто вроде короны. Нижнюю челюсть полностью покрывала татуировка, изображавшая зубастую волчью пасть. На виске скарсина вздулась пульсирующая вена. Так-то лучше, сказал Магнус. Не люблю убивать людей, не увидев их лица. Магнус как будто вырос и увеличился в объеме, но в то же время оставался таким же, как и прежде. Волки взвыли, опустили головы и попятились от могущественного примарха. А Ариман отметил первые признаки. Еще не страха, но сильного беспокойства зверей. Скарсин прибыл с единственной целью доставить тысячу сунов в скопление причал ковчега. И порученное ему послание он передал в самом недвусмысленном тоне. Но Магнус не собирался уступать грубой силе космических волков. Если ты меня убьешь, тебе придется испытать всю ярость великого волка, прошипел Скарсин. Тихо, крикнул Магнус, и мир замер по его приказу. Стихли все звуки, смолкло завывание ветра, и соляные кристаллы остались лежать без движения. Ты для меня ничто, амлодис Скарсин Скарсинсом. Я могу убить тебя на месте, и ни один из твоих свирепых спутников даже шевельнуться не успеет, чтобы мне помешать. Одной лишь мыслью помни об этом и тщательно подбирай слова. Ариман не мог отказать Скарсину смелости, поскольку видел сильное возмущение в его ауре, вызванное дерзким ответом Магнуса. Но суровому воину хватило ума, чтобы понять, насколько он бессилен перед могуществом примарха. Он огляделся по сторонам и убедился, что мир застыл. Знамена бессильно обвисли, и все собравшиеся, за исключением тысячи сынов, как будто обратились в статуи. Скарсин вздернул подбородок, открылась мощная шея, и Ариман не мог не оценить символизм этого жеста. Магнус кивнул, и мир зажил своей обычной жизнью. Ветер задул с прежней силой, разворачивая шелковые знамена и поднимая в воздух тучи соляных кристаллов. Волк Скарсин, заговорил Магнус, мне понятно твое сообщение, но прежде, чем отправляться к твоему отцу, нам предстоит завершить важные дела на Акхору. Но ведь этот мир приведен к согласию, разве не так? спросил Скарсин. И его подобострастный тон вызвал среди космических волков настоящее смятение. Так согласился Магнус. Так что же здесь еще делать? воскликнул Скарсин. Нам предстоит покорить еще множество миров, и для этого необходима сила твоего легиона. Твои братья по оружию призывают тебя в бой, и долг воина откликнуться на этот призыв. Вероятно, так принято в твоем мире, возразил Магнус, но это не Фенрис. Где и когда будет сражаться легион тысячи сынов решать мне, а не королю волков, и уж конечно не тебе, это понятно? Понятно, лорд Магнус, но я поклялся на крови, что не вернусь без твоих воинов. Меня это не касается, и мы не станем обсуждать твои проблемы. Магнус начал проявлять признаки нетерпения. Значит, мы оказались в тупике. Боюсь, что так, согласился примарх тысячи сынов. Ариман сосредоточился на тексте, и перо заскользило по плотной бумаге, внося в гримуар события минувшего утра. Конечно, будут и другие записи об этих событиях, но никто не сумеет изложить их с таким полным пониманием ситуации, как он. Ариман обратился к исчислениям, позволил естественному ритму памяти и интуиции управлять процессом, и слова продолжали выливаться на бумагу уже без участия его сознания. Закрыв глаза, он освободил свое световое тело и позволил ему выскользнуть из плоти. Потоки Великого океана подхватили его, унося в темноту, и Ариман снова попытался рассмотреть отблески грядущих событий, и тотчас прогнал эту мысль. Если слишком сильно сосредоточиться в этом царстве эмоций, шансов на успех не останется. Связь с материальным миром постепенно растаяла. Вокруг Аримана забурлил Великий океан, никогда не затихающий водоворот не существующих в природе цветов, не имеющих названия чувств и бессмысленных измерений. Его подгоняли вперед случайные всплески чувств, яркие мысли, интенсивные эмоции и примитивные порывы. Злоба космических волков встала впереди ярко-красным рифом. Неудержимая страсть двух совокупляющихся летописцев отпечаталась пурпурным завитком противоречивых желаний. Страх одного из служителей, втиравшего лечебную мась в воспаленную кожу, был отмечен зеленым, а замыслы другой служащей, мечтавшей улучшить свою карьеру, окрасились тускло-желтую охру. Все эти цветные завитки поднимались вместе с Ариманом, словно струйки дыма в храме, хотя понятия верх и низ не имели здесь никакого смысла. Со всех сторон непроницаемой пеленой его окружал клубящийся туман эмоций, переживаний и вероятностей. И его собственное присутствие накладывало отпечаток на ткань варпа, на потоке Великого Океана, формирующего и формируемого нефизической антиматерией, которая составляла это альтернативное измерение. В этом и состояла суть изначального Творца, источник происхождения всего сущего. Здесь не было ничего невозможного, поскольку это была кузница, творение прошлого, настоящего и будущего. Ариман продолжал полет, получая наслаждение и колоссальный заряд бодрости от купания в потоках энергии. После этой прогулки он будет чувствовать себя не хуже, чем смертный после полноценного ночного отдыха. Разноцветный мир простирался во все стороны до бесконечности. Ариман отпустил свое сознание по течению, надеясь наткнуться на пласт событий, которым еще только предстоит произойти. Он сосредоточился на учении корвидов и одновременно открыл разум навстречу безграничной пустоте сознания. Столь противоречивые действия, необходимые для чтения будущего, которые даже ему давались с трудом, для менее одаренного человека были почти невозможны. Вскоре он ощутил первые признаки присутствия обитателей Великого океана, бесформенных существ с неуемным аппетитом. Сначала им заинтересовались незначительные создания, проявившиеся, лишь едва заметили проблески энергии. Они собирались получить подпитку от его чувств, но Ариман разогнал стайку одним усилием мысли. Эти только что появившиеся существа не представляли угрозы для свободного адепта его уровня. Но в недрах Великого океана плавали их старшие собратья, еще более голодные и злобные хищники, которые питались горячей, полной жизни энергией смертных странников. Ариман обладал определенной защитой, но не был неуязвим. Все началось с тихого шипения, словно по стеклу зашуршал мелкий дождик. Ариман ощутил легкое, как прикосновение пера притяжения, и, не выказывая особого интереса, поплыл в том направлении. Стоит проявить поспешность, и ткань Великого океана будет нарушена. Его нетерпение мгновенно прогонят своенравные видения будущего. Ариман подавел волнение и плавно совместил направление своего движения с тончайшим потоком, а затем открыл мысленное зрение навстречу живительной прохладе незафиксированных событий. Он увидел гору из стекла, высокую и пустую внутри, но далеко не такую большую, как гора Акхору. Все внутреннее пространство заливал желтоватый свет, словно в этом гигантском котле кипели противоречивые страсти, а над горой нависала грозовая туча, пронизываемая золотыми молниями. Ариман сознавал огромное значение видения. Картины в эфире создавались не только Великим океаном, но и самим наблюдателем. Эта гора и эта гроза могли представлять реальную сцену, а могли быть аллегорией, где каждый аспект символизировал нечто большее. Адепт должен отделить одно от другого мастерству. Его нематериальное тело охватило горячее облако волнения. Уже много лет никому из корвидов не удавалось приоткрыть плотную завесу эфира и заглянуть в будущее. Возможно ли, что непостоянные течения Великого океана сменили направление и его братство вернет былые преимущества? Интенсивность этой мысли разошлась кругами по окружающей Аримана жидкой пустоте. Видение дрогнуло и распалось на фрагменты, словно отражение в озере, нарушенное налетевшим ливнем. Ариман старался сохранить спокойствие, но слабая связь с потоком разрушилась. Стеклянная гора разбилась на тысячи фрагментов. Осколки осыпались, словно слезы, и в каждом отражался плачущий глаз, покрасневший и воспалившийся от страданий. Ариман попытался задержать эти острые зазубренные осколки, но эфир взволновался и все исчезло в волнах его собственного желания. Субстанция Великого Океана словно под порывами урагана яростно забурлила, отдаляя мысли от будущего и против Аримана поднялись красные волны его разочарования. Вместе с осознанием реального момента до него донеслись вибрации набежавших хищников варпа. Эти ненасытные концептуальные существа выслеживали странника по малейшему проявлению эмоций, а потом высасывали свет из его тонкого тела. Десятки хищников кружили вокруг Аримана, словно почуявшие кровь акулы. Он пробыл в Великом океане слишком долго, намного дольше, чем позволяли требования безопасности. Первый хищник вынырнул из кроваво-красного тумана. Это воплощение ненасытной жажды и инстинкта двигалось прямо на него, поблескивая гладким телом и острыми зубами, сформировавшимися от одной только нечаянной мысли. Ариман отскочил с его пути, хищник изогнулся, меняя курс, а из-за пелены уже показался следующий враг. Невольная аналогия с акулами придала им форму, и на Аримана мчалось уже гладкое вытянутое туловище прирожденного убийцы. Он опустошил свои мысли, поскольку его противники могли ими воспользоваться. Магистр храма Корвидов устремился в противоположную от стаи сторону, но стая успела почуять его запах. Более полудюжины существ амебообразной формы после встречи с какими-то другими световыми телами рванулись следом. Один из хищников огромных размеров вырвался вперед и уже раскрыл пасть, намереваясь проглотить свою добычу целиком. Ариман собрал энергию из окружающего эфира и запустил в преследователя волевой поток. Тело хищника взорвалось клочьями огня, и каждая частица мгновенно была проглочена его подоспевшими сородичами. В руках Аримана вспыхнули эфирным пламенем две хеки. Это оружие было необходимо, но вместе с тем и очень опасно. Яркий огонь привлечет других хищников. Однако без оружия он наверняка здесь погибнет. Оставив в своем шатре мертвую бездушную оболочку. Преследователи окружили его и пытались ухватить зубами. На взмахе посохов каждый раз отгоняли хищников. Ариман обратился к восьмому уровню исчислений. Чтобы остаться в живых, ему придется проявить агрессивность, но это лишь разожжет аппетит зверей. Хищники ринулись на него всем скопом, но Ариман следил за их нарастающей яростью и встретил атаку взмахами пылающего оружия. Ближайшее существо попало под удар и его существование на этом закончилось. Второй хищник взорвался под натиском мысли, которая одолела его голод и рассеяла сущность. Следующий враг бросился вперед, Ариману пришлось отскочить в сторону, и материальные зубы щелкнули очень близко к его духовной сущности, едва ее не порвав, но удар Хеки в голову уничтожил врага, оставив лишь следы его первобытной ярости и голода. Стая охотников отступила, ошеломленная таким отпором, но не в силах отказаться от погони. Охотники варпа обладали сильнейшими инстинктами, требующими удовлетворения. Стая будет нападать снова и снова. Хищники атаковали его еще трижды. Каждый раз они были вынуждены отступить, но их становилось все больше, а Ариман слабел, теряя энергию. Он не сможет долго поддерживать такой темп битвы. Бои в эфирном пространстве изматывали сильнее, чем в мире физическом. Там Астарты смогли сражаться без отдыха целыми неделями, а здесь их время ограничивалось минутами. Воин тысячи сынов высокого ранга был способен странствовать в эфире дольше многих других, но интенсивность этой схватки требовала от Аримана крайнего напряжения. Огромная пасть устремилась на него снизу. То была алчность, получившая огромные формы благодаря чьим-то неосторожным мыслям. Зубы хищника сомкнулись вокруг ноги Аримана, впились в его свет, и непреодолимая боль рассыпалась искрами сверкающих бриллиантов. Но в чудовище тотчас врезался посох, и оно исчезло, не успев насладиться своим триумфом. Ариман больше не в силах был продолжать борьбу, и сищники, казалось, это прекрасно понимали. В нетерпении они затеяли свалку, отталкивая друг друга, чтобы насладиться убийством и получить самый лакомый кусок. Запас энергии подходил к концу, и одна огненная хека уже погасла. Как обидно погибать после такого волнующего проблеска будущего. А потом Великий Океан расколол протяжный вой. Преследователи дрогнули от этого яростного крика, а из бушующих волн Великого Океана появилось темное пятно. Потом показались клыки, похожие на мечи из льда, и начали рвать охотников варпа. Это было сочетание формы и воли, отточенное до остроты кинжала, стремящееся только к уничтожению и начисто лишенное милосердия. В гуще схватки постепенно стали проявляться желтые горящие глаза, лохматая черная шкура и белые клыки, с которых стекала слюна. Облик еще не до конца оформился в мыслях Оремана, а он уже увидел призрачный силуэт волка, своими размерами и мощью превосходящего все виденные им живые существа. Чудовищный волк быстро расправился с хищниками варпа, сопровождая ужасным воем каждый смертоносный укус и каждый взмах когтистых лап. Внутри волчьего тела Ореман успел заметить мимолетный проблеск воли, которая им управляла, далекий блеск брони, но не черный, а темно-серый с металлическим отливом. Волк снова взвыл, и волны ничем не сдерживаемой ярости разошлись по Великому океану, как круги по воде от брошенного камня. Хищники, напуганные более сильным зверем, разбежались, и словно капли чернил на промокшей бумаге растворились в темноте. Волк повернулся к Ореману. Его тело трансформировалось подобно игрушке оригами, пока не остался только образ, замеченный в его сердце. Тонкое тело Астартес в темно-серой броне космических волков. Волк подплыл к Ореману, и чтобы заметить первобытную и грозную энергию, наполнявшую этого странника, не потребовалось особого умения. Его жизненная сила казалась невероятной. Если Оремана можно было сравнить с управляемым реактором, то этот воин сиял с интенсивностью сверхновой звезды. Оба они излучали опасность, оба сияли ярким светом. Но Ореман мог выбрать единственную жертву из миллиона, а волк был способен умертвить миллион людей, лишь бы уничтожить свою жертву. Грозный хищник исчез, но Ореман мог разглядеть его в глубине сердца Астартес. Нам надо уходить, брат. Голос волка напомнил скрежет столкнувшихся ледников. Чем дольше мы задержимся, тем больше хищников сбежится попировать на нашей сущности. Я тебя видел, сказал Ореман. Ты прибыл со Скарсиным. С лордом Скарсиным поправил имя Охтхере Судьбостроитель. Я рунный жрец пятой роты космических волков, который командует Амлоди Скарсиан Скарсиансен. Азик Ариман, главный библиарий Тысяча Сынов. Я хорошо тебя знаю, Азик Ариман. Судьбостроитель сопроводил эти слова хищной усмешкой и давно хотел с тобой встретиться. Глава седьмая Волки Фенриса Встреча мыслей Плотина прорвана. На Фенрисе не водятся волки. Ариман не раз слышал это самое распространенное утверждение из всех слухов, что появлялись то из одного, то из другого безымянного источника. Смешно было бы даже спорить об этом, поскольку живые доказательства обратного бежали рядом с тысячей сынов, вновь марширующими к горе. Десяток волков с отливающей металлом шкурой свободно распределились вдоль колонны воинов, словно пастушьи собаки, перегоняющие стадо. К горе поднимались шесть сотен астартес, тысячи сынов вместе с космическими волками. Во главе колонны, в окружении терминаторов и стайных скоробеев и в сопровождении своих капитанов шагал Магнус Красный. Параллельно могучему примарху шагал лорд Скарсен и его волчья гвардия. Ахтхере судьбостроитель шел рядом со своим лордом и на взгляд Аримана ответил легким кивком. Они проговорили почти всю ночь, но Ариман так и не понял, чего следовало ожидать от рунного жреца. По требованию Етири было объявлено военное положение и вместе со Стартес на гору взбирались еще и Ленд-Рейдеры. Вождь племени спустился с горы одновременно с Калофисом перед самым прибытием космических волков и сразу же потребовал аудиенции у Алого Короля. Но космические волки должны были вот-вот появиться, и Етири пришлось ждать, пока не закончится церемония встречи. Какими бы важными не были для тысячи сынов проблемы на Акхору, дела смертных могут подождать перед делами Астартес. Ариман видел, как Етири пригласил сверкающую пирамиду Магнуса и заметил, что вождь испытывает страх. Как и все остальные обитатели Акхору, закрывающие лицо масками, Етири не отбрасывал тени на эфир, и его жизненная энергия оставалась скрытой от тысячи сынов. Етири пришел вместе со своими старейшинами, и Ариман не мог не заметить, насколько они возбуждены, хотя и не читал их ауры. Разговор между Етири и Магнусом вероятно был серьезным, поскольку примарх сразу же приказал Ариману собрать воинов всех братств и отправиться в поход. Увидев сборы тысячи сынов, лорд Скарсен прислал к Магнусу своего Геральда, воина по имени Варанг Рагнульф Рагнульфсян, и после этого космические волки приняли участие в экспедиции. Вскоре они миновали ряды мертвых камней. Все скалы были пронизаны черными маслянистыми жилами, словно сгнившими венами. Ак-Хору, увидев, что произошло с камнями, попадали на колени и зарыдали от страха. Ариман ненадолго задержался, чтобы осмотреть Менгеры. Ему была известна лишь одна сила, способная воздействовать на скалы подобным образом. «Что ты думаешь по этому поводу?» спросил Фозис Скар. «То же, что и ты», коротко ответил главный библиарий и продолжил путь. Марш-бросок продолжался, и Ариман оглянулся на воинов лорда Скарсена. Они задали быстрый темп, и тысячи сынов не отставали. Но если для Астартес это была быстрая ходьба, а к Хору пришлось бежать, что есть мочи, и все же они держались следом. Страх придавал им сил и помогал переносить изнуряющий дневной зной. «Они как будто не чувствуют жары», спустя некоторое время заметил Фозис Ткар. «Кто?» «Да эти чудовища, которых привез с собой Скарсен», пояснил Ткар. «Они прибыли и жара кажется им ничуть не мешает». Ариман посмотрел на пробегающего мимо волка, холка которого доходила ему до пояса. Серо-белая шерсть зверя с завитками курчавилась на плечах, а на спине гладко прилегала к шкуре. Зверь как будто почувствовал его любопытный взгляд. Он повернулся, прищурил желтые глаза и вызывающе зарычал, показывая клыки. «Не могу сказать наверняка», заговорил Ариман, «но те немногие существа, что обитают на Фенрисе, своей жизнью обязаны способности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. И эти волки не исключение». «Хотел бы и я уметь так приспосабливаться. Эта жара скоро меня доконает», сердито проворчал Фозис Ткар. «Мое тело было модифицировано, чтобы выносить экстремальные условия, но солнце Акхору выжигает из него жизнь. От него страдает даже Хатхор Маат». «Говори за себя, Ткар», отозвался Маат, «я чувствую себя вполне комфортно». Несмотря на эти слова, Маат также страдал от жары, как и все остальные. Если бы не силы Паванидов, он не смог бы так эффективно регулировать происходящие в теле процессы. А между тем, волки Фенриса бежали вперед, словно стоял обычный теплый денек. И здешняя жара причиняла им не больше беспокойства, чем морозы родного мира. «Выносливость заложена при их создании», вступил в разговор Магнус. До сих пор примарх не произнес ни слова, молча прислушиваясь к сказанному капитанам. «При создании», переспросил Ариман, «А кто же их создал?» «Первые колонисты Фенриса», с улыбкой не видите внутренних пляску спиралей, танец генов и применение сплайсинга, освоенного учеными древности. Ариман переглянулся за своими приятелями капитанами, и Магнус, заметив этот взгляд, рассмеялся. «Нет, конечно же не видите», сказал он, качая головой. «Утизаар, ты ведь посещал Фенрис, не так ли?» Это был риторический вопрос, поскольку Магнус был прекрасно осведомлен о традиционных стажировках каждого из них. Утизаар кивнул, «Ненадолго, мой лорд», сказал он, «и должен признать, это было не самое приятное путешествие». «Я в этом не сомневаюсь, Фенрис неласково относится к чужакам, и это не самый гостеприимный мир», признал Магнус, слегка улыбнувшись. «Этот мир не прощает никаких недостатков, стоит только расслабиться среди его покрытых льдом океанов и заснеженных скал, как тебе грозит неминуемая гибель. Смертный, даже хорошо подготовленный к суровым условиям, не выживет там и нескольких минут, замерзнет насмерть». «Но аборигены там выживают», заметил Ариман. «Очевидно, это грубые дикари, которые воюют друг с другом за жалкие клочки земли, уцелевшие после смещения земной коры Великого Года». «Можно сказать и так», согласился Магнус, «но это не совсем дикари». «Чем же они отличаются?» спросил Хадхор Маат. Он не мог поверить, что варварское племя смертных было способно удостоиться одобрения примарха. «Ты что не слышал? Фенрис, мир смерти. Планета настолько враждебная, что могла бы поставить под сомнение даже твои способности к биоманипуляции, а эти смертные отвоевали себе землю, обзавелись домами и семьями, и все это на планете, которую любой здравомыслящий человек постарался бы обойти стороной. Как же им это удается?» Магнус улыбнулся, и Ариман заметил, что он снова наслаждается ролью учителя. «Для начала скажите, что вам известно о Канис Хеликс? Это генетический праймер», ответил Хадхор Маат, «предшествующий ген, который способствует приживлению в организме претендента гена семени космических волков». Магнус покачал головой, и взгляд его большого глаза, устремленный на капитанов, блеснул золотистой зеленью. «Да, в этом заключается часть его функций, но никто не предполагал использовать его в этом аспекте», сказал он. «А как же его собирались использовать?» спросил Ариман. Он оглянулся на Скарсина, снова надевшего свой кожаный шлем. Интересно, знают ли апотекарии клыка то, что известно Магнусу? Командир волков, испытав на себе могущество Магнуса, предпочитал держаться в стороне. Ариман подозревал, что, заявив о возможности уничтожения кораблей космических волков, примарх блефовал. Но Скарсин очевидно не был в этом уверен. «Представьте себе то время, когда люди впервые открыли Фенрис», предложил Магнус. «Этот мир настолько враждебен жизни, что человек просто не в состоянии там выжить. Буквально все грозит смертью, и леденящую кровь морозы, и периодически уходящие под воду континенты, и яростные ветры, способные выдать воздух из легких. Но в те времена генетики воспринимали невозможность как вызов, и постоянно внедряли в хромосомы людей и животных новые коды. Причем с такой же легкостью, с какой адептомеханикум меняют операционные платы в сервиторах. Тогда выходит колонисты привезли с собой на Фенрис генно-модифицированных волков?» спросил Хозист Кар. «Возможно», кивнул Магнус, «но более вероятно, что они приспосабливались, порой не слишком удачно и не задумываясь о последствиях, а возможно на Фенрисе жили другие, более древние расы». Ариман наблюдал за Магнусом, пока тот говорил, и понимал, что примарх рассказывает им далеко не все, что знает. Магнус погружался в пучину Великого океана намного глубже, чем осмеливался любой другой странник. Возможно, он и в самом деле стал свидетелем становления жизни в мире короля волков. Магнус отстраненно пожал плечами. «Вы смотрите на этих существ и видите в них только волков, но не потому ли, что ожидаете увидеть именно их?» «А что еще мы можем увидеть?» удивился Хадхор Маат. «Это же и есть настоящие волки. Если бы ты забирался так далеко, как забираюсь я, если бы видел то, что открывалось мне, ты бы осознавал возможность заглянуть поверх ожидания, в истинную сущность объекта». Магнус махнул рукой в сторону пробегавшего волка. Мощные мышцы перекатывались под его шкурой, невзирая на жру, и легко несли зверя вверх по склону. «Я могу проникнуть взглядом сквозь плоть этого существа, пронизить кости до самого мозга, и проследить все повреждения и модификации его генетического кода. Я могу проследить все его изменения вплоть до первоначального источника», сказал Магнус. Ариман удивился прозвучавшей в голосе примарха грусти, как будто он повидал такое, чего совсем не хотел бы видеть. Все дело в том, чем он хотел стать, и в разных стадиях долгого эволюционного пути. Волк остановился рядом с Магнусом, и примарх кивнул ему. Казалось, они обменялись безмолвными фразами. Ариман перехватил понимающий взгляд Ахтхере судьбостроителя. Несмотря на все его недомолвки, Ариману хотелось закрепить зародившиеся между ними отношения. «Пошел отсюда», крикнул Фозерсткар, прогоняя зверя. «Проклятые волки!» Магнус усмехнулся. «Я же говорил, на Фенрисе не водятся волки». Они встретились накануне вечером, сразу после того, как Ариман вернулся в свое физическое тело. Едва он открыл глаза, как застонал от болезненного стресса, всегда сопровождавшего воссоединение тонкого тела с плотью. Кроме того, пронизывающая боль вспыхнула в раненой ноге. Медленно и осторожно он выпрямил скрещенные ноги и с помощью хеки поднялся с пола. Правое бедро онемело, словно чужое, и холодная боль проникала в каждый мускул и в каждое сухожилие. Приподняв одеяние, Ариман приложил пальцы к разбухшей мышце и поморщился. На теле виднелись следы столкновения с охотниками варпа. Почерневшие и безжизненные участки кожи, раны, нанесенные тонкому телу, повреждали плоть странника куда более серьезно, чем клинки или пули. Астартес мог превозмочь боль, его организм быстро справлялся с ней без ущерба эффективности. Но повреждения, полученные в Великом океане, можно было вылечить только отдыхом и медитациями. Он увидел упавший на пол открытый гримуар и опустился на одно колено, чтобы его поднять, но снова поморщился, потянув омертвевшую мышцу. Ариман чувствовал себя так, словно целый месяц без отдыха провел в сражении, и его тело оказалось на грани полного истощения. Убрав гримуар под замок, он сменил стихарь на темно-красную тунику с капюшоном, отделанную слоновой костью и соболиным мехом. Тело настоятельно требовало отдыха, но главному библиарию предстояла еще одна встреча, о которой он и не догадывался до сегодняшнего полета в Великом океане, едва не ставшего смертельным. Полотнище шатра отодвинулось и вошел собик, всем своим видом выражавший беспокойство. Вместе с ним в шатер проник и слегка остывший ночной воздух. Мой лорд, все ли в порядке? Все хорошо, собик, ответил Ариман. Я слышал твой крик. Это был интересный полет в эфире, собик, только и всего, сообщил Ариман и набросил на голову капюшон. Кое-кто из хищников решил поживиться за мой счет. И ты собираешься уходить? воскликнул собик. Тебе необходим отдых, мой лорд. Нет, покачал головой Ариман, мне необходимо кое-кого повидать. Волки устроили себе логово у самой горы, в тени мертвых камней. Палатки воинов выстроились по кругу, а в центре был установлен шатер Скарсена. Ариман увидел рядом с ним высокий тотем, воткнутый в каменистую почву. Огромный волчий череп, увешанный волчьими хвостами длиной с руку смертного человека и длинными словно кинжалы клыками. Едва он подошел ближе и сумерек вынурнули тени мощных убийц, напомнивших ему хищников, от которых он с трудом спасся чуть раньше. Шесть зверей, с трудом различимых в темноте, неслышно подошли ближе и ощетинились. Они остановились и на острых клыках блеснул отраженный свет звезд. Хищники напрягли мускулы, готовясь к броску. «Я пришел встретиться с Охтхери судьбостроителем», произнес Ариман, чувствуя себя глупо, обращаясь к животным. Самый крупный волк запрокинул голову и издал мощный вой, расколовший тишину угасающего вечера. Ариман ожидал, что волки отойдут в сторону, однако они не двигались с места, преграждая пароход в лагерь своего господина. Он сделал шаг вперед, но волк, только что известивший хозяев о его приходе, обнажил клыки и угрожающе заворчал. Позади волков появилась еще одна тень, высокий воин, в гранитно-серой броне и с длинным посохом, увенчанным орлом и золото и серебра. Длинная борода космического волка была пропитана воском, а на гладко выбритом черепе плотно сидела обычная кожаная скуфейка. Ариман сразу же его узнал. «Ах, тхери, судьбостроитель», произнес он. «Да, это я», ответил космический волк и окинул его внимательным взглядом. «Ты ранен? Твоя туманная плоть повреждена?» «Я был неосторожен», сказал Ариман, не совсем понимая его слова, но улавливая общий смысл. Судьбостроитель кивнул. «Это верно. Я видел, как ты преследовал Виирд, и не знал, какие стаи охотников собираются для совершения убийства. Как ты мог их не заметить?» «Я уже сказал, что был неосторожен», повторил Ариман. «А как ты меня нашел?» Судьбостроитель рассмеялся, и его смех не давал повода усомниться в его искренности. «Для этого не надо большого мастерства», сказал он, «Ведь я сын шторма, и океан душ, зная не хуже, чем моря вокруг Асахейма. Когда в небе набухает глаз волка, кузница мира переворачивается, и лозоходцы ищут спокойные места, неподвижные среди общего непостоянства, я искал спокойствие и нашел тебя». Большая часть речи судьбостроителя не имела смысла для Аримана. Слова звучали слишком архаично, а их значение ничего не говорили тому, кто не был уроженцем Фенриса. «Тогда я задам другой вопрос, зачем ты меня искал?» «Пойдем», позвал его судьбостроитель, «поговорим». Не дожидаясь согласия Аримана, рунный жрец зашагал по направлению к мертвым камням. Волки расступились, давая им пройти, и Ариман, настороженно поглядывая на зверей, тоже пошел в сторону менгиров, торчавших из земли словно черные зубы. Воин осторожно обходил камни, стараясь до них не дотрагиваться. Затем обернулся к подошедшему Ариману. «Якоря мира», произнес судьбостроитель, «островки спокойствия, на этой планете бушует шторм, но здесь тихо, они неизменны и неподвижны, как Асахеем». «Акхору называют их мертвыми камнями», добавил Ариман. Волки тихо расселись вокруг, не спуская с него желтых глаз. Подходящее название. «Так ты собираешься сказать, зачем меня искал?» «Чтоб тебя узнать», поведал судьбостроитель. «Амлоди привез вызов твоему лорду, а я прилетел к тебе, Азек Ариман. Твое имя известно рунным жрецам космических волков. Ты искусный странник, и ты такой же, как я, сын шторма, и я знаю о твоей связи с Виирдом». «Виирд», мне незнакомо это слово. «Ты не с Фенриса», произнес судьбостроитель, словно других объяснений не требовалось. «Тогда просвети меня», теряя терпение, попросил Ариман. «Ты хочешь, чтобы я раскрыл секреты своего ремесла?» «В противном случае, нам не о чем будет разговаривать». Жрец улыбнулся, продемонстрировав острые зубы. «Ты стремишься сразу к самой сути, хорошо. участь», «будующее», добавил Ариман. «Иногда», согласился судьбостроитель, «на Фенрисе мы познаем его во время переворота кузницы мира, когда меняется лик планеты. Одни земли поднимаются, а другие обречены на гибель. Виирд показывает нам, как прошлое и настоящее влияет на будущее, и как будущее затрагивает прошлое. Потоки времени текут, сливаются, разрываются, но они навеки вплетены в великую сагу вселенной». Ариман начал понимать слова рунного жреца, услышав в них отголоски учения корвидов. «Судьба непреложна», процитировал Ариман, и Ахткерри рассмеялся. «Да, верно, этот гаут знал, что говорил». Ариман перевел взгляд на гору. Он чувствовал, как из-за общности в понимании тайн его первоначальная враждебность к рунному жрецу постепенно слабеет. Как бы сильно не различались их учения, некоторые суждения космического волка его заинтересовали. Это совсем не означало, что он мог доверять Ахткере, но первый шаг был сделан. «Что ж, ты меня разыскал», заговорил Ариман, «и что дальше?» «Ты и я сыновья шторма», сказал судьбо-строитель, вторим мыслям Аримана, «а братья не должны быть чужими друг другу. Мне известна сага о прошлом твоего легиона. И мне известно, что ничто так не подстрекает людей к убийству, как страх перед тем, чего они не понимают». Ариман немного помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «Что же еще тебе известно, как ты считаешь?» Ахткере шагнул ближе. «Я знаю, что дефект геносемени едва не уничтожил твой легион, и вы до сих пор опасаетесь, что эта напасть вернется. Мой легион в том же положении. Нас подстерегает проклятие Вульфина, и мы следим за своими братьями, не появится ли у кого знак волка». Судьбо-строитель поднял руку и прикоснулся к дубовому листку, выгравированному на плечи Аримана. «Так же и вы следите за своими легионерами, опасаясь перерождения плоти». Ариман вздрогнул, словно от удара и отшатнулся от жреца. «Никогда больше не прикасайся к нему», потребовал он, стараясь говорить спокойно. «Армуст?» спросил судьбо-строитель. «Так его звали, да?» Ариман хотел рассердиться, хотел сплить из-за бесцеремонного прикосновения к старой ране. Он заставил себя обратиться к низшим исчислениям и постарался сбросить пелену печали и сожалений. «Да», после недолгого молчания произнес он, «Так звали моего брата-близнеца». Ариман понял, что в долине творится что-то неладное задолго до пересечения хребта, за которым они впервые увидели гигантских стражей. В горле появился противный металлический привкус, и сразу вслед за этим в эфире возникла зыбь. Волнение было слабым, как едва различимый шепот, но все же оно было. Как же так? Ведь прежде здесь старила ничем не нарушаемая тишина. Впереди показался перевал, и тошнотворное ощущение усилилось, словно ветер приносил из долины запахи массового захоронения. В долине явно появилось нечто скверное. Ариман взглянул на Магнуса. Огромный образ примарха расплывался в дрожащей дымке и состоял из множества различных обликов. Как будто тысячи пиктов были сняты на один и тот же кадр. Магнус гигант, Магнус человек, Магнус чудовище и еще сотни вариаций на тему Магнуса. Ариман моргнул, прогоняя мысли образы, вызывающие приступы тошноты. Такого ему еще не доводилось испытывать. И главный библиарий тряхнул головой, стараясь избавиться от возникшего головокружения. Ты тоже это почувствовал, да? спросил Фозисткар. Да, ответил Ариман. Что происходит? Просыпаются спящие, прошипел Утизаар, прижав пальцы к виску. Спящие? переспросил Хадхор Маат. О чем это ты? Спящие души, оставленные на страже и связанные кристаллической неподвижностью, через силу пробормотал Утизаар. Пойманные и запертые, обреченные на долгие мучения, худшие, чем сама смерть. Во имя императора, о чем он болтает? сердито спросил Калофис. Акхору называют их Дайестай, сказал Магнус. Это порождение варпа, вызванной из кошмаров смертных, с самого начала мира. Люди в своем невежестве называют их демонами. Ариман сдержал улыбку. Да уж, действительно демоны. Сыны мои, вы слышите зов великого океана, продолжал Магнус, злобно сверкая красным глазом. Он будет очень сильным, но обратитесь к девятому уровню исчислений. Замкните сферу своей решимости и закройте разум от его воздействия. Он будет призывать вас с такой силой, с какой еще никто и никогда не призывал. Мой лорд, воскликнул Ариман, что происходит? Выполняй, Азик, резко бросил Магнус. Это не та энергия, с которой ты знаком. Это инертная и мертвая сила. Она попытается пробиться в твой разум, но ты ни на миг не должен ее туда допускать. Ариман не привык закрывать свой разум от эфира, но он выполнил приказ примарха, сфокусировал волю и поднялся к высшему самосознанию, откуда мог наблюдать за собственным телом. Магнус, не проронив больше ни слова, обогнал всех и продолжал путь к входу в долину. Скорость марша возросла, и в поведении космических волков Ариман уловил признаки замешательства, а вот волки все поняли. Ахтхери судьбостроитель что-то сказал о Млодис Карсину, после чего воин в маске метнул в сторону Магнуса Красного разъяренный взгляд. В состоянии объективного наблюдения Ариман видел знакомый ему страх неизвестности, ненависть, вызванную чем-то странным и незнакомым. Космические волки не питали доверия к его легиону, но может быть недавно установившиеся отношения с Ахтхери судьбостроителем изменит эту ситуацию. Долина была совсем близко, и Ариман вдруг заметил, что ландшафт уже не тот, каким он его видел прежде. Безупречная геометрия, удивившая его своим совершенством, в прошлый раз чуть-чуть изменилась, как будто все сместилось на какую-то долю градуса. Углы, прежде в точности совпадавшие друг с другом, теперь поражали странным диссонансом, как чуть расстроенный музыкальный инструмент. Принцип золотого сечения был нарушен, и изящный танец пересекающихся линий сменился мешаниной разрозненных очертаний, нарушивших царивший здесь ранее идеальный порядок. Долина стала излучать угрозу, и каждый предмет казался враждебным. Раскатистый рев двигателей ленд-рейдеров будил в крутых склонах странное эхо, как будто звук исходил из сотни разных источников. Наконец они добрались до устья долины. При виде того, что стало с гигантскими стражами, Ариман едва не вскрикнул от ужаса. «Я слышу их вопли», прошептал Утизаар, и Ариман быстро понял причину происходящего. Колосы стояли на тех же самых местах, что и в прошлый раз. Но гладкие чистые линии их корпусов и конечностей уже не были такими изящными. Если раньше цвет стражей напоминал выбеленную солнцем кость, то теперь их конечности были пронизаны омерзительной сетью зеленовато-черных вен. Смертоносная зараза толстыми маслянистыми щупальцами выползала из пещеры и наполняла своей отравой гигантские корпуса. Ступни с загнутыми когтями превратились в сплошную гниющую массу, которая постоянно вздымалась и колыхалась, постепенно увеличиваясь в объеме. Почерневшие ноги поддерживали торс, опутанный тонкими черными нитями, поглощавшими весь падающий на них свет. Стройные руки покрылись черными венами, по которым струилась отрава продуктов разложения. Изящные контуры огромных голов еще оставались незатронутыми заразой, но на глазах у Аримана тонкие черные щупальца уже обвились вокруг больших самоцветов, украшавших их поверхность. Он ощутил, как великий океан наращивает давление, пытаясь прорвать барьер его самоконтроля. Откуда-то снизу поступала энергия, но то, что он чувствовал, было лишь незначительной ее струйкой, которая грозила превратиться в ручеек, а потом и в стремительный поток. Дамба дала трещину, и безжалостная стихия скоро разрушит ее окончательно. Ариману очень хотелось попробовать эту силу на вкус, ощутить, как она потечет сквозь его тело, но, выполняя приказ Магнуса, он держал свой разум закрытым, и даже старался не смотреть в сторону гигантских статуй. Что с ними происходит, спросил он. Магнус взглянул на него сверху вниз. Что-то дурное, Азик, ответил он. Я опасаюсь, что мое пребывание в этом мире ускорило процесс. Баланс нарушен, и мне придется его восстановить. Якири и его старейшины, поспевавшие за Астартес, несмотря на преклонный возраст, тоже заглянули в долину. «Дай естай!» скрикнул вождь, сжимая древко фаларики, побелевшими от напряжения пальцами. «Они возвращаются!» «Именем волчьего глаза, о чем он бормочет», потребовал объяснений Скарсиан. Подходя ближе вместе с Ахткери судьбостроителем, что это за статуи? Магнус перевел взгляд на космических волков, и Ариман понял, насколько его примарха раздражает их присутствие. То, что предстояло сделать, лучше было бы скрыть от посторонних глаз. Екири повернулся к Магнусу. «Они требуют мертвецов, мы должны исполнить их желание». «Нет», возразил Магнус, «все, что угодно, только не это». Екири тряхнул головой, и Ариман увидел, насколько он разгневан. «Это наш мир», сказал вождь Акхору, «и нам самим предстоит спасать его от Дай-Естай, а не тебе». Воин в зеркальной маске отвернулся от примарха и повел своих соплеменников в долину, держа путь к стоящему перед входом в пещеру алтарю. Лорд Магнус не унимался Скарсин. О чем это он говорил? «Всего лишь суеверия, лорд Скарсин», ответил Магнус, «и ничего больше». «На вид это гораздо больше, чем просто суеверия», заметил Скарсин и крепко прижал болтер к груди. «Лорд Магнус, примарх тысячи сынов, скажи прямо, что происходит?» «Хель», воскликнул Ахтхери судьбостроитель со страхом и восхищением, глядя на титанические конструкции. «Отец Кракен, хранитель глубин». «Так вот, что мешает тебе присоединиться к королю волков», крикнул Магнус резко развернулся. «Ты что, плохо усвоил урок, щенок?» Грозного просил он. Скарсин вздрогнул от гневного окрика, и Ариман увидел, как ярость примарха расходится по поверхности, словно ударная волна после взрыва. Тем временем Якирий и его соплеменники спустились в долину, окружили алтарь и затянули молитвы несуществующим божествам, а Аххору разбились на пары и встали лицом друг к другу. Вдруг Якирий поднял свою фоларику, и Ариман понял, что произойдет дальше. Всего за мгновение до того, как стало слишком поздно. «Нет!» крикнул Магнус, проследивший за взглядом Аримана. «Остановитесь!» Якирий развернулся к стоящему напротив него соплеменнику и пронзил его грудь лезвием фоларики. Старейшины поспешно обступили их, и жертву, и убийцу. Сверкнули клинки, лезвие ударили в плоти кости, кровь пролилась. Ариман так никогда и не узнал, была ли истинной причиной смерть Акхору или кровь, залившая алтарь, или какой-то другой фактор. Но в тот момент, когда убитый упал, накопленная в долине энергия вырвалась на волю приливной волной. Сдерживающая ее дамба уже не могла остановить ее течение. Раздался оглушительный треск, заскрежетали камни, и стражи долины пришли в движение. Глава восьмая Победитель Титанов Гиганты двигались, каким бы невероятным это ни казалось. От их усилий задрожала земля. Скала треснула и раскололась. И со склона горы, словно пылинки, полетели огромные волны. Колоссальные создания напряглись, разрывая узы древней темницы, и оторвались от скалы. Из пещеры до Аримана донесся первобытный рев, полный неутолимой жажды. После долгих тысячелетий, проведенных в темноте пещеры, на свободу вырвалась энергия бессмысленного разрушения. В недрах горы взвыли яростные вихри. Напор Великого океана, стремившегося прорваться в его сознание, был настолько силен, что Ариман, прижав руки к шлему, упал на колени. Он помнил предупреждение примарха и старался выполнить его приказ. Такой мощной психической атаки не было даже во время разрушения Проспера, когда психноины уничтожили город вместе со всем населением. Сквозь застилавшие глаза слезы Ариман видел, как рассеялись ряды Астартес. Те, кто был лишен связи с эфиром, еще сильнее пострадали от пронзительного вопля, острым кинжалом врезавшегося в мозг. Первая из величайших машин сделала шаг, и от удара невероятно тяжелой ступни, словно при землетрясении, загудела и содрогнулась поверхность. Лорд Скарсен что-то кричал своим воинам, но Ариман не мог разобрать слов. Ахтхери, судьбостроитель, держался за посох, а из древка били ослепительно-черные молнии. Фозист Скар и Хатхор Маат рядом с ним сдерживали натиск злобных сил, о которых предупреждал Магнус. А у Тизаара и Калофиса не было видно. Второй гигант вырвался из плена, и долина снова содрогнулась. Сотни тонн камней с грохотом осыпались, мощно напомнив о физическом мире. Мимо Аримана, дробя гусеницами валуны, прокатились глыбы из красного металла. Ленд-рейдеры устремились навстречу титанам, потрескивая энергией активированных орудий. Боковым зрением главный библиарий уловил движение, и, обернувшись, увидел, как Калофис отдает громогласные приказы своим воинам. Астартес с изображениями Алого Феникса на груди поспешно занимали позиции и готовили оружие к бою. Ариман едва не рассмеялся. Что могли сделать их пушки? против этих боевых машин. Он попытался подняться, но давление, испытывающее его защиту на прочность, прижимало к земле, словно предметное стекло пойманного мотылька. Упорное сопротивление силе, которая могла бы принадлежать ему, если бы он позволил, сковывало его конечности и лишало подвижности все суставы. Ариман чувствовал это искушение, так похожее на соблазнительный шепот, заманивающий в бездну беспечного странника и на блуждающие огни, когда-то давно заводившие путников в губительную трясину. Но одного осознания было недостаточно, чтобы искоренить желание поддаться сладкозвучному зову. Все, что ему надо было сделать, это впустить энергию в свое сознание, и тогда его силы возродились бы. Он смог бы остановить эти боевые машины, смог бы снова читать будущее. Последние остатки воли Аримана стремительно слабели. Нет, брат, держись за мой голос. Слова стали якорем в окружающем безумии, путеводной звездой на пути к самоконтролю. Он мысленно ухватился за них, как утопающий хватается за руку спасителя. Затем кто-то тронул его за плечо, и Ариман увидел Утизаара, склонившегося над ним, как склоняется жрец, дарующий благословение. А тенеец поднял его так, что они встали лицом друг к другу и крепко сцепили руки, словно соревнуясь в крепости мышц. Восстанови свой барьер, брат, я могу защитить тебя, но только на время. Голос Утизаара звучал в его голове, и спокойный тон телепата стойко противостоял бушующим вихрем, едва не сокрушившим его волю. Помощь Утизаара уменьшила, давивший на плечи груз, и в сознании воцарилось благословенное спокойствие. Вернись к началу, брат, вспомни основные принципы. Ариман стал повторять мантры, позволявшие Неофиту контролировать энергию своего существа. Потом перешел к медитациям ревнителя, накапливающего энергию. Затем последовал контроль над процессом мышления практика и достижение невозмутимости философа. С каждой ступенью защитные барьеры, закрывавшие его разум, восстанавливались, и яростные вихри эфира отступали. Торопись, брат, я больше не могу тебя защищать. Уже не надо, сказал Ариман, как только мир вокруг него обрел прежние очертания. Я восстановил контроль. Утизаар расслабился и отпустил его руки. Хорошо, выдохнул он. Дольше я не продержался бы. Ариман оглянулся по сторонам. Вокруг царил хаос, но Астартес готовились дать отпор гигантским военным машинам. Оба колоса уже полностью освободились, и черные щупальца на их корпусах пульсировали, словно обновленные артерии, перекачивая силу в огромные тела. Ариман быстро оценил обстановку. Космические волки спрятались в укрытие за грудами огромных валунов у края долины. Подобное решение произвело на него впечатление. Сыновья Русса славились своей неудержимой отвагой, но она не делала их глупцами. Бросаться сломя голову против такого врага было равносильно самоубийству, и Скарсен хорошо это понимал. Тысяча сынов образовали строй девяти луков. Наступательную комбинацию из трех группировок, название которой корнями уходило в историю древнего Гипта. Так правившие там цари называли своих врагов. Он собрал их всех вместе и обрушил им на голову свой жезл. Процитировал Ариман надпись с одной из гипетских стелл. В центре правого блока стоял Калофис, вторым командовал Фозист Кар, а третьим Хадхор Маат. Вокруг Калофиса забили высокие огненные гейзеры, образовавшие ослепительные столбы. Ариман издали ощутил невероятную энергию, окружавшую капитана шестого братства. Его потенциал был настолько велик, что эту энергию впитали и шедшие за ним воины. Надеюсь, Калофис не забудет об осторожности, мрачно заметил Утизаар. И не только он, добавил Ариман. Заметив ореолы энергии эфира в тех местах, где стояли Фозе Сткар и Хатхор Маат. Глупцы, бросил Утизаар, забыв о своей обычной сдержанности. Их же предупреждали. Среди возникшего хаоса Ариман разглядел Етири. Вождь Акхору стоял на базальтовом алтаре, залитом кровью старейшим, размахивал своей фаларикой и кричал. Вокруг него завывал ураган, несущий остатки разложившейся материи и проблески освобожденной неестественной энергии. А в самом центре урагана выселся Магнус Красный. Величественный и гордый примарх Тысячи Сынов стал Окамбуре, единственным островком нерушимого спокойствия. Но несмотря на то, что он казался гигантом среди людей, огромные титаны намного превосходили его ростом и возвышались над примархом, поблескивая черными отвратительными щупальцами. Первый из титанов наклонил огромную голову и стал рассматривать Магнуса, словно золотую диковинку, обнаруженную на свалке. Потом его тело содрогнулось, как будто с отвращением, и колоссальная машина стала похожа на человека, обнаружившего опасное насекомое. Титан неуверенно шагнул навстречу Магнусу, еще не овладев своими конечностями, после бесчисленных лет полной неподвижности. По горе прокатилась дрожь от невероятно тяжелой поступи, но Магнус не шелохнулся. Его плащ из перьев развивался на ветру, но, казалось, мощь проудившегося колосса ничуть не беспокоила примарха тысячи сынов. Машина сжала огромный кулак и плавно опустила руку, что было совсем не похоже на резкие шумные движения боевых титанов Империума. Вдоль всей поверхности перчатки появилось сияние электромагнитного излучения, а затем произошел выстрел. Залп смертоносных проникающих снарядов с оглушительным грохотом пронесся от кулака машины к Магнусу. Примарх даже не шевельнулся, а огненный вихрь распался над его головой, налетев на невидимый барьер и осыпался на землю градом металлических и каменных осколков. В другой руке титана развернулось огромное, похожее на копье орудие, и Ариман снова поразился плавности движений машины. Колоссальное сооружение двигалось с такой грацией, словно было единым целым до последней молекулы, будто живым существом, а не противоестественным соединением удаленного разума и механических узлов, управляемых импульсами через тактильные контакты. Но прежде чем Колосс успел осуществить очередной залп, его ноги внезапно окутались огнями. Лендрейдеры тысячи сынов, словно древние охотники, окружившие огромную добычу, осыпали титана ударами лазерного огня. Астартес Шестого Братства выпустили залпы разрывных и болтерных снарядов. Керамические пластины машины треснули и раскрошились. На поверхности корпуса вспыхнули язычки пламени. Имперские боевые машины шли в сражение под защитой мерцающих щитов, поглощающих энергию удара. Но этого исполина их не было. Неизвестно, на какую защиту он полагался при жизни. В этом воплощении ее не оказалось. Магнус, хотя и выглядел ребенком перед ужасным великаном, не отступил ни на шаг. Он поднял руку ладонью вверх, словно предлагая чудовищу приманку, разжигающую аппетит, а потом, слегка улыбнувшись, стал одним за другим сгибать пальцы, сжимая кулак. Огромная перчатка, из которой только что вылетел убийственный залп снарядов, под действием невидимой силы исчезло полностью. Из поврежденной конечности вырвалось пламя. Черные вены повисли бесполезными веревками, а Магнус хладнокровно продолжал действовать, пока не уничтожил руку до самого плеча. Гигантская машина качнулась, хотя эта реакция на боль казалась невероятной и неестественной для такого исполина. Ленд-рейдеры, спеша воспользоваться преимуществом, принялись осыпать ноги торс титана яростными залпами лазерных выстрелов. В это время второй титан повернул копье, и воздух вдруг стал разреженным, как будто сама гора сделала глубокий вдох. На конце орудия начала разгораться невероятно яркая точка, а затем из него вырвался ураган пульсирующего огня. Выстрел в одно мгновение сжег три ленд-рейдера, и в небо взметнулся огненный шар трех одновременных взрывов. Испепеляющий луч жидкого света прошелся по долине, уничтожив все живое и оставив на земле остекленевший шрам. Стоявшая в стороне группа воинов Хадхора Маата окуталась пламенем, и их броня потекла, словно расплавленный латекс. Ариман услышал их крики. Ужасный запах обгоревший плоти, свидетельствующий о смерти братьев, грозил нарушить его концентрацию. Азек послышался едва различимый в реве стрельбы голос. Ярость главного библиария моментально улетучилась, восстановилась благодаря исчислениям ментальная дисциплина. Обернувшись, Ариман увидел, что из-за груды валунов ему отчаянно машет рукой Ахтхере судьбостроитель. Из этого укрытия космические волки вели непрерывный обстрел гигантских стражей долины. Логическое мышление, отточенное вековыми упражнениями, взяло вверх. «Утезаар!» окрикнул он. «Пойдем!» Утезаар кивнул, и под непрерывным оглушительным обстрелом они побежали к краю долины. Залпы снарядов, способные уничтожить целые отряды солдат, неслись в обоих направлениях, сопровождаемые еще и тепловыми ударами, отскочившими отскалпулями и ударными волнами. Ситуация на поле боя постоянно менялась, но темп сражения неуклонно нарастал. Астартес отвечали на стрельбу регулярными залпами, но за исключением усиленных колофисом орудий, почти ничто не могло нанести машинам заметного ущерба. Титаны пока были вынуждены бить сразу по многим целям, однако такое положение сохранится недолго. Струя пламени со звуком тысячи разбившихся зеркал вылетела из второго кулака Титана, и в результате погибли еще 50 Астартес. Ариман вместе с Утизааром бросился в укрытие, хотя было очень непривычно делить убежище с воинами в свинцово-серой, а не в красно-белой броне. Лохматый волк тотчас оскалил на него покрытые слюной клыки. «Что вы там делали?» спросил Ахтхери, стараясь перекричать грохот стрельбы. «Ничего», ответил Ариман, не желая распространяться о тяжком испытании, которое он пережил с помощью Утизаара. Просто выбирали момент, чтобы добраться до укрытия. «Сейчас я бы многое отдал ради боевой машины механикум», прошипел судьбостроитель, когда над грудой камней прокатился очередной вал бурлящего огня. С посоха рунного жреца с треском срывались миниатюрные молнии. Энергия, переполнявшая долину, едва не разрушила защиту Аримана своей соблазнительной доступностью. Однако судьбостроитель, казалось, ее даже не замечал. Космические волки вскинули на плечи ракетные установки и прицелились в неподвижного гиганта. Скарсин, указав на его голову, отдал команду, почти неслышную в общем шуме. В воздухе закружились спиральные струи реактивных газов. Прогрохотали взрывы, голова дернулась назад, однако обошлось без заметных повреждений. «Повторить», скомандовал Скарсин. «Этим их не возьмешь», закричал Ариман. «Ты ни разу не охотился на фенрисианского кракена, верно?» крикнул в ответ Скарсин. «Какой ты догадливый», огрызнулся Ариман, пригибаясь, чтобы укрыться от летящих осколков. Космический волк упал на землю рядом с ним, но тотчас поднялся. «А какое это имеет отношение к данной ситуации? Один корабль на такой охоте наверняка будет разбит в щепки, а его экипаж закончит свои дни в пасти чудовища. Командир волков говорил с таким видом, будто сражение доставляло ему величайшее удовольствие, но у дюжины судов есть шанс преуспеть. Вот тогда ломается чешуя, рвется плоть, хлещет кровь, чудовище слабеет и умирает, и каждый гарпун имеет значение от первого до последнего. А потом в сознании каждого воина раздался такой мощный пронзительный вопль, исполненный вековой тоски и боли, что исчезли все мысли. Это был крик сотен погибающих миров, родовой крик ужасного и жестокого бога, предсмертный вопль блаженства, исчезнувшего еще в те дни, когда раса людей была совсем юной. Ариман еще никогда не испытывал такой боли. Сметающий все преграды звук проникал в самые отдаленные уголки не только мозга, но и всего тела и буквально сбивал с ног. С трудом восстановленный хрупкий контроль рухнул, и перед мысленным взором вспыхнули картины погибающей цивилизации, горящих миров и гигантской империи, разрушенной собственной слабостью. Жесточайший вопль не пощадил никого, ни космических волков, ни тем более тысячу сынов, пострадавших еще сильнее. Эта боль за одно мгновение едва не свела Аримана с ума, а потом все закончилось. Отголоски крика, словно буруны перед волноломом, быстро возникли, но так же быстро и затихли. Ариман, сморгнув выступившие от боли слезы, с удивлением обнаружил, что валяется на земле. «Великий волк, что это было?» взрывел Скарсин, нависая над ним, словно ничего и не произошло. Космические волки не переставали удивлять Аримана. «Не могу сказать точно», сказал он и заморгал, стараясь прогнать яркие пятна перед глазами, возникшие из залопнувших сосудов. «Вероятно, какой-то психический крик. Ты можешь его блокировать?» спросил Скарсин и протянул ему руку. «Нет, он слишком мощный». «В этом нет необходимости», вмешался Утизаар. Ариман принял руку Скарсина и поднялся на ноги, хотя голова еще сильно болела от давления таинственного боевого клича. Утизаар кивнул ему и указал в сторону долины. Главный библярий взглянул поверх раскаленных до бела камней, служивших укрытием и космическим волкам и ему с Утизааром. В застывшей стеклянной массе, образованной жаром излучения титана, торчали острые, как лезвия диски, величиной приблизительно в рост человека. Сильнейший удар вызвал вибрацию и диски продолжали негромко гудеть. Часто моргая, Ариман осмотрел долину. Верхние продолговатые секции гигантских машин почернели от огня. Броня треснула, украшенные драгоценными камнями головы раскололись. Он уловил в воздухе горячий металлический привкус сверхмощного эфирного разряда и с гордостью увидел, как навстречу титанам шагает Магнус Красный, держа перед собой окутанные пламенем кулаки. Машины охватил призрачный огонь. Непрерывные взрывы выбивали крупные куски из их керамической брони, и из пробоин уже сочилась омерзительная черная жидкость. «Видишь», взрывал Скарсин, «они истекают кровью». «Этого недостаточно», ответил Ариман, «и неважно, сколько гарпунов ты в них загонишь». «Посмотрим», крикнул Скарсин и ничком рухнул на землю, уклоняясь от ревущей стены света, накрывшей их убежище. Раскаленная шипящая волна с громким хлопком высосала из воздуха большую часть кислорода. «Идет шторм!» закричал судьбостроитель. «Буря подает нам знак!» Магнус в одиночку противостоял гигантским машинам. Его плащ из перьев колыхался за спиной, подобно орлиным крыльям. Все его существо переполняло энергией, и в какой-то момент показалось, что он сравнялся ростом с титанами. Его распущенные волосы поднялись огненной гривой, а по рукам пробегали огоньки. Примарх тысячи сынов слегка отвел руку назад и выпустил струю голубоватого пламени прямо в грудь ближайшему титану. Колоссальная машина была великолепным произведением военной науки давно забытых веков, и мастерство ее создателей вызывало восхищение, но такому невероятно мощному удару она противостоять не могла. Корпус взорвался, ребра, изготовленные из неизвестного материала, разбились, словно фарфоровые, и осыпались почерневшими осколками. Величественная голова сорвалась с шеи и рухнула на скалы. Боевая машина упала и рассыпалась на части, ударившейся скалы, где стояла на страже дольше, чем мог представить себе человек. Обвалившиеся фрагменты подняли тучи пыли, скрывшие второго титана. На некоторое время над полем боя повисла тишина, словно никто не решался поверить, что титан мертв. Но тишина продлилась недолго. Спустя пару мгновений космические волки огласили долину триумфальным волчьим воем. Однако, Ариман не ощутил радости. «Ужасно видеть гибель такого колоссального создания», произнес он. «Ты жалеешь о нем?» спросил судьбостроитель. «Разве охотник не испытывает радость в момент убийства». «Я не испытываю ничего, кроме сожаления», ответил Ариман. Ахтхери судьбостроитель посмотрел на него с искренним замешательством. Его печаль в момент великой победы задела чувство жреца. «Это существо погубило твоих воинов, отмщение требовало его смерти. Можно уважать своего врага, но скорбеть о нем бессмысленно. Может и так, но с его уничтожением мы утратили многие секреты». «А нужны ли нам эти секреты?» усомнился Скарсин. «Уж лучше уничтожить это создание вместе с его секретами, чем вникать в колдовство чужаков». Дым, вызванный разрушением гигантской машины, начал рассеиваться, и из-за клубящихся туч послышался нарастающий протяжный вой, в котором одновременно звучали горе и ярость. Вскоре ранен и истекал черной блестящей жидкостью, но, как всякий раненый хищник, оставался чрезвычайно опасным. Рука гиганта, державшая копье, легко повернулась и дуло направилось точно в грудь Магнусу. Ариман заметил, что отражение очередного удара потребовало от примарха немалого напряжения. Его лицо сильно побледнело. Огненно-медный блеск сменился потускневшей бронзой. Гигант на одно колено, словно приносил присягу могущественному божеству войны. Гигант шагнул, и под его ногами опять задрожала земля. Он нагнул голову и стал изучать ничтожное существо, которое осмелилось дать ему отпор. Из обрубки руки вылетали искры и клубы дыма. Обгоревшие крылья обвисли и едва виднелись над плечами, как будто разбитый ангел смерти пришел освободить Акхору от последних признаков жизни. Но на кончике орудия стал разгораться огонь, и послышался свист втягиваемого воздуха, а потом сверкнуло ослепительное копье, и огонь смел Магнуса с лица земли. Тысячи сынов закричали. Их примарха окутало пламя миллионов звезд. Не важно, что он был одним из двадцати шедевров искусства генетики, выдающимся воином со сверхчеловеческими способностями. Такой атаки не мог перенести никто. Невероятно мощный всплеск жидкого огня превратил в стекло даже часть самой горы. Всепоглощающий ужас отвратил Аримана от исчислений. В его душе смешались горе, гнев и ненависть. Титан обрушил на Магнуса смертельную волну огня, и Ариман понимал, что более ужасного зрелища он не видел в своей жизни и больше никогда не увидит. Утизаар рядом с ним обеими руками схватился за голову. Ариман даже охваченный горем не мог ему не сочувствовать. Насколько мучительнее переживал гибель отца телепат. Мгновения проходили в абсолютной тишине. Казалось, весь мир замер, не в силах поверить в случившееся. Повержен один из любимых сынов императора. Непостижимо. Какая сила способна положить конец жизни примарха? Какой бы упрямой ни была реальность, она никак не могла опровергнуть многочисленные легенды. Не могла сломить непоколебимую веру в его бессмертие. Все оказалось выдумкой, и Ариман чувствовал, как рушится его мир. Тысяча сынов закричали, космические волки завыли. Вокс взорвался атовистическими воплями ярости. За мной крикнул Скарсиан. И волки ревнулись в атаку. Они перелетели через гряду камней и побежали к Титану, стреляя из болтеров и на ходу заряжая ракетные установки. Атаку возглавила шеренга терминаторов, волна несокрушимой ярости, способная смести с лица земли любого врага, кроме того, что противостоял им сегодня. Ариман и Утизаар бежали рядом со всеми, зная, что пехоте недопустимо обнаруживать свое положение перед столь грозной и мощной боевой машиной. Титан всегда царил на поле битвы. Эта смертоносная машина уничтожала пеших солдат, едва ли даже замечая их присутствие. Но в этом сражении, как ни в одном другом, Ариман испытывал потребность пойти на крайний риск и испытать свою жизненную силу в проявлении благородного героизма. Исчисления помогали воинам сосредоточиться, предохраняли разум от слишком сильных эмоций и от губительных оплошностей, которые могли бы привести к смерти. Военные действия были более жестокими, чем в любую другую эпоху развития человечества, и никто из воинов не был гарантирован от получения ран. Исчисления помогали тысячи суннов объективно оценивать вероятность такого исхода и позволяли сражаться, невзирая на опасность. Поступать иначе было бы бессмысленно, и Ариман всегда удивлялся, что смертным хватает храбрости, чтобы хотя бы просто выйти на поле боя. И вот сейчас он сам оказался в таком положении. Отчаяние и пример космических волков заставили его ринуться в бой без защиты эмоциональной отрешенности. Примеру космических волков последовали все воины тысячи сынов. Два уцелевших лендрейдера, опаленные и дымящиеся, продолжали обстреливать Титана. Астартес в красной броне, жаждущий отомстить за своего примарха, неслись вперед, не отставая от космических волков, позабыв в этом стремительном порыве о необходимости сохранять хладнокровие. В этой отчаянной и тщетной атаке в полной мере проявилась отвага воинов. Стена огня начала оседать, и при виде открывшейся картины решимость едва не покинула Аримана. Оплавленный кратер простирался от когтистых лап смертоносной машины, но в самом центре кратера он увидел нечто, наполнившее его сердце робкой надеждой и восторгом. За дрожащей пеленой раскаленного воздуха мерцал отливающий золотом энергетический купол, а под ним виднелись две фигуры в боевых доспехах. На искореженном обломке скалы в самом центре кратера после огненного залпа титана остались живых только Фозис Ткар и Магнус Красный. Капитан Второго Братства стоял, согнувшись почти пополам и подняв руки к плечам, словно атлас Теламон древней Теры, мятежный титан, обреченный вечно держать на своих плечах земной свод. Каин щит выдохнул Утизаар. Кто бы мог предположить, что Ткар настолько силен? Нахлынувшее чувство облегчения вызвало у Аримана громкий смех. Магнус жив. Он стоит на коленях, ослабел и измучен уничтожением Первого Титана, но он жив. Этот простой факт в одно счастливое мгновение дошел до всех воинов тысячи сынов. И в следующий миг Астартес обоих легионов дали выход своей ярости и уязвленной гордости. Космические волки пустили в ход все оружие, какое у них имелось. Болты, ракеты и разрывные гранаты отыскивали трещины в броне Титана и расширяли их. Ариман и Утизаар, оставшись среди суннов Руса, ни в чем от них не отставали и одну за другой разряжали обоймы, целясь в объект своей ненависти. Скарсин подбадривал своих воинов оглушительными бессмысленными воплями, которые действовали на них одной только своей эмоциональностью. Ахтхери судьбостроитель в сопровождении волчьей стаи, размахивая посохом, метался вдоль строя, а над ними завывали и клубились вихри далекого ледяного шторма. Волки Фенриса обратили на Титана все свое оружие, и потомки Проспера тоже воспользовались всеми имеющимися у них средствами. Сотни огней вдруг заплясали по поверхности Титана, но это был не очередной залп стрелкового оружия. Воины, несущие на груди эмблемы перидов, на ходу метали из своих перчаток пламя эфира. Идущий в центре шестого братства Калофис размахивал кулаками, словно боксер, и результатом каждого взмаха становилась разъедающая огромного Титана струя ослепительного пламени. Попадая в цель, она прожигала броню, обнажая кристаллическую структуру и разрушая похожий на скелет остов. «Милосердная судьба!» закричал Утизар, заметив действия Калофиса. «Что же он делает?» «Спасает нашего примарха!» крикнул в ответ Ариман. «Как она принадлежит всем нам!» Периды действовали весьма эффективно, но это было недопустимо. Подобные навыки, безо всяких опасений, можно демонстрировать в храмах Братства Проспера, но делать это в присутствии посторонних было весьма опрометчиво, и на такое безрассудство решились не только Калофис и Фозест Кар. Хадхор Маат, резко взмахнув руками, послал в громадную машину пучок пурпурных молний. Заплясавшие по броне язычки пламени затрещали, словно неисправная электрическая цепь, и сорвали несколько фрагментов брони. Между Паванидами проскочили миниатюрные молнии, и Капитан Братства собрал их вместе и направил поток энергии в цель. Утизаар схватил Аримана за руку, и главный Библиарий заметил в его ауре всплески страха. «Они должны прекратить это!» прошипел Утизаар. «Все прекратить! Энергия из Великого Океана опьяняет, и тебе это известно не хуже меня!» «Обращаться с такой силой способны только самые опытные и дисциплинированные адепты!» «А наши братья-капитаны весьма опытны в тайных искусствах и дисциплинированы!» возразил Ариман, выдернув свою руку. «Но достаточно ли они дисциплинированы? Вот в чем вопрос!» У Аримана не нашлось ответа, и он снова сосредоточился на уничтожении Титана. Огромная машина умирала, но не прекращала борьбы. Конечности метались в предсмертных судорогах, разбрасывали мощные импульсы энергии, сокрушая склоны долины и уничтожая десятки Астардес. Сопротивление прекратилось только после того, как Калофис и Хадхор Маат объединили усилия и нанесли решающий удар копьем молнии в голову Титана. Продолговатая голова взорвалась и громадное сооружение рухнуло, словно подрубленное топором вековое дерево. Поднялся оглушительный шум ломающихся пластин брони, бьющегося стекла и разваливающегося острова. При падении машина тяжело ударилась о скалы и разлетелась на миллиарды частей не крупнее человеческого кулака. Звон осыпавшихся осколков керамита прозвучал для Астарта с победным маршем. Все опустили оружие и дружно выдохнули, ожидая, пока осядет пыль и развеется дым. С пронзительным визгом рухнул защитный энергетический купол, прикрывавший Фозис от кара и примарха. Фозис, вероятно истощенный до предела, тоже упал, а Магнус Красный вновь поднялся на ноги. Несмотря на то, что битва потребовала напряжения всех его сил, примарх оставался все таким же величественным, как и всегда. Подняв на руки бесчувственное тело Фозиса от кара, он шагнул со скалы. Магнус не упал. Вместо этого Алый Король, поддерживаемый своей неимоверной силой, словно уставший в сражении ангел, пролетел сквозь дым и пыль к краю кратера. Здесь его с невыразимым восторгом уже встречали Астартес тысячи сынов. Ариману Иутизаару пришлось протискиваться сквозь толку своих собратьев, неохотно уступавших им дорогу. Ариман добрался до края кратера как раз в тот момент, когда Магнус коснулся ногами остекленевшей поверхности и осторожно опустил Фозиса от кара. «Хадхормаат!» устало произнес примарх. «Позабойся о нем! Призови все силы Паванидов, чтобы спасти ему жизнь!» «Ты не позволишь ему погибнуть!» Капитан Третьего Братства кивнул, опустился на колени рядом с Фозисом ткаром и осторожно снял с него шлем. Лицо Астартес было мертвенно-бледным, но как только Хадхормаат с двух сторон приложил к его шее ладони, нормальный цвет кожи немедленно восстановился. «Мой лорд!» с трудом заговорил Ариман, едва не задыхаясь от нахлынувших эмоций. «Мы уже думали! Мы думали, что потеряли тебя!» Магнус слегка улыбнулся и стер струйку крови, вытекшую из уголка рта. Его глаз налился багрово-красным цветом. Еще никогда Ариман не видел своего примарха таким измученным. «Я выживу!» сказал Магнус, «Но бой еще не завершен!» Этих стражей совратила скрытая в горе сила. Многие века она лежала, погруженная в дремоту, но теперь проснулась. «Если мы ее не остановим, все, что мы здесь обнаружили, будет утрачено!» «Что от нас требуется, мой лорд?» решительно спросил Калофис. Магнус повернулся ко входу в пещеру. Пороем был густо оплетен черными щупальцами, словно вплоть горы вгрызлись обуглившиеся корни какого-то растения паразита. «Мы все вместе пойдем внутрь, сыны мои», сказал Магнус. «И завершим то, что начали». Глава девятая Способности Внутри горы Язык ангелов Солнце стояло в зените, и сама мысль о том, чтобы покинуть тень полога, ничуть не прельщала Лемюэля. Камила снова захотела воспользоваться тайной тропинкой, чтобы узнать, зачем тысячи сынов и космическим волкам так поспешно потребовалось подняться в горную долину. «Неужели тебе совсем неинтересно?» спросила Камила, полулежа в полотняном кресле и потягивая воду из потертой кожаной фляжки. «Я хотела бы узнать, что их встревожило настолько, чтобы потребовались даже боевые танки. Это были лендрейдеры, никак не меньше. Ты их видел?» «Видел», ответил Лемель и промокнул брови кончиком банданы. «Они выглядели весьма впечатляюще». «Впечатляюще?» скептически переспросила Камила. «Больше, чем впечатляюще, просто изумительно». «Ладно, пусть будет изумительно, но я не настолько любопытен. Я уверен, что бы там ни происходило, со временем мы обо всем узнаем». «Тебе хорошо говорить», заметила Камила. «Это у тебя теперь имеется прямой доступ к тысяче сынов». «Это совсем не то», запротестовал Лемель. «А что же это?» поинтересовалась Камила. После прибытия космических волков, они встречались втроем каждый вечер и обсуждали слова, написанные Калистой. Необходимость хранить секрет связывала приятелей, словно заговорщиков. И чем больше времени Лемель проводил в обществе Камилы и Калистой, тем крепче становилась его уверенность, что секретов у них гораздо больше. «Лорд Ариман заметил во мне потенциал», сообщил он, хотя и сомневался, что этих слов будет достаточно, чтобы объяснить причину приглашения, поступившего от главного библиария тысячи сынов. «И что это за потенциал?» полюбопытствовала Калистая. Лемель пожал плечами. «Я и сам точно не знаю». «Но это не ответ», возмутилась Камила. «Рассказывай». Когда Ариман заявил, что знает о его силах, Люмиэля охватил страх, но вскоре он рассеялся и сменился скрытой гордостью. Летописец давно подозревал, что способность читать ауры людей выделяет его из общей массы, а теперь убедился в своей правоте. Но ближе познакомившись с Камилой и Калистой, Люмиэль осознал, что он не единственный, кто обладает специфическим даром. Он немного помедлил с ответом, не желая ошибиться. После той ночи мы убедились, что Калиста обладает талантом, как бы его назвать. Принимать сигналы, я бы сказал. Да, талант принимать сигналы и описывать то, что еще не произошло. Я бы не стала называть это талантом, мрачно заметила Калиста. Да, ты права, согласился Лемиэль. Особенно, если это причиняет тебе такие мучения, как ты говоришь. Но если отвлечься от физических неудобств, ты способна делать то, что недоступно большинству других людей, верно? Да, кивнула Калиста. Лемиэль без труда определил, как смущает ее разговор о необычных способностях. Так вот, у меня тоже есть некоторые способности, поведал он. Какие же, уточнила Камила. Видеть то, что не могут видеть другие? Калиста наклонилась вперед, и ее аура вспыхнула любопытством. Что же ты видишь? уточнила она. Ауры. Кажется, вы так это называете. Это такое сияние вокруг каждого человека, и я определяю по нему, когда человек лжет, узнаю его чувства и настроения. Вот так. И что же ты видишь сейчас? поинтересовалась Камила. Лемиэль усмехнулся. Ты испытываешь по отношению ко мне неудержимое влечение, моя дорогая, сказал он. Тебе хочется прыгнуть на меня и насиловать до полусмерти. Если бы не присутствие госпожи Эриды, ты меня оседлала бы прямо сейчас. Камила рассмеялась. Ладно, ты меня убедил, сказала она. Это серьезно? воскликнула Калиста. Нет, взвизгнула Камила. Мне очень нравится Лемиэль, но я предпочитаю партнеров другого склада. Ох, вздохнула Калиста и виновата потупилась. Затем она взглянула на Лемиэля. Ты действительно на это способен? Да, в самом деле, подтвердил он. Ты сейчас испытываешь смущение из-за того, что Камила так откровенно говорит о своих сексуальных вкусах. Ты веришь мне, и тебя радует тот факт, что необычные способности есть не только у тебя. Для этого не требуются необычные способности, Лемиэль, заявила Камила. Все это видно даже мне. Конечно, но ты мне поверишь, если я скажу, что у тебя тоже есть дар. Улыбка сползла с лица Камилы. Не понимая, о чем ты говоришь, сказала она. А вот это ложь, заметил Лемиэль, поднимаясь со своего места, чтобы налить воды. Ты прикасаешься к предметам и сразу узнаешь, откуда они, кто их прежние владельцы и так, всю их историю вплоть до изготовления. Вот почему ты всегда носишь перчатки и никогда не берешь у других. Я тебя не виню, должно быть довольно тяжело знать секреты всех людей. Камила уставила себе подники, и Лемиэль улыбнулся, решив ее немного подбодрить. Я наблюдал, когда ты прикасалась к только что откопанному предмету. В развалинах бывшей деревни Акхору, сказал он, ты узнала, что это такое, как только приложила к нему руку, не так ли? Да, правильно, призналась Камила, не отрывая взгляда от пола. Но я не всегда была такой, это началось лет с тринадцати. Не беспокойся, моя дорогая, ласково произнес Лемиэль. Мы все немного особенные, и мне кажется, мы оказались здесь неслучайно. Не понимаю тебя. Подумай сама, какова вероятность, чтобы мы трое, обладающие способностями, которые недоступны большинству других людей, могли встретиться в одном месте. Я не математик, но уверен, шансы весьма невелики. Ты хочешь сказать, что нас собрали намеренно, но зачем? Лемиэль сел на свое место, из-за жары он едва дышал и сильно потел. Я думаю, к этому имеют какое-то отношение наши хозяева, заявил он. Посмотрите вокруг. Вас не удивляет, что во всем легионе только 42 летописца на все 9 братств. Это обстоятельство позволяет предположить, что нас отбирали не только благодаря нашим талантам летописцев. Ты хочешь сказать, что тысячи сынов специально выбирали тех, кто обладает необычными способностями? Я почти уверен в этом. Но зачем? спросила Калиста. Вот это мне неизвестно, признался Люмиэль. Но если я в чем-то и уверен насчет тысячи сынов, так это в том, что они ничего не делают без причины. Внутреннее пространство горы было заполнено звуком и цветом, но космические волки, несмотря на свои прославленные обостренные чувства, слышали далеко не каждый звук, и не всем оттенком могли подобрать название. Переливы эфира исходили из гладких стен и колыхались, словно струи дыма. Броня Астартес была оборудована приборами ночного видения, но тем, кто был лишен эфирного зрения, окружающий мир представлялся в однообразной зеленой гамме и ничуть не соответствовал окружающему разноцветию. В пещеру спустилось около сотни воинов, все, кто не был занят сбором геносемени упавших Астартес. Магнус возглавлял отряд, следуя по одному ему видимой тропе. Рядом с ним шагали лорд Скарсен и Ахтхери судьбостроитель. Ариман, пользуясь возможностью, внимательно присмотрелся к командиру волков. Аура лорда Скарсена имела форму острого клинка, что говорило о решительности и целеустремленности. Этот воин ни перед чем не остановится и никогда не нарушит свой долг. Такая прямолинейность напоминала Ариману легенды о големах, записанные в древней кабале. Големом называли созданное из глины существо, которое некий жрец или маг оживил для защиты своего народа от гонений. Это существо обладало неимоверной силой и слепо, бездумно подчинялось своему хозяину, выполняя любые его поручения, в чем бы они ни заключались. Ариман читал отчеты о боевых операциях космических волков и полагал, что такое определение в полной мере подошло бы и для сынов Русса. Они были оружием, превосходным средством разрушения и не останавливались, не завершив начатое. Легенды о големах, безусловно, содержали и предостережение против заносчивости и гордыни. Описывали либо уничтожение колосов при помощи обмана, либо, что встречалось еще чаще, мятеж голема против своего создателя. Так, например, голем из Инголштадта ополчился на своего создателя и всех, кто был ему дорог, а потом покончил с собой на погребальном костре среди снегов и льдов. Такое сравнение неожиданно смутило Аримана, и он выбросил из головы эту мысль. Сосредоточившись на круто уходящем вниз тоннеле. Как правило, он мог в точности повторить любой пройденный маршрут, вне зависимости от его сложности, но уже через несколько мгновений после входа в гору совершенно потерялся. Похоже, только примарху был известен весь путь, но как он умудрялся находить дорогу на пересечениях тоннелей, Ариман сказать не мог. Из капитанов братств внутрь горы, кроме Аримана, отправился только Утизаар. Фозиэсткар был еще слишком слаб, и Хадхор Маат остался восстанавливать его силы при помощи искусства паванидов. Калофис тоже остался, чтобы охранять вход в гору. Титанов стражей больше не было, но кто знает, какие еще угрозы могли таиться в укромных долинах и пещерах. В итоге в недра горы спустились воины из нескольких братств. И Ариман видел, как различаются мерцающие ореолы энергии, по которым можно было определить принадлежность к тому или иному братству. Вскоре он отметил, что большинство его спутников были передами. «Да, понимаю», заговорил Утизаар, «в присутствии космических волков ни о каких тонкостях и речи быть не может». Ариман почти машинально кивнул, как вдруг осознал, что ничего не произносил вслух. «Ты прочел мои мысли?» спросил он. «В настоящий момент это не так уж и трудно», ответил Утизаар. «При здешнем уровне эфирной энергии ваши мысли усиливаются. Вы все как будто кричите во весь голос. Я чувствую себя очень неловко». При мысли о том, что его разум прозрачен для посторонних, Ариман нахмурился. «Будь осторожен», предостерег он Утизаара. «Когда-нибудь это может навлечь на тебя беду. Людям не нравится, когда кто-то читает их сокровенные мысли. Моя сила не слишком отличается от твоей», заметил Утизаар. «Как ты пришел к этому заключению?» удивился Ариман. «Способности корвидов и отенейцев не имеют ничего общего. Я читаю то, что люди думают сейчас, а ты читаешь то, что они будут делать в будущем. Вся разница лишь во временном промежутке». «Я об этом не думал», признался Ариман. «Эта тема заслуживает отдельной дискуссии, но, вероятно, не сегодня. Этот день не слишком подходит для научных споров, не находишь? Ты прав», весело усмехнулся Утизаар. Некоторое время они шагали молча, спускаясь все глубже и глубже. Ощущение контакта с эфиром в недрах горы после его долгого отсутствия одновременно радовало и тревожило. Всему происходящему должны быть свои причины, и только очень значительные силы могли так кардинально изменить ситуацию. Что же такое мощное скрывалось в недрах горы? Все трое погрузились в молчание, обдумывая только что сказанное друг другу. Калиста и Камила испытывали явное облегчение, поделившись своими тайнами, хотя и опасались, не придется ли им вскоре в этом раскаиваться. Необычные свойства связывали их друг с другом. Что бы ни происходило дальше, в какие бы странствия они не отправлялись, между ними зародилась связь. Сейчас это была лишь тонкая ниточка, но при соответствующем отношении она может быстро окрепнуть. И что же мы со всем этим будем делать? Спросила наконец Калиста. Что ты имеешь ввиду? Уточнил Люмиэль. Что мы будем делать? Повторила Камила, отчетливо выделяя каждый слог, словно ее собеседник был туповат. Если, как ты говоришь, мы оказались в 28 экспедиции благодаря нашим способностям, положено ли нам самим знать об этом? Можно ли открыто пользоваться своими талантами? Прежде чем ответить, Люмиэль ненадолго задумался. Этого я бы не советовал, моя милая. В некоторых кругах такие способности до сих пор считаются колдовством. Ты считаешь, что нам грозит опасность? Воскликнула Калиста, перебирая складки своей джелаббы. Они для этого собрали нас здесь, чтобы избавиться от нас? Нет, я так не думаю, поспешил заверить ее Люмиэль. Он поднялся, подошел к ее креслу, взял за руку только для того, чтобы сжечь нас на костре. Тогда что им от нас нужно? Признаюсь, мне это неизвестно, сказал Люмиэль. Лорд Ариман говорил, что намерен научить меня правильно использовать свои силы. Возможно, нам всем предстоит учиться. Зачем тысячи сынов утруждать себя нашим образованием, удивилась Камила. Лорд Ариман сказал, что используя эти силы, мы становимся уязвимыми, пояснил Люмиэль, прибегая к доводам, которые сам не до конца понимал. Я не слишком хорошо разобрался в этом, но создается впечатление, что все происходящее часть какого-то грандиозного замысла, и мы на пороге какого-то чуда. Возможно, мы станем первыми представителями новой ветви человечества, первыми научимся безопасно пользоваться своими силами и будем учить других. Калисто вырвало пальцы из его руки, и Люмиэля поразило выражение ужаса на ее лице. Ее аура сменила оттенок, в одно мгновение став яростно красной. Я не желаю становиться новой ветвью или чем-то еще в этом роде, заявила женщина, и, поднявшись, оттолкнула назад полотняное кресло. И мне не нужны эти способности, если бы я только могла от них избавиться. Лемиэль успокаивающим жестом поднял обе руки. «Прости», произнес он, «я не хотел причинить тебе боль». «Это так мучительно», запинаясь, заговорила она. Калисто прижала пальцы к вискам и лишь усилием воли сдерживала подступившие слезы. «Каждый раз, когда возникает огонь, он выжигает часть меня. Если это не прекратится, боюсь, он когда-нибудь сожжет меня дотла». Камила вскочила со своего места и обняла Калисту. «Не бойся», сказала она, «мы о тебе позаботимся, верно, Лемиэль?» «Конечно, без вопросов. Такие люди, как мы, должны держаться вместе». «Какие это люди?» раздался у него за спиной чей-то голос. Лемиэль дернулся, словно от удара. Обернувшись, он увидел хрупкого старика в коричневатом одеянии летописца с длинными седыми вьющимися волосами, собранными в тугой пучок на шее. Худой сутулый летописец держал под мышкой тонкую книгу в кожаном переплете. Его лицо цвета орехового дерева испищали глубокие старческие морщины. «Я вам не помешал?» спросил Маховасту Калимак, личный летописец Магнуса Красного. Первым опомнился Лемиэль. «Маховасту!» «Нет, что ты, мы всегда тебя рады. Заходи, пожалуйста. Я так редко тебя вижу в последнее время. Наверное, Магнус так загрузил тебя своими воспоминаниями, что для друзей не остается времени. Правда, дружище?» Калимак выглядел немного растерянным, и в его ауре Лемиэль заметил оттенок тревоги. «Что-нибудь случилось, друг мой?» спросил Лемиэль, увлекая Калимака под тент. «Боюсь, что может случиться», сказал Маховасту. «И что же это?» заинтересовалась Камила, уступая Калимаку свое кресло. «Дело касается примарха», с виноватым видом ответил летописец, и, опустившись в кресло, положил книгу на колени. «Я опасаюсь, что ему и его воинам грозит большая опасность». «Что за опасность?» спросила Калисто. «Очень серьезная», заявил Калимак. «Самая серьезная опасность, какую только можно себе представить». В конце концов, они добрались до огромного каньона в самом центре горы. Это была идеально круглая впадина диаметром в несколько сотен метров, накрытая кристаллическим куполом из того же вещества, что и титаны, охранявшие вход. Купол был бледно-кремового цвета, с темно-красными прожилками, словно великолепный мрамор. Но, как и титаны, он был заражен черными жгутами гниения. Из огромной ямы, словно корни сверхъестественных растений, влажно-блестя поднимались черные столбы. Они пульсировали по всей длине, перекачивая жидкость, словно насмешку над венами, поскольку не поддерживали жизнь, а высасывали ее. «Великий прах Фенриса», прошипел Скарсен, «Это еще что за звери?» Всех объял такой непреодолимый ужас, что никто не смог ему ответить. Ариман, обходя остолбеневших Астартес, подошел к краю ямы. По всей окружности впадины протянулся плоский выступ, достаточно широкий, чтобы на нем могли разъехаться два лендрейдера. На этой плоскости сияли золотые и серебряные символы, и, казалось, они были здесь всегда, а гора выросла вокруг них. У самого края впадины стоял Магнус, и с изумлением рассматривал густой лес, сочащийся каплями черных щупалец. Его кожа уже вернула свой блеск, как будто близость источника энергии, скрытого в недрах горы, придавала ему новые силы. Вслед за Ариманом к краю впадины подошли Ахткери судьбостроитель и лорд Скарсен. А это что? спросил Скарсен, опустившись на колено рядом с ближайшим символом, изображавшим золотую змею, обвивавшую серебряный глаз. О береге высказал предположение судьбостроитель. Вроде волчьих талисманов на наших доспехах. Скарсен медленно поднял руку к висящей на плече волчьей шкуре. И Ариман увидел, как все космические волки суеверно потянулись к различным амулетам, украшавшим их броню. Те, кто стоял ближе к жрецу, прикасались к его увенчанному орлом посоху. Ариман усмехнулся. Суеверие, насмешливо произнес он, император этого не одобрил бы. А старт из тысячи сунов будут нам говорить, что император одобрит, а что нет, усмехнулся судьбостроитель. Разве это не забавно? Нет, просто ваши жесты показались мне странными, улыбнувшись, ответил Ариман. Почти примитивными, но я не хотел никого обидеть. Мы и не обиделись, сказал судьбостроитель, тем более, что ты сам прикоснулся к своему талисману. Ариман вдруг понял, что жрец прав, и улыбка исчезла с его лица. Сам того не сознавая, он прижал пальцы к дубовому листу на плечи доспехов, к талисману, когда-то принадлежавшему армузду. В конце концов, мы не так уж сильно отличаемся друг от друга, заметил Ахтхери судьбостроитель. Возможно, согласился Ариман и снова стал осматривать поднимающиеся с одной ямы толстые черные канаты. Все это время Магнус стоял неподвижно, как будто молча с кем-то общался. Ариман стал рядом с примархом. Мой лорд, что это? спросил он. Это невероятно, Азик, отозвался Магнус. Это примитивная материя, вещество, которое обрело форму благодаря изначальному Творцу. В таком случае оно протухло, проворчал Скарсин. Это ясно каждому дураку. Оно живое, прошептал Утизаар, подходя к краю впадины с видом лунатика. Да, живое, кивнул Магнус. Я уже давно не ощущал ничего, что было бы так наполнено жизнью. Очень, очень давно. Ариман почувствовал неприятное беспокойство. До сих пор примарх называл эту энергию инертной и мертвой. Она зовет нас, произнес Утизаар, и его голос прозвучал словно во сне. Я должен к нему пойти. Кто тебя зовет, спросил Ариман. Не успел он закончить фразу, как вдруг услышал тихий шепот. Как будто издалека его окликнул друг. Ничего неприятного в этом звуке не было. Это был мягкий завлекающий шепот, сулящий безмерное наслаждение. Магнус повернулся к своим капитанам и покачал головой. Ариман заметил, что его глаз потемнел, а зрачок сильно увеличился, как будто наполнился тем же черным веществом, что пульсировало в блестящих щупальцах. Сыны мои, заговорил Магнус, и в каждом звуке его голоса Ариман ощутил едва сдерживаемую энергию. Сосредоточьтесь, обратитесь к десятому уровню исчислений и отсеките голоса. Вы не настолько сильны, чтобы им противостоять. Давным-давно я уже сталкивался с этой силой и одержал победу. И сейчас я тоже одолею ее. Утизаар кивнул, и Ариман заметил, как его сознание поднялось к высшему уровню исчислений, к уровню внутреннего одиночества, где воин обретал спокойствие, не нарушаемое тревогами внешнего мира. Достичь такого состояния было нелегко, особенно здесь, но Утизаар мастерски управлял собственной психикой. Ариман последовал его примеру, и голоса исчезли, словно и звук с передатчика выдернули источник питания. С высоты десятого уровня, когда зрение прояснилось, Ариман заметил, как в самой гуще скользких щупалец мелькнул клочок оранжевого цвета, и показалось что-то блестящее. «Нет», прошептал он, едва не потеряв концентрацию при внезапном узнавании. «Нет, прошу, не допусти этого». И словно в ответ на его слова щупальца завибрировали, и раздался хлопок, как будто сошлись вместе сотни сальных ладоней. Космические волки тотчас стрепенулись, подняли оружие, но никакой цели, кроме черных щупалец, перед ними не было. «Что происходит?» сердито спросил Скарсин. Посох судьбостроителя затрещал энергетическими разрядами, и рунный жрец посмотрел на него с ужасом, словно оружие превратилось в ядовитую змею. «Рассредоточиться», приказал Магнус, «и отойдите подальше от края». Студенистая масса неестественных зарослей вздрогнула, и из полукруглой крыши появилось множество толстых стволов. Ближайшие к краю щупальца, словно водоросли в гниющем пруду, стали расходиться в стороны. Черная завеса щупалец разошлась, и Ариман полностью потерял контроль над своим разумом, увидев, как среди блестящих канатов колышется исковерканная фигура. К обнаженной коже прилипли обрывки оранжевой ткани, а само тело повисло вниз головой, как марионетка, брошенная своим кукловодом. Тело поддерживалось на весу несколькими тонкими щупальцами. Одно блестящей петлей обвивалось вокруг шеи, другое обсидиановым венцом прижалось к черепу. Эти щупальца отличались от остальных. На их скользкой поверхности появлялись разъянутые рты и вытаращенные глаза, которые через мгновение лопались и исчезали. Тело подплыло ближе, и голова приподнялась. Открытые глаза светились маслянистым черным блеском, а кожу пронизывали тонкие черные линии, словно щупальца наполняли тело своей токсичной жидкостью. Треснувшая зеркальная маска болталась на шее. Рот человека был разинут, словно в отчаянном мучительном вопле. Но из него не вылетало ни звука, кроме сдавленного хрипа, наполненных жидкостью легких. Это прошептал Ариман. Да, печально ответил Магнус, это и Тири. Махавасту Калимак, родившийся на субконтиненте Индой, был дотошным собирателем информации и придирчивым коллекционером деталей. Он накопил множество материалов о раннем периоде Великого Крестового похода и стал одним из первых летописцев, отобранных для тысячи сынок. К тому времени он уже обладал отличной репутацией, а потому незамедлительно стал личным летописцем Магнуса Красного. Он оставался при Магнусе с тех пор, как под торжественное пение фанфар и приветственные крики людей, разбрасывающих миряды розовых лепестков, восстановившийся легион покинул Проспера. Он записывал каждую мысль и каждый поступок Примарха в огромный том, который со временем стали называть книгой Магнуса. Многие летописцы испытывали трудности, собирая сведения о великом крестовом походе у его непосредственных участников, и потому не без зависти поглядывали в сторону Махавасту. Лемель встретил Махавасту Калимака на борту Фатепа во время симпозиума по способам обработки информации. Именно тогда завязалась их дружба, основанная на обоюдной любви к подробностям. Бог кроется в деталях, обычно говорил Махавасту, когда они изучали какой-нибудь из манускриптов великолепной библиотеки Фатепа. Вернее будет сказать, что в деталях кроется дьявол, отвечал ему на это Лемель. А это, мой дорогой Лемель, зависит от того, о каких деталях идет речь. Калимак был энергичным человеком и всегда выглядел лишь на половину своего возраста, составлявшего около 130 стандартных лет, но в данный момент в его облике отражался каждый прожитый год. Махавасту открыл принесенную книгу и Лемель заглянул через его плечо. Да, это же альбом с набросками, воскликнул он, заметив на первых страницах рисунки, сделанные угольным карандашом и чернилами. Я и не знал, что ты еще и художник. Только для такого мастера точного слова как ты рисунки выглядят несколько неопределенными и расплывчатыми. Калимак покачал головой. Ты прав, Лемель, сказал он, никакой я не художник. Сказать по правде я уже и сам не знаю, кто я такой. Прости, Калимак, но я что-то не понимаю. Я не помню, как рисовал эти наброски. Взволнованно воскликнул маховасту. Я вообще ничего не помню из этой книги, ни рисунков, ни слов. Я могу вспомнить каждую из написанных мною статей, но вот это остается для меня загадкой. В глазах пожилого летописца блеснули слезы, а беспокойство в его ауре сменилось глубокой печалью. Я все это написал и не помню ни слова. А ты не пробовал обратиться в медицинский корпус? спросила Камила. У меня был дядя, который к старости стал не в ладах со своим разумом. Он ничего не мог запомнить, даже того, что было только что сказано, а потом дошел до того, что забыл и своих детей, и жену, и себя самого тоже. Печально было наблюдать, как постепенно умирает его мозг. Маховасту покачал головой. Мне известно о возможной деградации физических и умственных способностей госпожа Шивани, и поэтому я сегодня попросил сделать сканирование мозга. Импульсы проходят через нейроны и синапсы головного мозга, и подкорковой области вполне нормально, и приборы не зафиксировали никаких признаков атрофии или поражения в височных и кеменных долях. Единственная аномалия это небольшое затемнение в поясной извилине, но оно никак не может объяснить то, что со мной происходит. Лемель внимательно присмотрелся к рисункам, стараясь найти разгадку в небрежных зарисовках и отрывочных записях. «А ты уверен, что все это написано тобой?» спросил он, изучая странные символы, заполнявшие страницы. Лемель не мог прочесть ни слова, но узнал язык и понял, что это необычный блокнот летописца. Это был гримуар. «Уверен», ответил Махавасту, «Это мой почерк». «Откуда ты знаешь?» спросила Калисто. «Ты же пользуешься устройством для записи с голоса». «Да, моя милая, но прежде чем применять подобный прибор, необходимо настроить его на манеру письма владельца. Не родился еще тот графолог, который смог бы отличить машинные записи от моих собственных». «А что это? Я ничего не могу прочитать», сказала Камила. «Я не знаю, я никогда не видел этого наречия». «Это Янохианский», сказал Лемюэль. «Так называется язык ангелов». «Ангелов», изумилась Камила, «откуда тебе это известно?» «В моей библиотеке Нотерий имеется неполная копия Либерлоагаэд», пояснил Лемюэль. Заметив растерянность друзей, он продолжил. «Предполагается, что это сборник молитв, посланный через древнего ученого Старой Земли. Книга написана как раз на этом языке, и мне удалось перевести лишь крошечные фрагменты. Вероятно, существовала вторая книга, «Клавец Ангелика», с таблицами соответствия, но мне так и не удалось ее отыскать». «Янохианский», задумчиво протянул Махавасту, «Интересно, ты должен рассказать о нем подробнее». «Может, вы забыли, но речь шла об опасности, грозящей Магнусу Красному», «О да, конечно», воскликнул Махавасту и открыл свой альбом на последней странице. Набросок был сделан короткими штрихами угольного карандаша. В центре картины изображалось ногое тело, показавшееся из густого леса. Присмотревшись внимательнее, Лемель понял, что это вовсе не лес. Перед ним был огромный пучок извивающихся, похожих на змей-щупалец, которые поднимались из гигантской впадины. Он без труда узнал Магнуса Красного, обвитого десятком этих ужасных созданий. Другие Астартес тоже отчаянно сражались с сотнями щупалец в гигантской пещере внутри горы. «Что это?» «Поразилось Камилла. Я ничего не могу понять». «Представления не имею», признал Самохавасту. «Лемель?» «Я не могу сказать наверняка, но согласен с тобой, выглядит скверно». «А что это за слово под рисунком?» спросила Калиста. Под наброском было небрежно нацарапано одно единственное слово, и Лемель, обнаружив, что это один из немногих расшифрованных им символов, замер от ужаса. «Пан Фейдж», произнес он, и Махавасту вздрогнул. «Что?» спросила Калиста. «Что это означает?» «Это означает существо, поглощающее все», ответил Лемель. Глава десятая Гидра Чрево зверя «Время покажет». Тело, когда-то принадлежащее Ятире, продолжало двигаться навстречу тысячи сынов, поддерживаемые черными щупальцами. В его глазах мерцала абсолютная чернота, словно за ними открылось царство вечной ночи. Магнус обнажил свой изогнутый меч, и Ариман ощутил его неимоверную силу. Вокс раскалывался от фенресийских проклятий и протяжных виршей исчислений, но Ариман слышал только вкратчивый шепот, всплывающий из черной массы в яме «Магнус!» «Магнус!» Он вроде бы повторял имя примарха, но сказать наверняка было невозможно. Магнус Красный сделал шаг навстречу Ятире, и сразу же напряглось щупальце, обивавшее шею Акхору. На лице вождя набухли вены, на побледневшей коже стали заметны натертые маской мозоли. Лицо вождя было резким, с широко распахнутыми глазами, массивными бровями и высоким лбом, что предполагало хорошую защиту мозга костями черепа. Ариман вдруг вспомнил, что ни разу не видел без маски ни одного Акхору, даже ребенка. Тем временем щупальца, спускавшиеся с купола, тянулись Кастартес. Ариман решительно вытащил пистолет и крепче сжал посох Хеку. «Если они подойдут слишком близко, уничтожайте их», приказал он. В пещере загудели активированные цепные мечи. Тело Етирии висело совсем близко к Магнусу, и Ариман непроизвольно напряг палец на спусковом крючке. От остатков вождя веяло колоссальной силой. Но эти волны, что ощущал Ариман, были лишь ничтожной долей энергии, которая просачивалась из недр мира. «Мой лорд», тревожно окликнул он примарх от тысячи сынов, «я знаю», произнес Магнус, «я могу с этим справиться, все это мне уже знакомо». Рядом с Ариманом шевельнулся Утизаар, его хека ожила всплесками внутренней энергии. Лицо Утизаара под шлемом не было видно, но весь его облик и каждое движение выдавали колоссальное напряжение. Одним глазом Ариман наблюдал за Магнусом, а другим следил за опускающимися ложноножками. Они переливались совершенно неестественным, маслянистым блеском, и казалось, что их действия направляются чудовищным разумом. «Мой лорд», снова труп Етири и ничего не ответил. Ариман ощутил возникшее между ними столкновение двух потоков энергии и сильнейшее напряжение в борьбе за превосходство. Развернулась безмолвная битва душ, и он ничем не мог помочь своему примарху. А затем произошли сразу два события. Тело Етири неожиданно рванулось вперед, и его руки сомкнулись вокруг Магнуса в ужасающей пародии на братские объятия. Черные змееподобные щупальца, свисающие из потолка, атаковали Астартес. Ариман открыл огонь при первых же признаках движения. Пещера наполнилась оглушительным грохотом болтеров, загремели взрывы, замелькали прерывистые вспышки выстрелов. Щупальца взрывались от любого попадания, и броня воинов быстро покрылась брызгами черного их хора. Но их было слишком много, и на месте одного уничтоженного противника вырастало несколько других. Четырьмя прицельными очередями Ариман опустошил обойму пистолета. Он ощущал рядом присутствие Утизара, и телепат, вынужденный вступить в сражение, полагался не на боевой опыт, а на мускульную память. Сокрушительное давление чужой силы, ищущий лазейку в его мозг, было почти непереносимым. И Ариман даже не мог себе представить, как справляется с такой атакой телепат. «Они прибывают!» закричал Утизаар. «Как щупальца лернейской гидры», добавил Ариман между двумя взмахами посоха. Каждый раз, когда болт попадал в цель, щупальца взрывалась потоками тягучей черной крови, которая затем испарялась с громким шипением. Эти существа были непрочными, но грозили задавить своим количеством. Черные блестящие жгуты уже обвивались вокруг Аримана, словно кольца удава. Он высвободил контролируемую порцию энергии, и щупальца упали с тела, но тотчас навстречу устремились следующие. Посох Хека вновь пришел в движение, и его медные и золотые полосы полыхнули огнем. Утизаар отступил на шаг, и Ариман, зная, что должно произойти, усилил мысленную защиту. Вокруг Утизаара вздулась невидимая волна эфирной энергии, и с пронзительным визгом прокатилась по пещере, словно ударная волна от мелтобомбы. Для космических волков она была беззвучной, но большая часть щупалец вокруг них превратилась в черный туман, а остальные отпрянули, почуя силу, внушавшую им опасения. Утизаар уронил голову на грудь, рухнул на колени, а из стыков его доспехов просочились слабые струйки эфирного сияния. На несколько мгновений Утизаар освободил от врагов достаточно обширное пространство, и Ариман устремился к тому месту, где он в последний раз видел Магнуса. Тело примарха продолжало оставаться в отвратительных объятиях Ятири, и почти все уже было закрыто массой извивающихся щупалец, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Вперед! крикнул ему Утизаар, и Ариман увидел, насколько последний залп истощил силы телепата. Осуществить такой мощный удар, не переставая отбиваться от противников, было сродни чуду. Ариман рванулся вперед, хотя из ямы поднимались все новые и новые щупальца, заграживающие ему путь к примарху. Перед ним встала черная стена извивающихся тел, и посох прорубался сквозь них, словно сквозь высокую траву. Бесконечная масса щупалец выплеснулась из впадины, подталкиваемая зараженной силой, извратившей энергию великого океана. Сила Аримана и его товарищей оказалась губительной для этих существ, и чистое пламя эфира мгновенно разрушало оскверненную массу. Космические волки сражались с неослабевающей яростью, их клинки безостановочно рубили и кололи сотни врагов, а болтеры гремели не переставая, но противников перед ними было неизмеримо больше, а силой эфира волки не обладали. Ариман видел, как сотни щупалец подняли в воздух одного из космических волков, и под их чудовищным нажимом доспех прогнулся. Астартес продолжал стрелять, но керамид с громким треском сломался, и из разорванного тела хлынула кровь, и все же воин продолжал стрелять, пока не скрылся в кишащей массе в центре впадины. Ариману пришлось прибегнуть к эфирным чувствам, и он сразу ощутил могучее клубящееся поле Магнуса. «Примарх!» крикнул Ариман, заглядывая в яму с кишащей массой. Магнус и Этири сплелись, словно любовники. Уже достигли самого центра впадины, и щупальца увлекали их вниз. Вот чернота уже замкнулась вокруг Магнуса, и он исчез. Это оказалось не так уж противно, не в малейшей степени. Магнус чувствовал бессильную ярость своего врага, пытавшегося извратить его натуру, как он извратил натуру Ютири. С вождем Акхору было покончено, его разум не выдержал подобного испытания, а тело разлагалось с каждой секундой. Но разум Магнуса был создан и отточен величайшим архитектором-мыслителем галактики, и такие грубые сцены не могли его затронуть. Материальные реализации кишели вокруг его физического тела, но Магнус отрешился от физических ощущений, и, погружаясь все глубже, обратился к своему внутреннему сознанию. Его позабавил выбор внешнего вида. Он в полной мере соответствовал кошмарам и мрачным легендам Акхору. Так просто и так ужасно. В каком только обществе не существовало преданий о скользких извивающихся тварях, обитающих в темноте. Эти существа были созданы измученным разумом Етири и усилены мрачными преданиями древности. Магнусу очень повезло, что у обитателя Акхору было не так уж много красок для изображения своего существования. Но изначальный источник энергии, вливавшийся в этот мир, находился намного глубже, и Магнус усилием мысли стряхнул с себя труп Етири. Его плоть вспыхнула, словно горн в кузнице, и обратилась в пепел. А Магнус продолжал погружаться в недра, повторяя первые слова исчислений. Исчисления требовались его воинам, чтобы достичь такого состояния мысли, когда возможно наиболее эффективное использование своих способностей. Но для такого существа, как Магнус, они были опорными камнями при переходе через ручей. Он овладел исчислениями еще до того, как впервые покинул Теру, и предостережение отца до сих пор звучало в его мозгу. Он не пренебрегал этим предостережением и терпел поучения и наставления Омона относительно Великого океана на Проспера, хотя и знал, что ему доступны великие силы. Омон был добр к нему и смирился с постепенным уменьшением своего влияния, поскольку Магнус превзошел его в науках и могуществе еще в ранние годы обучения. И все же Омон тоже счел нужным предостеречь его от слишком глубокого погружения в Великий океан. Опустошение Проспера являлось самым наглядным предостережением от необдуманных и рискованных шагов. И только после того, как император переправил его на Проспера остатки легиона Магнуса, примарх понял, что должен пренебречь всеми предупреждениями и глубже окунуться в запретные силы. Его генетические сыновья умирали, их тела восставали против своих хозяев и вследствие мутации претерпевали ужасные изменения. Более того, опасные превращения касались не только физических тел. Их разум посылал в Великий океан пульсирующие вспышки, привлекая охотников, хищников и злобных существ, жаждущих проникнуть в материальный мир. Если не принять меры, его легиону грозит полное вымирание на протяжении всего лишь одного поколения, а сила, способная их спасти, была совсем рядом и только ждала, когда он ею воспользуется. Но прежде, чем нарушить первый приказ отца, Магнус долго предавался размышлениям. Он пошел на это не в безрассудном порыве, а после длительного самоанализа и беспристрастной оценки своих способностей. Магнус знал, что достиг огромных высот в манипулировании эфиром, но хватит ли ему его сил? Теперь он знал ответ на этот вопрос, ведь его воины были спасены. Он вырвал контроль над их судьбами из когтей злобного порождения Великого океана. Императору было известно о подобных существах, и в давние века он заключал с ними сделки, но никогда не решался столкнуться дорогой ценой. Он поднял руку и прикоснулся к гладкой коже на том месте, где когда-то был его правый глаз, снова ощутив боль и оправданность этой жертвы. Представшая сегодня перед ним сила была лишь слабой тенью того могущества, загнивающей лужицы энергии, запертой в этом удаленном мире. Зато он чувствовал миллиарды путей, расходящихся из этого места, и бесконечные возможности Вселенной, связанные паутиной концептуальных проводников, пронизывающих пространство между мирами. Этот район был заражен, но бескрайние просторы галактики сияли золотыми нитями, которые связывали ее в единое целое, как вымощенные камнем дороги связывали когда-то в единое целое романскую империю. Запомнить весь лабиринт было не под силу даже такому одаренному существу как Магнус. Но в момент контакта за стеной тьмы он запечатлел в памяти миллионы дорог и точек доступа к ним. Теперь, хотя он и не знает всей сети, ему достаточно будет этих сведений, чтобы отыскать другие входы и выходы. Его отец с удовольствием узнает об этой сети и тогда, возможно, изменит свое отношение к его проступкам. Магнус неизвестен хищникам далеких глубин и чувству в ней и не ледяную тень непостижимо огромных существ. Он осознавал, что не видел дорог, поскольку их там не было. Заметить их ему позволил только его прорыв в сеть Акхору. В его сосредоточенные размышления вторглись заботы реальности, и Магнус посмотрел вокруг на сумрачный и обманчивый мир. Переход из физического мира в царство духа осуществился без какого-либо участия с его стороны, и он оказался в пространстве, лишенном форм и измерений, кроме тех, которые он сам себе представлял. Это был вход в переплетение дорог, точка отсчета, где начинался лабиринт. Это было именно то, ради чего он оставался на Акхору. Магнус стоял в окружении вздымающихся утесов. В местности, где царила извращенная геометрия, в мире безумия и отчаяния. Радужные вихри хлестали поверхность черными ливнями, а небеса пронзали ослепительные зигзагообразные стрелы молний. Горизонт сиял золотой линией, которая наполняла местность пламенем потревоженной энергии. Изломанная линия горных хребтов поднималась вдаль и оседала уже через несколько мгновений после появления. Гигантскими валами вздымались воды океанов, но тотчас пересыхали, превращаясь в пепельные пустыни пыльных воспоминаний. Повсюду, насколько хватало взгляда, земля сотрясалась в переменчивых вихрях творения и разрушения, которым не было ни начала, ни конца. Из трещин в скалах выбивались облака пепла и отчаяния. И это была самая совершенная картина ада, какую он только мог себе представить. «И это все, на что ты способен?» спросил он, не скрывая откровенного презрения. Подобные фокусы под силу даже безмозглым хищником варпа. Темнота перед Магнусом замерцала, разворачиваясь черной спиралью, пока перед ним не появился змей в обсидиановой чешуе, парившей в воздухе вопреки всем законам гравитации. На голове бездонными розово-голубыми омутами светились глаза, а на спине топорщились радужные крылья. Между челюстями блеснули истекающие ядом клыки. Раздвоенный язык высунулся из открытой пасти, за которой угадывалась бездна бесконечных возможностей. «Это?» спросил змей голосом сухим словно пустыня. «Это не мое творение, ты принес его с собой. Это произведение Мехменти Эр-Ирту». Магнус рассмеялся, услышав откровенную ложь, хотя имя было ему незнакомо. Его смех рассыпался блестящими каплями дождя. Сам воздух в этом месте был насыщен неистощимой энергией. Движением мысли примарх создал огненную клетку для змея. «Все кончено», сказал Магнус. «Твоя ложь на меня не действует». «Я знаю», прошипел змей, «поэтому я и не прибегаю к обману, но я повторяю, это не мое изобретение, это всего лишь воплощение будущего, которое поджидает тебя, словно терпеливый охотник добычу». Огненная клетка исчезла, и змей по воздуху скользнул к Магнусу. Его крылья в одно мгновение сверкнули миллионами разных оттенков. «Я пришел, чтобы покончить с этим», заявил Магнус. «Когда-то этот портал был закрыт, и я намерен снова его запечатать. Более искусные мастера, чем ты, пытались это сделать, но потерпели неудачу. Почему ты считаешь, что тебе это удастся?» «Нет более искусного мастера, чем я», со смехом ответил Магнус. «Я смотрел в бездну и сражался с самыми темными силами. Я победил их, и секреты этого мира знаю лучше, чем ты». «Какая высокомерная заносчивость!» Змей не скрывал удовольствия. «Мне это очень нравится. Самоуверенность влечет за собой самые тяжкие грехи, ненасытность, ярость, вожделение, гордыню, и ничто так крепко не держит смертных, как высокомерие. «Кто же ты? У тебя есть имя?» спросил Магнус. «Если бы оно и было, я не так глуп, чтобы назвать его тебе». «Гордыня», бросил Магнус. «Если я действительно подвержен этому греху, то я не одинок. Ты хочешь, чтобы я узнал твое имя? Иначе к чему такое высокопарное заявление?» «Надеюсь, ты простишь мне банальность, если я скажу, что у меня множество имен», сухо рассмеялся змей. «Для тебя я буду Хоронзоном, обитателем бездны и демоном рассеяния». Слово «демон» не имеет смысла, оно лишь придает силу страхам. «Как не удивительно, но мне об этом известно», посмеялся змей и стал обивать своими кольцами сначала ноги, а потом и тело Магнуса. Примарх не боялся змей, он мог уничтожить его в любой момент одной лишь силой мысли. Змей поднимал голову, пока их глаза не оказались на одном уровне, и лоснящееся туловище полностью не обвилось вокруг тела Магнуса. Магнус ощутил давление напрягшегося чудовища, но просто увеличил свой объем, чтобы ему противостоять. Так они оба росли и ввысь и вширь, пока не поднялись над бушующими окрестностями. «Ты не сможешь меня запугать», сказал он змею. «В этом месте я сильнее тебя, и ты еще существуешь лишь потому, что я тебя не уничтожил». «А почему же ты этого не сделал? Наверху гибнут твои воины. Неужели тебе не жаль людей? Пусть ты и лишен смертности». «В этом месте время не имеет значения, и по их меркам я вернусь всего через несколько мгновений», сказал «Но мне надоели эти игры», продолжил Магнус и вернулся к своему обычному облику. Поднявшиеся вдалеке горы приобрели серебристо-голубой оттенок, и мгновенное узнавание вызвало у него легкое головокружение. Пора заканчивать. В самом деле громадная туша змея тоже стала уменьшаться, пока не стала длиной чуть больше руки Магнуса. Я еще даже не соблазнял тебя. Хочешь услышать, что я могу тебе предложить? У тебя нет ничего, чего я хотел бы, уверенно заявил Магнус. Ты так думаешь? Я могу предоставить тебе могущество, большее, чем то, которым ты уже обладаешь. У меня есть могущество, возразил Магнус, и в твоем я не нуждаюсь. Змей удовлетворенно зашипел, и его челюсти разошлись в неком подобии улыбки. Ты уже отпил из отравленного кубка Магнус Стерры, сказал змей. Ты обладаешь заимствованным могуществом, только и всего. Ты оживленная марионетка, которой управляет невидимый хозяин. Ты и сейчас пляшешь под чужую дудку. И ты считаешь, что я тебе поверю? У меня нет причин лгать, заметил змей. У тебя множество причин лгать, возразил Магнус. Верно, но не здесь и не сейчас. Змей отлетел в сторону от Магнуса и описал несколько неторопливых кругов в воздухе. В этом нет необходимости. Никакая ложь не сравнится с ужасом действительности, который тебя ожидает. Ты заключал сделки с существами гораздо более злобными и могущественными, чем можешь себе представить. И теперь ты стал их заложником, игрушкой, которую можно использовать и выбросить. Магнус покачал головой. Зря тратишь свое красноречие. Я побеждал более сильных противников, чем ты с твоим примитивным представлением о Баде, презрительно заявил примарх. Ради спасения своего легиона я странствовал по самым дальним окраинам Великого океана. Я распутывал нити судеб своих воинов, ведущие гибели, а потом сплетал их заново. Неужели ты думаешь, это тоже высокомерие, прошипел змей. Оно подстать твоему непомерному самомнению и зазнайству. Ты станешь отличной добычей. Магнус решил, что он достаточно долго слушал. Он был уверен, что чуждый разум в обличье змея ничто иное, как мелкий князь Великого океана. Злобная сущность, у которой нет ничего, кроме пустого бахвальства и лживых обещаний. Он жестом подтянул к себе змея и крепко обхватил рукой его извивающееся тело. Змей отчаянно забился, но Магнус удерживал его с такой легкостью, словно это была простая веревка. Он немного сжал пальцы и черная чешуя стала осыпаться с тела. Многоцветные перья крыльев мгновенно потускнели. Затем глаза змея потухли и ядовитые клыки вывалились из челюсти. Угасание змея привело к исчезновению окружающего ландшафта. Ты никого не победил, прошипел змей, прежде чем Магнус свернул ему шею. Ариман широким взмахом Хеки расчистил пространство, на котором он и Ахтхери судьбостроитель могли отражать натиск врагов. Но это было бесполезное усилие. Едва рассыпались останки одной группы щупалец, как на их место из ямы вылезли сотни других. Ариман давно утратил связь с исчислениями, и исчезновение примарха в яме окончательно нарушило его концентрацию. Обычно он мог сражаться, не отвлекаясь на мысли, которые помешали бы ведению боя. Но сейчас он был ослеплен пламенем ярости и боли. Утратив контроль над своими чувствами, он снова познал, что такое страх. Такая бездна пустоты в его душе возникла только в тот день, когда погиб Армуз. Тогда Ариман поклялся, что никогда больше не испытает подобных чувств. Однако сегодня ему пришлось еще хуже. Ариман попытался восстановить связь с высшими сферами, но исчисления не могли уберечь его от повторения судьбы примарха. И вместо этого он сосредоточился на борьбе за выживание, и сознание распространилось только на восприятие очередного врага. Такое состояние было для него непривычным, но способствовало очищению духа. В пещере стало тесно от врагов, и невозможно было определить, в каком направлении находится выход. Воздух наполнился темной энергией, оживлявшей щупальца. Давление на его разум достигло предела. Он больше не видел Утизаара, и даже не знал, жив ли он. Тысяча сынов и космические волки сражались поодиночке или мелкими группами, отрезанные друг от друга сплошной черной трясиной. И как бы сильно они не отличались друг от друга, сегодня их объединила одна особенность. Они сражались не ради победы, а ради собственной жизни. Пистолет Аримана давно опустел, и он схватился обеими руками за Хеку, нанося размашистые удары. Но движения давались все тяжелее, а мысли путались и замедлялись. Великий океан давал мощную поддержку в битве, но и платить за это приходилось полной мерой. Ариман славился как непревзойденный боец, но даже он уже ничего не мог сделать, его дух был измучен до крайности, а тело подошло к пределу физической выносливости. Главный библиарий сражался так, как должен был сражаться смертный, с отважным сердцем и грубой силой, но он понимал, что этого недостаточно. Он нуждался в силе, а ощущал только ту энергию, что бурлила в яме и поглотила его примарха. И в таком отчаянном положении он понимал, что даже единственный шаг на этом пути приведет к неизбежному концу. Он продолжит этот бой без помощи эфира, насколько хватит сил. Такой метод борьбы был ему непривычен. И Ариман невольно припомнил слова, легкомысленно сказанные им Хадхору Маату. Он тогда предположил, что возможно настанет день, когда им придется сражаться, не прибегая к помощи своих способностей. Слова оказались пророческими, хотя он и не ожидал, что с такой ситуацией придется столкнуться ему самому. Ариман отвлекся лишь на мгновение, и щупальца успели ухватиться за его посох, потянули его в сторону. Он попытался удержать оружие, но было поздно. Вторая рука тоже оказалась в плену. Затем щупальца обвили его ноги и туловище, подняли над землей, и броня затрещала под их чудовищным нажимом. Ахтхери судьбостроитель пытался ему помочь, но даже мощи рунного жрица было недостаточно, чтобы собладать с противостоящей им силой. В общем шуме сражения все чаще раздавались стоны умирающих, яростные крики космических волков и горькие проклятия тысячи сынов. Но вот страшное давление ослабло, и щупальца вокруг него стали рассыпаться и опадать черными хлопьями. Как ни был измучен Ариман, он внезапно пропало, как будто кто-то завернул кран. Грохот стрельбы и стук клинков сменился прерывистым дыханием и всеобщим молчанием. Ариман вырвался из ослабевших щупалец и спрыгнул вниз. Легко приземлившись, он поднял взгляд к потолку. Спускавшаяся сверху лоснящаяся и извивающаяся масса стала неподвижной и утратила блеск. Текучая упругость щупалец тоже исчезла, и они падали на землю, на лету распадаясь в пыль. И в пелене этого дождя показалась кроваво-красная фигура, сверкающий гигант в запылившихся доспехах с единственным глазом, из которого изливалось золотое сияние. Словно древний бог войны, сошедший на землю, чтобы поразить своим огнем нечестивцев. Он, широко раскинув руки, ступил на край ямы. «Мой лорд!» воскликнул Ариман и преклонил колени. Его примеру последовали все Астартес из тысячи сынов и многие космические волки. В живых осталось не более двух десятков воинов, но тел павших нигде не было видно. Как только Магнус коснулся ногами земли, золотые и серебряные символы на краю впадины засияли с прежней силой, как будто напитанные новой энергией. Ариман сразу же ощутил перерождение потока энергии. То же случилось и в районе мертвых камней. Теперь она стала чище, свежее и сильнее. «Сыны мои!» энергично и бодро заговорил Магнус. «Опасность миновала, я уничтожил зло, жившее в сердце этого мира». Ариман сделал очищающий вздох, прикрыл глаза и обратился к первому уровню исчислений. В то же мгновение его разум прояснился и сгладились пики эмоций. Заслышав позади шаги, он открыл глаза. К нему подошли лорд Скарсен, командир пятой роты космических волков и Ахтхери судьбостроитель. Рунный жрец едва заметно кивнул Ариману. «Сражение выиграно!» спросил Скарсен. «Выиграно!» подтвердил Магнус, не скрывая гордости. «Расщелина в этом мире ликвидирована, я закрыл ее навеки, так что даже создатели не смогут нарушить мои чары». «Следовательно, твои дела в этом мире закончены», продолжал Скарсен. И Ариман не понял, было ли это вопросом или констатацией факта. «Да», подтвердил Магнус, «здесь больше нечего делать». «Ты должен отправляться к королю волков». «Верно», согласился Магнус. В самом уголке рта примарха мелькнула тень усмешки, которую вряд ли заметил кто-либо из присутствующих, кроме Аримана. «Я доложу лорду Руссу о нашем отправлении», сказал Скарсен. С этими словами космический волк отвернулся и стал собирать своих воинов и готовиться к выходу на поверхность. Ясно и откровенно, без всяких ненужных формальностей, прокомментировал подошедший Утизаар. «Таковы космические волки, но порой меня это бесит». Согласен. Впрочем, их простотой нельзя не восхищаться. Ариман был рад, что Утизаар уцелел в битве, хотя выглядел так, словно вот-вот потеряет сознание. Выдержка Утизаара вызывала у него восхищение. «Это не простота, Азик», сказал Магнус, пока вокруг них собирались уцелевшие Астарте с тысячи сынов. «Это ясность цели. Разве это не одно и то же?» «Время покажет», ответил Магнус. «Так значит, здесь действительно все закончено», спросил Утизаар. «Да», подтвердил Магнус. «Того, что нас сюда притягивало, больше нет, и я обнаружил бесценную награду». «Что это за награда?» поинтересовался Ариман. «Всему свое время, Азик», многозначительно усмехнулся Магнус. «Всему свое время».